Дорогой длинную Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится. Тургенев Я неспеша собрал бесстрастно воспоминания и дела. Блок Дорогой длинную, да ночью лунную, да с песней той, что вдаль летит звеня. Детство Многое я помню, ясно и отчетливо. Но многое стерлось в памяти. Что же осталось? Лоскутки. Маленькие разноцветные лоскутки. Обрывки, клочки минувшего. Обрезки и остатки. Ну что ж, ведь из лоскутков можно шить, например, одеяло или даже ковер. Правда, он будет пестрым. Но и вся жизнь моя была пестра. Приукрашать и облагораживать прошлое, подгонять то, что сберегла память, под сегодняшние уже зрелые взгляды и понятия мои, мне не хочется. Эта книга даже не мемуары. Это сильно потрепанная записная книжка, найденная на самом дне сундука памяти, добрая половина страниц которой вырвана или унесена ветрами времени. Книжка человека, у которого было немного свободных минут. Ведь для того, чтобы прожить на чужбине, надо много и тяжело работать. Все же кое-что в ней сохранилось. Самым уязвимым местом этих отрывочных воспоминаний будут, конечно, даты. Иногда помнишь само событие, но когда оно было, в каком году, этого память не удержала. Итак, начнем с детства. Я смутно помню себя ребенком трех-четырех лет. Я сидел в доме у своей тетки Марьи Степанны на маленьком детском горшочке и выковыривал глаза у плюшевого медвежонка, которого мне подарили. Лизка, горничная девчонка лет пятнадцати, подошла ко мне и сказала «Будет тебе сидеть на горшке? Вставай! У тебя умерла мама!» В тот же вечер меня привели на квартиру к родителям. Они жили на Большой Владимирской в сорок третьем номере. Дом этот в Киеве стоит и до сих пор, выходя двумя парадными подъездами на улицу. Очевидно, для утешения мне дали шоколадку с кремом. Мать лежала на столе, в столовой, в серебряном гробу, вся в цветах. У изголовья стояли серебряные подсвечники со свечами и маленькая табуретка для монашки, читавшей Евангелие. Быстро забравшись на табуретку, я чмокнул маму в губы и стал совать ей в рот шоколадку. Она не открыла рта и не улыбнулась мне. Я удивился. Меня оттащили от гроба и повели домой к тетке. Вот и все, больше я ничего не помню о своей матери. Отец не был официально женат на моей матери, так как ему не давала разводы его первая жена, Варвара, пожилая, злая и некрасивая женщина. Много горя принесла она моей матери. И после того, как родились дети, сперва сестра Надя, через пять лет и я, отцу пришлось усыновить нас. Когда мать умерла, Надя осталась жить у отца, а меня отдали тетке Маре Степановне, сестре матери. Марья Степановна была молодая, красивая, своевольная и капризная женщина, со всеми характерными чертами, свойственными ее дворянскому сословию, из которых главное было самодурство. Поскольку отец не мог жениться на моей матери, союз их рассматривался, Марья Степановна, как мезальянс. И мать моя, самая нежная и кроткая из всех четырех сестер и самая юная, пролила много слез, расплачиваясь за свою первую и последнюю любовь. Она была изгнанна из семьи, родители не признавали ни ее, ни ее незаконного мужа. Тетки же мои, сестры матери, были добрее и не порывали связи с ней. Но отца моего тетки не любили, считая его соблазнителем сестры и виновником ее падения. Мне часто приходилось слышать из уст Марьи Степановны «Твой отец негодяй». Я обижался и верить этому не желал. В глубине детской души я твердо знал, что мой папа чудный, добрый и красивый. По профессии он был адвокат и довольно известный. Уже потом, много позже, я узнал, что его очень любили и ценили как сердечного, отзывчивого человека и блестящего юриста. У него была огромная клиентура, почти сплошь состоящая из бедных людей, которых он защищал безвозмездно. Да еще и помогал семьям своих подзащитных. На это нужны средства, и отец параллельно вел громкие процессы, за которые получал большие гонорары. Впрочем, денег этих не было видно. Куда девались они? Этого никто не знал. Тщетно доискивались родственники. Деньги исчезали куда-то. А жил отец скромно. Не пил, не курил, не играл ни в карты, ни на бирже. Так или иначе, но после его смерти ничего, кроме подарков, от клиентов в доме не осталось. Хоронили отца в маленькой Георгиевской церкви. Товарищи вынесли его гроб, чтобы поставить на колесницу катафалка. И вдруг огромная, тысячная толпа каких-то серых, бедно одетых людей, заполнившая площадь перед церковью, быстро оттеснила маленькую группу киевских юристов. Отобрав гроб с телом отца, толпа на руках понесла его к кладбищу. А колесница везла венки. Никто ничего не мог понять. Что это за люди? Откуда взялись они? Оказалось, все это отцовская клиентура. Какие-то женщины вдовьего вида, старики, калеки, дети, рабочие, студенты, мелкие чиновники, бывшие люди, бедные, темные люди, дела которых он вел безвозмездно, которым помогал и поддерживал. Они никого не подпустили к гробу, кроме меня и сестры. Нас вела нянька. Ни одного человека. Это было странно и страшно, рассказывал мне потом один из его товарищей. Даже полиция не понимала, в чем дело. Зато теткам тут все стало ясно. Вот куда девались его заработки. Смерть матери последовала от неудачной женской операции. Результатом ее было заражение крови. Она сгорела в несколько часов. Отца не было в Киеве, уезжал по делу. Он строго-настрого запретил ей это, но застал ее уже в гробу. По-видимому, он очень любил мать, потому что переживал ее смерть тяжело. Постепенно его товарищи стали замечать за ним какие-то странности. То он отказывался от самых выгодных процессов, то растрачивал свой темперамент на явно безнадежные дела, точно желая пробить стенку лбом. То вдруг начинал заговариваться. Иногда во время защитительной речи, когда дело уже почти было выиграно, он вдруг останавливался, точно к чему-то прислушиваясь, и вдруг выходил из зала заседаний, а иногда и совсем исчезал из здания суда. Стали следить за ним. Оказалось, что он ездил на кладбище, где была похоронена мать. Как-то ранней весной его нашли без чувств на ее могиле. Он лежал ничком во фраке, как был в суде. Упал манишкой на снег в распахнутом пальто. Его подняли, привезли домой. Он заболел, у него началась скоротечная чахотка. Больше он не встал с постели. Однажды у него горлом хлынула кровь. В доме не было никого, кроме десятилетней сестры. Она еще догадалась подать ему таз, но поддержать его не смогла. Обессилев, он упал на подушку и захлебнулся кровью. После смерти отца сестру забрала старшая сестра-матери, Лидия Степановна, которая была замужем за губернским землемером Трофимовым и жила в Ковно. Как жилось моей сестре у Трофимовых, я не знаю. Только Надя всегда плакала, когда вспоминала об этой жизни. Мне было твердо сказано, что никакой сестры у меня нет. Наде то же самое объявили обо мне. Так мы и жили, оба не зная, что у нас нет никого на свете. Но судьба решила иначе. Однажды, перелистывая журнал театра искусства, я прочел в составе комедийной труппы Сабурова фамилию Н. Н. Вертинская. Я удивился. Однофамильцев я до той поры не встречал. Из любопытства я написал ей письмо на театр. Милая, незнакомая Н. Н. Вертинская, у меня такая же фамилия, как у вас. У меня когда-то была сестра Надя. Она умерла маленькой. Если бы она была жива, она была бы тоже Н. Н. Надежда Николаевна. Я знаю, что глупо писать незнакомому человеку только потому, что у него такая же фамилия. Но у меня никого нет на свете. Я это сделал от скуки. Напишите мне, если вам не трудно. И так далее. В ответ пришло письмо, полное слез. Это было письмо Нади. Ей в свое время тоже сказали, что я умер. Зачем это было нужно моим теткам? Чего они хотели добиться этим? Не понимаю. И до сих пор не могу понять. Но таковы факты. Теперь назад, к детству. Вспоминая о нем, я вижу Киев. Мой дорогой, любимый Киев. Яснее всего я вижу его весной. Мы жили тогда на Фундуклеевской улице, в доме Дымко, а потом Лучинского. Улица та поднималась от Крещатика вверх и, дойдя до Пироговской, красиво спускалась вниз, к еврейскому базару. Рядом с нашим домом было цветоводство, а на противоположной стороне анатомический театр. Поэтому на улице всегда пахло либо цветами, либо трупами. Киев, как известно, расположен на горе, над Днепром. И улицы его круты и извилисты. Девятого марта, по православному календарю, на сорок мучеников, в день моего рождения, торжественно и пышно приходила весна. Приходила на точном назначенный день, никогда не опаздывая и не заставляя себя ждать. Она приходила, как добрый хозяин, в свой старый, заколоченный на зиму дом и сразу принималась за работу. Открывала ставни, очищала снег с крыш, раскутывала молодые яблони в саду и наводила порядок. Теперь весна приходит не точно, с запозданиями. Иногда ее даже и не увидишь. И время как-то незаметно из зимы и холода переходит в лето. А тогда... В нашей квартире выставлялись двойные рамы, переложенные ватой с мелко нарезанным красным и синим гарусом. Осторожно выливались в раковину стаканчики с серной кислотой. Отклеивались окна, и в комнаты врывался Март. Еще холодный, пахнущий морозом, шумный, голубой и солнечный. Старый кот Канузька вспрыгивал на подоконник и, раздувая ноздри, облизывал свою полинявшую за зиму шерсть. Он, изумленный и радостно, смотрел на воробьев, которые нагло порхали под самым его носом, звонко чирикали, сидя на голых кустах еще не проснувшейся сирени. Кот сладко потягивался. Наконец-то додумались, казалось, говорил весь его удивленный и довольный вид. А то сидишь тут всю зиму в натопленных комнатах и даже на крышу не выйдешь. На улице мальчишки пускали по лужам свои классические кораблики из газетной бумаги и бежали за ними вниз с горы. А воздух, боже, что это был за воздух! Хрустальный, льгистый, утоляющий жажду, заливающий душу радостью. Прохожие слегка пьянели от него, и, как все подвыпившие, делались добрее и мягче, чаще улыбались, реже хмурились. Большеглазые украинские девчата совали в руки букетики синих и белых подснежников и фиалок, и прохожие покупали их так, как будто это было неизбежно и естественно, и только этого они и ждали всю зиму. Утром в этот день кухарка Наталья приносила с базара теплые, только что испеченные жаворонки со сложенными крылышками и с черными изюминками вместо глаз и говорила «Но, панычу, поздравляю вас!» Потом из маленькой комнатки-конурки, отгороженной от парадной передней, вылезала глухая тетя Соня, третья и самая старшая из маминных сестер. Она говорила только по-украински «Ось, тоби, шибздык, конхветки, телькини и шуси, зразу!» И дарила мне круглую коробочку Монпасье. Они были очень вкусные. И это было все. Дальше я не помню, чтобы мне кто-нибудь делал подарки. Впрочем, однажды мне подарили голубой мячик, но он был с дыркой. По субботам кузина Наташа, которая иногда подолгу жила у нас, водила меня за ручку во Владимирский собор. Как прекрасно и величественно торжественно было там! Воснецовская гневная живопись заставляла трепетать мое сердце. Один страшный суд чего стоил. Откуда-то из недр, растворившейся земли, в день страшного суда выходили давно умершие грешники с изможденными неживыми лицами и тянули свои иссохшие руки к престолу Всевышнего. Из каких-то каменных подземелья среди развороченных могильных плит и гробов восставали цари в ржавых коронах с поломанными скипетрами. А худые строгие праведники, высохшие как скелеты, возводили очи к небу, благочестиво прикрывая наготу свою длинными седыми бородами. Давно умершие люди, бледные прекрасные царицы, в бозе почившие цари, все это толпилось у подножья трона в день последнего божьего суда. А рядом, около алтаря и наверху, в притворах, была живопись Нестерова. Как утешала она, как радовала глаз, сколько любви к человеку было в его иконах. Вот Борис и Глеб, похожие на царевичей из русских сказок. Вот Рождество Христово, созвездие, приведшее волхвов к яслям, вот великомученица Варвара. И все это на фоне русских задушевных пейзажей со стройными елочками и юными подростками березками. А какая вера светилась в глазах этих мучеников! Если Воснецов покорял и даже пугал мощью своей живописи, если его святые были борцами за веру, крепкими и мужественными, то святые Нестерова выглядели просветленными и благостными, тихими и примиренными с жизнью, которую они принимали, как она есть. Но в самой глубине ее находили источники душевной чистоты русского народа. Образ Богоматери был наверху, в левом притворе. Нельзя было смотреть на эту икону без изумления и восторга. Какой неземной красотой сияло лицо Богоматери! В огромных украинских очах, с длинными темными ресницами, опущенными долу, была вся красота дочерей моей Родины, вся любовная тоска ее своевольных и гордых красавиц. Я окаменел, когда увидел впервые эту икону. И долго смотрел испуганно и беспомощно на эту красоту, не в силах оторвать от нее глаз. Много лет потом уже гимназистом, я носил время от времени ей цветы. А внизу, в храме, по субботам, во время торжественного богослужения, пел хор Калишевского. Как пели они, эти мальчики, как звенели их высокие стеклянные голоса, какими чистыми горлицами отвечали им женские, как сдержанно и тепло рокотали бархатные басы и баритоны мужчин. Великим постом на Страстной неделе посреди церкви солисты из оперы пели разбойника благоразумного. Моя детская душа не могла вместить всех этих переживаний. Точно чьи-то невидимые ангельские руки брали ее и как мячик подбрасывали вверх, к самому куполу, к небу. Как радостной страшно было душе моей, как светло. И, наконец, самое главное. По ходу службы из алтаря появлялись в белых стихарях тонкие стройные мальчики, чуть постарше меня, и несли высокие белые свечи. И все смотрели на них. О, как я завидовал этим юным лицедеям! Вот откуда взяло свое начало мое актерское призвание. Потом я стал гимназистом. Мне исполнилось девять лет. Я держал экзамен в приготовительный класс Киевской первой гимназии. Экзамен я сдал блестяще, на пять. Только по закону Божьему батюшка-отец Семен задал мне каверзный вопрос. В какой день Бог создал мышей? Как известно, создание мира шло по определенному расписанию. Был точно указан день, когда Бог создавал животных. И этот день был мне точно известен. Но я никак не мог себе представить, чтобы Бог занимался созданием ненужных и вредных грызунов. Поэтому, подумав, я сказал, Бог мышей не создавал, сами завелись. Экзаменаторы рассмеялись. Тем не менее, я получил пять. Весь приготовительные и первые классы я учился отлично. Потом что-то случилось со мной. Что именно, не знаю. Но я стал учиться все хуже и хуже. И, наконец, меня выгнали из второго класса этой аристократической гимназии, которая к тому времени стала называться Императорской первой Александровской гимназии и окончательно задрала нос. Впрочем, на гимназическом жаргоне воспитанники ее по-прежнему назывались карандашами, несмотря на то, что над веточками их серебряного герба появилась сверху императорская корона. Меня перевели в гимназию попроще. Была она на новом строении, на Большой Васильевской улице. И именовалась Киевская четвертая гимназия. Мы все, мальчишки, были патриотами своей гимназии, презирали другие гимназии. Но самое большое удовлетворение заключалось в том, чтобы лупить карандашей аристократов. С трудом переходил я из класса в класс с переэкзаменовками и двойками и, наконец, был торжественно исключен из пятого класса. В чем же было дело? Я ведь был смышленный и неглупый мальчик. Очевидно, в неправильном воспитании. Тетка моя, Марья Степановна, молодая и, как я уже сказал, изрядно испорченная самодурством, не имела никакого понятия о воспитании детей, тем более мальчишек. Она гневалась, кричала и заставляла меня сидеть за учебниками до полуночи. Погулять, побегать с товарищами, покататься на санках или коньках мне не разрешалось. Собственно, тетка и внушила мне отвращение к учению. — Ты двоечник, — строго говорила она. А если я выучивал уроки, она внушала. — Повторяй пройденное, учи дальше. Таким образом, я был прикован к учебникам, как каторжник к ядру, и выхода не видел никакого. — Учи, не учи, спасения нет, — думал я. И стал обманывать ее и манкировать учебой. В задачник Евтушевского, например, я клал какую-нибудь интересную книгу «Таинственный остров» Жюля Верна или «Всадника без головы» Майнрида, делая вид, что занимаюсь, и бубня что-то вслух, чтобы тетка думала, будто я работаю. Я за поем читал эти интересные романы. А в гимназии, в соответствии с моими знаниями, шли единицы и двойки. Дома за такие отметки меня ждала по субботам неизбежная порка. Тогда я стал подделывать отметки, переправляя их на четверки и пятерки. В конце концов, все это раскрылось. К этому времени Марья Степанна вышла замуж. Муж ее, Илларион Яковлевич, был, в общем, добрый и тихий человек, но совершенно безвольный. Он как-то сразу подпал под влияние своей энергичной и решительной супруги. Инженер по образованию, он был полон какими-то изобретательскими планами и мало замечал окружающую обстановку. Лично ко мне он относился неплохо и даже старался помочь, занимался со мной решением задач по математике. Он ничего не имел против пребывания в его доме бедного родственника и никогда не жалел денег ни на оплату моего учения, ни на мою одежду, хотя получал скромные жалования, что-то около двухсот рублей в месяц. Но когда решительная супруга настойчиво требовала экзекуции, тихий Иларион Яковлевич нещадно порол меня на кухне казацкой нагайкой. Эти истязания только озлобляли меня. Спасти меня, по-видимому, было уже нельзя, тем более, что душа моя тянула совсем не к математике, а к искусству. Но кому до этого было дело? Моей двоюродной сестре Киньке почему-то позволяли посещать драматическую школу Лысенко, а меня, битком набитого всякими талантами, не пускали и жестоко наказывали за мое стремление к театру. Из Киньки так никогда и не вышла актриса, и все эти деньги на ее обучение были выброшены зря. Правда, это были деньги, оставшиеся ей после смерти отца, и таким образом она могла тратить их по своему усмотрению. Но все же. А я, лежа ночами на сундуке, в передней, на грубом солдатском ковре, весь в синяках, избитый и оскорбленный, горько плакал и яростно мечтал о том, как я однажды оболью бензином теткину кровать, и как она будет корчиться в пламени, как сгорит весь этот проклятый дом. Теперь я, конечно, смотрю на все это другими глазами. В конце концов, воспитывать чужих детей никто не обязан, и я стоил им, вероятно, в этом мире немало денег. Спасибо, что не умер от голода, что существую сегодня. Я вырастал волчонком. Начал красть. Крал деньги из комода, открывая ее ключами, забытыми где-нибудь, крал мелкие вещи и продавал их на толкучки. И почему-то был всегда голоден. То ли мне мало давали есть, то ли аппетит был у меня большой, при моем довольно высоком росте. За кражи меня били еще сильнее и упорнее. Но я продолжал красть. И как из меня не вышел преступник, до сих пор понять не могу. По всем законам логики, я должен был стать преступником. Как сквозь сон вижу я через дымовую завесу времени своих гимназических преподавателей. Вот инспектор Моисей Николаевич Пантелеев, с деревянной рукой, полный, стриженный под машинку. Он преподавал математику. Был сух и строг, ибо такую точную науку ангелы не преподают. Он немилосердно резал меня на переэкзаменовках и явно презирал. Нежных воспоминаний о нем у меня, конечно, не могло остаться. Вот Александрович по прозвищу Рыжий, преподаватель истории и литературы, грузный, ленивый, сонный, читавший свой предмет без всякого увлечения. Вот русский француз Станчулов, маленький и подвижный, сын которого Федька, бандит и жулик, держался в гимназии только благодаря отцу. Он приносил нам все новости из высшего света, которые узнавал у отца. Вот немец Ланге, вот учитель географии, прозванный Сапожником, за его длинную черную бороду. Вот батюшка Троицкий, добрый и снисходительный человек, которого мы ни в грош не ставили. Вот учитель рисования Кушнер, злой и раздражительный до предела, который с подзатыльниками выгонял нас из класса за малейшую провинность и, по-видимому, совершенно не выносил нас. Мы были ему явно противопоказаны. — Панерджи! — Панерджи! — кричал он каким-то с давленным голосом, точно подавившись ваты. — Кого ты там рисуешь? — Своего дядю из Нахичевани. В самом же деле Караим Панерджи рисовал в это время осла с длинными ушами, странно похожего на Кушнера. Латынь преподавал некий Волкович, худой веснущатый чиновник с рыжими бакенбардами-котлеткой. Он был визглив и истеричен как женщина и во время уроков доводил себя до припадков, а нас — до ужаса. Таков был состав наших преподавателей. Все это были чиновники, бездушные служаки, педанты и сухари, совершенно не интересовавшиеся ни нами, ни нашим внутренним миром. Если мальчишка учился плохо, вызывали родителей и после двух предупреждений выгоняли из гимназии. На эти вызовы приходили обычно мамаши. Отцы были заняты службой. Мамаши долго и горько плакали в коридорах, выйдя из инспекторской комнаты, и утирали глаза платками. Что они могли поделать с нами? А мы росли, как трава, сами по себе. Зубрилы тянулись и старались, выслуживаясь перед учителями, ябедничая и угождая им. Середники, те, у которых отцы были покруче, кое-как вытягивали на тройки, переходя из класса в класс. А двоечники или изгонялись, или сидели по два года в одном классе. Конечно, самыми лучшими товарищами, самыми веселыми и затейливыми парнями были эти второгодники. Они всегда выручали товарища, оказавшегося у доски, подсказывая ловко и с особым молодечеством. Они острили и паясничали, прикидываясь дурачками на потеху класса. Они скандалили, выводя из терпения преподавателей. Они уже курили и в уборных, и в классе, и даже на улице. Лихо пили водку где-то на квартирах товарищей. Не без успеха ухаживали за горничными. Все они были неглупые и задиристые мальчишки, драчуны и заводилы, которыми мы восхищались и которым тайно подражали. Что же стало с ними потом? Вышли ли они в люди? Думаю, что да. По всяком случае, из всех тех зубрил, которых мне довелось повстречать в жизни, ничего интересного или заметного так и не вышло. Гордостью и сенсацией нашей гимназии был некий Бузя Гуревич, сын киевского Равина. Это был подлинный вундеркинд. Во всяком случае, такого экземпляра мне никогда больше не приходилось встречать. Еще будучи в младших классах, он уже писал сочинения для учеников старших классов. Учась в четвертом классе, выступал на литературных диспутах, поражая всех своей эрудицией. Он участвовал в прениях после лекции академиков, писал стихи, занимался в философских кружках и гремел на литературных судах того времени, приводя в восторг теософских дам. Мог говорить безумолку в любое время и на любую тему, даже не зная заранее, о чем будет говорить. Им гордились все киевские евреи и вся наша гимназия. Ему пророчили блестящее будущее. Спорить с ним никто не решался. А он был хоть и самодовольный, но все же неплохой парень. К нему в дом всегда можно было заскочить, просто чтобы поесть досыта. Правда, делать это нужно было в отсутствии родителей Бузи, которые не переваривали меня, полагая, что я вольнодумец и двоечник, оказывая дурное влияние на их сына. Но Бузя храбро таскал из буфета в столовой остатки завтраков и обедов и всегда старался накормить меня. Он даже снабжал меня своими сорочками, а это не шутка. Он был непререкаемым авторитетом среди нашей молодежи. Не знаю, какую роль он сыграл бы в моей судьбе, если бы я не потерял Бузю из виду в самом разгаре его киевских успехов. За него я был спокоен. Каково же было мое удивление, когда через много лет я встретил его в Париже на кинофабрике «Гомон» в роли скромного сотрудника сценарного отдела. Так и исчез из моей жизни Бузя, не оставив в ней заметного следа. Двоечники же и второгодники сильно повлияли на мою пылкую натуру. Как только приходила весна, мы устраивали чудесные пасовки от карточного слова «пас» то на Батыевы горы, то в Голосеевскую пустынь, то в Дарницу. Обычно утром мы встречались в заранее условленном месте и, оставив ранцы и связки с книгами в какой-нибудь лавочке, шли гулять. Весна еще только высовывала нос на улицу, а мы уже в распахнутых пальто шли ей навстречу. На Батыевых горах снег едва начинал таять, и большие куски его белели в овражках, остекленевшие и грязные, как куски разбитой тарелки. Но сквозь весенние марево уже пробивались синие и белые головки подснежников, лиловили фиалки, высовывался сиреневый сон с серыми пушистыми цветами, чуть начинала зеленеть ржеватая прошлогодняя травка. Мы разводили костер, жарили на палочках старое украинское сало, курили до тошноты и бегали в запуски, собирая хворост, и пили, пили воздух. Украинский воздух! Воистину, это были самые счастливые дни моего детства. Зимой мы устраивали посовки в Киево-Печерскую лавру. Лавра стояла на отлете от города, на высоком берегу Днепра. Она занимала большое пространство со своими церквами, службами, келями, монастырем, помещениями и конторами. С утра до ночи в ней толпился народ. Тысячи богомольцев со всех концов страны заполняли ее. Крестьяне из далеких губерниев, с детьми, узлами, котомками, старики и старухи, нищие калеки, бездомные странники. На специально отведенном для них выгоне за стенами лавры, на высоком обрыве над Днепром, на кучах выгребного мусора, как многострадальные иовы, сидели эти люди. Слепые украинские кобзари с сивыми чубами и усами крутили рукоятки своих стонущих жалобно-копс, примитивных инструментов, и голосили истошными надрывными голосами, рассказывая доверчивым бабам невероятные истории жизни святых и мучеников. Пылкой украинской фантазии плюс необходимость потрясти возбуждение слушателей, иначе ничего не соберешь, уводили этих поэтов и религиозных комментаторов в такие сюжетные дебри, откуда они сами порой не могли уже выбраться. И вдруг неожиданно обрывали свои арии, что называется, на самом высоком формату. Впрочем, в тексты этих арий никто особенно не вслушивался. «Ой, жив соби лазарь, а я його знав, булав його сира свитка, а я и ту украв». Бесцеремонно бубнили они себе под нос. Сердобольные украинские молодицы, с головой укутанные в теплые платки, заливались слезами и кидали трудовые копейки в деревянные чашки, выставленные для сбора пожертвований. Половина этих слепцов была, конечно, симулянтами. Страшные, распухшие от волчанки и экземы калеки с вывороченными руками и ногами, нищие, покрытые язвами, безносные, гнусящие сифилитики, алкоголики, бродяги, карманники, все копошилось на этом гноище, вопило, пело, стонало, молилось, стараясь обратить на себя внимание. У них были свои законы, своя этика и свои порядки. Лучшие места поближе к воротам занимали премьеры, первачи. Некоторые из них были далеко не бедны, имели даже собственные дома где-нибудь в Шулявке или Соломинке. Сидя тут по 10-20 лет, они накапливали себе небольшие состояния и обзаводились семьями. А на все это смотрели, как на службу. Начинали они обычно с мольбы о помощи. Господа милосердные, господа благодетели Божии, трудовники Божии, народы Христовы, топадайте за упокой ваших родителей напоминания. Дайте, не минайте. Не минит вас Бог, Киевский острог, арестантские роты, каторжные работы. Неожиданно с короговоркой издевались они. И добрые люди давали, не вслушиваясь в слова. Не все ли равно, что говорит человек, который просит кусок хлеба? Надо дать, и все без слов понятно. Дуды, кобзы, гусли, цимбалы, свирели, гармоники и свистульки аккомпанировали этому хору поющих, вопиющих, взывающих и глаголищих, жуткому и зловонному скопищу каких-то ошметков человечества. Страшно это было место, и мы обходили его. Нас интересовали пещеры. Глубоко под землей, пересекая даже русло Днепра, шли бесконечные пещеры-катакомбы, вырытые когда-то первыми христианами, которые спасались от языческих гонений. Вырывшие их там жили, там же и умирали, там и погребались. Постепенно православная церковь причислила некоторых из них к лику святых. В узких темных коридорах, вырубленных в граните по правой стороне, одна за другой, шли гробницы с дощечками и именами святых. Их мощи были, по-видимому, набальзамированы в свое время, обтянуты сверху красным кумачом и находились в маленьких нишах тускло озаренных лампадками. Верующие богомольцы прикладывались к ним, целуя кумач, и клали сверху медики на свечи угоднику. Вот эти медики и были предметом наших вожделений. Но как украсть их? Обычно процессию паломников сопровождал какой-нибудь монах со свечой. В пещерах было темно. Люди крестились, молились, а потом нагибались и целовали мощи. Вот тут-то мы и придумали трюк. Нагнувшись к мощам и делая вид, что мы их целуем, мы набирали в рот столько медиков, сколько он мог вместить. Отойдя в сторонку, мы выплевывали деньги в руку и прятали в карман. Бррр, до сих пор не могу вспоминать без отвращения. И на что только не способны мальчишки. Из пещер мы выходили с карманами, набитыми деньгами и сразу накупали пирожных, конфет, папирос и очень весело проводили время. Вот каким босичьем мы были. Несколько позже монахи наконец сообразили, в чем дело. Нас, гимназистов, они вообще перестали пускать в пещеры. А уж если пускали, то следили в оба. В монастырской трапезной бесплатно выдавали постный борщ из капусты и черный хлеб. Этот вид человеколюбия и милосердия богатая лавра могла себе позволить. А за три копейки можно было купить пирог. Большой пирог. Настоящий брандер, как мы его называли. Что за дивный вкус был у пирогов. Одни были с горохом, с кислой капустой, другие с грибами, с кашей, душистые, теплые, на родном подсолнечном масле. Они доставляли огромное наслаждение. Одного такого пирога было достаточно, чтобы утолить любой голод. Впрочем, есть тогда очень хотелось. По субботам и церковным праздникам в нашей маленькой гимназической церкви пел хор, составленный из учеников. Я почему-то не попал в него, хотя у меня был неплохой дисконт и хороший слух. Вероятно, меня не взяли за поведение, а я так мечтал об этом. Каждую субботу и воскресенье мы, гимназисты, выстроенные попарно по классам, стояли на вытяжку посреди церкви. На правом клиросе наше начальство и прихожане, а на левом хор. Спина и плечи немилосердно болели, мы переминались ноги на ногу и часто бегали в уборную покурить и отдохнуть. Отстоять всю церковную службу было нелегко и сесть нельзя было, да и негде. Великим постом хор пел особенно хорошо. Как-то по-весеннему звонко и радостно, точно стая молодых жаворонков. Мы стояли зачарованные этим пением и смотрели, не отрываясь на правый клирос. Там находились приходящие, это были родители и сестры наших товарищей, главные сестры. Что это были за красавицы, все эти Нины и Тоси, Сони и Верочки, Любы и Нади? Какими неземными небесными созданиями казались они нам? Как мерцали их очи, озаренные снизу восковыми свечами? Как взлетали их длинные загнутые кверху ресницы? Какие они были стройные, светлые и лучезарные в своих белых передничках? Как мы были влюблены в них и сами себе боялись в этом признаться? Это было стыдно до слез, страшнее чего угодно. Это была первая, как луч солнца во тьме, ослепительная, сияющая, неосознанная еще, но уже сжигающая, непостижимая, недостижимая, безответная и бескорыстная, чистая, как хрусталь, любовь. Ее даже нельзя было назвать любовью. Это был какой-то огонь, зажженный в сердце, яркий и теплый, который мы несли бережно, как свечу из церкви, чтобы ее не задул ветер. Я даже не помню точно, в кого именно был влюблен. Во всех в них. В этих тоненьких, как березки, девочек. Мы тщательно скрывали друг от друга свои чувства и при встречах с девчонками на улице в вербную субботу, например, даже били их слегка, вербой приговаривая, верба бьет, не я бью. Таков уж был обычай и способ ухаживания. А гимназистов чужих гимназий, увлекавшихся нашими девочками, лупили нещадно. Иногда удавалось познакомиться с девочкой или даже проводить ее дотому. Это уже было огромное счастье. Все парты в моем классе были изрезаны перочинными ножами, и почти на каждой парте виднелись буквы МП. Это были инициалы девочки, в которую была влюблена чуть ли не вся гимназия. Дочь железнодорожника, машиниста, она была на редкость хороша. А как вы думаете, какая у нее была фамилия? Плачка была. Маня плачка была, с ума сойти. И дал же Бог такую фамилию такой красавицы. Мы по безмолвному уговору никогда фамилию эту не произносили вслух, чтобы не давать повода для ненужных острот. Мы говорили просто «маня». Но вернемся к гимназической церкви. Неприходящей мечтой моей было стать церковным служкой. Еще в раннем детстве ужаленной красотой богослужения я мечтал попасть в их число. Но судьба долго не улыбалась мне. И вдруг однажды на уроке закона Божьего отец Троицкий спросил «Кто из вас может выучить наизусть шести псалмия, чтобы прочесть его завтра в церкви?» Я поднял руку. Я мог выучить что угодно в несколько минут. Читал я довольно хорошо, ибо уже тогда во мне были все задатки актера. Ну, попробуй. Я взял в руки книгу псалмов и с чувством, толком и с расстановкой прочел ее единым духом от доски до доски, не жалея красок и интонаций. Батюшке понравилось мое чтение. «Молодец», похвалил он, «приходи завтра пораньше в алтарь, выберешь себе стихарь». И так моя мечта сбылась. Стоит ли говорить, что я не спал всю ночь? К утру я знал шести псалмия на зубок. Придя вечером в церковь за два часа до начала службы, я прежде всего бросился примерять стихари. Увы, ни один из них мне не годился. Я был долговяз и худ, а стихари были сшиты на обычный рост и едва доходили мне до колен. «Читай без стихаря», сказал батюшка. Но какой же интерес это представляло для меня. Я со злостью швырнул стихари куда-то в угол и сказал, «Пусть вам монахи читают». И ушел. В мои гимназические годы по Киеву ходил человек с осанкой профессора в весьма живописных и даже несколько театральных лохмотьях с большой суковатой палкой и сиплым пропитым голосом предлагал прохожим тоненький сборничек стихов. Прохожие покупали жалости. Это был скрытый вид попрошайничества. Сборничек назывался весьма жалобно «Увядший букетик». А автор его известный всему Киеву пьяница Ники Пучков бывший студент и окончательно опустившийся алкоголик. Стежки были весьма мизерабельные. Увял букетик мой А сколько жизни было в его зелененьких листках и разноцветных лепестках и все увяло все отжило. К сборнику этому больше подходило другое название «Телячьи нежности» например. Но нас удовлетворял и букетик. Отпечатан он был в типографии и кормил автора или вернее поил довольно долго года три. Продав штук пять экземпляров он шел на базар в обжорку и напивался. Мы гимназисты покупали у него эту княжонку принципиально чтобы показать мещанам до чего они довели поэта. У каждого из нас было по несколько штук этого букетика. Свою вступительную речь поэт начинал так. «Пардон, мсье, волей судеб очутился вне бортов общественного положения, скитаясь в океане бури невзгод, нуждаясь в сентиментальной поддержке, ибо не от ни сантима. «Доне муакель кшос пурбуар» и мы давали последние пятаки, сбереженные от завтраков. Надо же было поддерживать искусство. Из всех квартир, где мы жили в годы моего детства, я хорошо помню только три. Первую, о которой уже писал на Фундуклеевской улице, где прошли самые ранние дни моего детства. Там был сад, выходящий к обрыву в Афанасьевский яр, где мы в ямке песка варили кисель из бузины, где мальчишки нашей стороны целыми днями перешвыривались камнями из рогаток и закидачек вроде прощи с мальчишками той стороны. В доме этом жила чудесная Лида Дымко, дочь хозяина. А потом не менее чудесная тоже Лида и тоже дочь хозяина Лучинская. Там на Фундукеевской у меня было два товарища поляка мальчики Тацик и Вацик или как мы их называли Тазик и Вазик восьми и девяти лет. Неподалеку на Бибиковском бульваре находилась аптека их отца провизора Кациновского. Она и до сих пор существует. В витринах аптеки стояли два огромных сосуда для рекламы, наполненные один красной, а другой зеленой жидкостью, освещенные сзади. Я был уверен, что в одном из них клюквенная вода, а в другом грушевая. Однажды Тазик и Вазик украли из открытого окна у какого-то квартиранта три рубля, лежавшие на столе, и накупили халвы, тянучек и конфет на все деньги, угощая ими весь двор. Их обоих немилосердно высекли, разумеется. На Фундуклеевской в маленьких грязных ловчонках торговали французскими булками, халвой, керосином и, главное, конфетами. Но какими конфетами? Только одну копейку стоил столбик, довольно большой, кисленький, приятный, твердый и стойкий, долго не таявший во рту и глящий наслаждение до бесконечности. Четверть фунта халвы продавали за пятачок. Вот только денег не было, чтобы покупать все эти райские сладости. А французские булки в ловчонке пахли керосином, и тетка строго-настрого запрещала их покупать. Нужно было покупать в настоящей булочной, на большой подвальной у септера. Но септер был далеко, идти туда не хотелось, и я, пренебрегая запретом, упорно покупал булки в соседней ловчонке. К запаху керосина примешивался еще запах лампадного масла, ибо хозяин был верующий старик, старообрядец, и в лавке горело много лампад, которые ежеминутно гасли, и которые он сам лично заправлял новыми фитильками, а потом, отерев руки о фартук, отпускал покупателям товар. Помню еще большой гастрономический магазин Мирзоева, но это уже было на другой квартире, в обсерваторском переулке, куда мы переехали позже. Жили мы там на втором этаже, в глубине двора находился сад, и изумительная сирень росла там. Сирень была густого, темно-бордового цвета, и еще белая, пышная, душистая, и еще персидская, синевато-люловая. Я безжалостно обламывал ее, нарывая ночью букет, и относил, домой нельзя было, конечно, хозяйке гастрономического магазина, толстой и приветливой даме, которая однажды пораженная любезностью мальчишки, подарила мне большую плитку шоколада. Почти рядом с нашим домом на этой квартире была дружина вольно-пожарного общества. В огромном сарае стояли бочки с водой и насосы, и тут же в стоилах топтались приготовленные купляшки кони. А наверху была колонча. Днем и ночью ходил вокруг нее по маленькой площадке дежурной часовой. Если замечал где-нибудь пожар, звонил в колокол. Тогда моментально раскрывались двери, запрягались лошади, первым выскакивал передовой верхом на коне, а через полторы-две минуты за ним вылетала уже вся команда. В ослепительно начищенных касках, смелая, горячая, способная на любые подвиги, она была неотразимо прекрасной. С лестницей, с топорами и баграми, с особым шиком, едва держась одной рукой за поручни, стояли пожарные. Грохоча колесница уносилась вдаль, похожая на колесницы римских гладиаторов. Как я завидовал им! Я мечтал, что когда вырасту, обязательно стану пожарным. А тут еще, как назло, под носом потрясающий пример. В числе дружинников был один наш гимназист восьмого класса, красавец, парень, высокий, стройный и сильный. Он казался мне настоящим героем. В детстве сам с собой я играл только в пожарных. Учтя мои восторги, один сообразительный пожарник продал мне поломанную медную каску, собственно говоря, полкаски, за рубль, которую я в тот же день украл из комода тетушки. Это была большая по тем временам сумма денег. Выпорали меня здорово. только теперь я понимаю смысл моих поступков. Все это были симптомы и признаки моего неодолимого желания и призвания быть актером. Наша последняя киевская квартира находилась в железнодорожной колонии за вокзалом. Надо было перейти железнодорожные пути, и вы оказывались в маленьком городке с одноэтажными домиками, окруженными цветущими палисадниками. В колонии этой находились вагонные и паровозные мастерские юго-западных железных дорог. Дядя мой Илларион Яковлевич муж тетки заведовал вагонным цехом. Ему по должности полагалась казенная квартирка из пяти комнат с ванной и кухней с верандой выходящей в небольшой садик. В саду были несколько старых деревьев выкрашенные в зеленый цвет беседка а вдоль невысокого забора стояли серебристые украинские тополя клейкие душистые весной а летом засыпавшие улички или линии как они назывались своим белым легким пухом. Я любил этот садик. В нем были кусты малины смородины несколько грядок клубники можно было потихоньку рвать эти чуть начинающие поспевать ягоды и наедаться зеленой кислятиной до боли языка. Зимой можно было сбивать палками еще уцелевшие с лета где-то на верхушках деревьев крупные волошские орехи, лепить бабу из снега или просто бегать с собакой баяном, воображая себя то пожарным, то путешественником, попавшим на плавучую льдину, то робинзоном. Особенно запоминались праздники. На Рождество в Сочельник после тщательной уборки в квартире натирали полы. Здоровенный веселый мужик Никита танцевал на одной ноге по комнате с утра до вечера, возя щетками по полу и заполняя всю квартиру скипидарным запахом мастики и собственного пота. Потом тот же Никита приносил с базара высокую пышную елку. Елку укрепляли в спальне и она оттаивая наполняла квартиру уже другим запахом запахом хвои, запахом Рождества. Этот запах заглушал мастику. Старый кот Конуська подозрительно глядел на елку, долго и тщательно обнюхивал ее, немилосердно чихая при этом. На кухне одна из Натали варила обед или, вернее, ужин, потому что в этот день ничего нельзя было есть до вечерней звезды. Это не мешало мне, конечно, воровски наедаться всяких вкусных вещей, которые пеклись и жарились к ужину, и которые я виртуозно таскал из буфета под самым носом тетки и кухарки. А в шесть-семь часов вечера, когда сгущались сумерки, высоко в темно-синем украинском небе, прямо над большим тополем во дворе, зажигалась звезда. Крупная, нежно-зеленоватая, единственная на фоне быстро темнеющего неба. «Это моя звезда», сказал я себе однажды и с тех пор часто смотрел на нее вечерами, отыскивая ее первую на вечернем небе. Я разговаривал с ней, поверяя ей все свои детские планы и желания. А она тихонько мерцала своими золотыми ресницами, точно во всем соглашалась со мной. Потом я уехал из Киева и потерял ее. И теперь, как-то попав в Киев, я пошел на эту квартиру и уже не нашел ни садика, ни тополя, ни звезды. Итак, в семь часов подавали ужин. На первое был украинский или, как его называли, гетманский борщ. Подавали его в холодном виде. Был он, конечно, постный, без мяса, приготовленный на чистом подсолнечном масле. В нем плавали балабушки, маленькие шарики из молотого щучьего мяса, поджаренные на сковородке, потом маленькие пельмени, начиненные рубленными сухими грибами, потом маслины и оливы, потом жаренные, опять же, на подсолнечном масле, небольшие карасики, вываленные в муке. Еще к борщу подавались жареные постные пирожки с кислой капустой, или с кашей, или с грибами. На второе была огромная холодная рыба, судак, или карп, или щука. Потом шла кутья, рисовая кутья с миндальным и маковым сладким молоком в высоких хрустальных кувшинах и взвар или узвар из сухих фруктов. И еще компот из яблок, чернослива и апельсинов. Что это был за ужин? Нельзя было оторваться от него. В столовой потрескивал камин, за белыми оледенелыми стеклами окон, разрисованными китайскими причудливыми узорами мороза, смутно качались деревья в саду, седые мохнатые атыния и снега. А я, маленький, глупый и нежный, но уже поэт, писал «И в снегах голубых за окном мне поет божество». Да, воистину, это пело божество. Это был зимний рождественский гимн. Потом зажигали елку, убирали ее заранее. Сначала вешали на нее крымские румяные яблочки, потом апельсины и мандарины на красных гарусных нитках, потом золотые и серебряные орехи, потом хлопушки, потом конфеты и пряники. Все по порядку. Потом игрушки, а под самый конец свечи. Елка стояла нарядная, огромная, до потолка и была похожа на какую-то древнюю царицу, разубранную в жемчуга и парчу, гордую и прекрасную. Я долго смотрел на нее, пока не догорали свечи и комнаты не наполнялись особым угарным дымком от чуть подожженных веток и запахом парафина. Потом елку тушили и все шли спать. А я еще долго ворочался на своем деревянном сундуке в передней, где я спал на твердом солдатском ковре и мечтал. О чем уже не помню. Ночью, когда все засыпали, я тихонько вставал и таскал апельсины, конфеты и пряники, которые и съедал тут же, вынимая из-под подушки. Напротив нас жила семья Держинских. Старшая из их дочерей Танечка хрупкая и нежная была больна ревматизмом в очень тяжелой форме и еле передвигалась с помощью палки. А младшая Ксеша наоборот была крупной и здоровой девушкой. Таня ничего не делала, занималась только, кажется, музыкой. А Ксеша училась петь у преподавательницы пения Флоры Паш. Впоследствии Ксеша стала, как вероят, вы знаете, прекрасной певицей Большого театра Ксении Держинской. Она умерла недавно. Держинская умерла в 1951 году здесь и далее примечания редакции. Я встречался вначале с ними по-соседски в палисаднике и даже был принят у них в доме. Но по мере своего падения стал видеть их все реже и реже. В дом к ним меня уже не пускали, как опасного, дурно влияющего на девушек молодого человека. Потом я вообще исчез с их горизонта и встретил Ксешу только в 1948 году, вернувшись на родину из-за границы уже известной певицей незадолго до ее смерти. Тани я так и не видел с тех пор. А когда-то я был в нее немножко влюблен. Впрочем, не я один. Были там в колонии благовоспитанные мальчики Саша и Ваня Ватагины учившиеся на золотые медали, которых мне постоянно ставили в пример и которых я за это ненавидел. Они тоже были неравнодушны к Тане. Вот и все почти о нашей колонии. Собственно, ничего интересного в ней не происходило. Впрочем, одну забавную историю я все же хочу рассказать. У нас в доме жила четвертая или вернее первая самая старшая из сестер моей матери тетя Соня. Была она уже очень пожилой и, кроме того, что отличалась совершенно невыносимым характером, была еще почти совсем глухой от рождения. Жила она в темной конурке, отгороженной перегородкой от передней, где умещались только ее кровать и сундук. Вот этот сундук с раннего детства был предметом моего любопытства. Но тетя Соня не любила открывать его, а тем более показывать кому-нибудь его содержимое. Был он изнутри весь оклеен картинками, которые привлекали мое любопытство. Эти лубочные картинки обычно продавали шарманщики, бродившие по дворам, и стоили они пятачок штука, причем вдобавок еще давалось напечатанное предсказание судьбы. Их обычно покупали кухарки, желавшие узнать, чем же кончится их роман с пожарником или городовым, горничные и модистки, влюбленные в приказчиков галантерейных магазинов или военных писарей, знаменитых сердцеедов того времени. А картинки были яркие и ядовитые. Вот мчится тройка почтовая, лихач Кудрявич, Маруся отравилась, бой русских с кабардинцами и так далее. Заметив, что тетя Соня полезла в сундук, я вертелся возле нее до тех пор, пока она меня не выгоняла из своей коморки. Кроме этого волшебного сундука, я еще очень любил ее маленький, почти игрушечный самоварчик, который она ставила всякий раз, когда была не в духе или в ссоре с тетушкой, чтобы не иметь ничего общего с проклятой мошкурягой, как называла Марья Степановна в минуты гнева. Самоварчик этот был предметом моего восторга с самых детских лет. Он кипел по-настоящему и уютно урчал, пуская струи пары. Чай и сахар у тети Сони всегда были, и, отрезав краюху хлеба на кухне, она аппетитно пила свой собственный чай, проклиная всех и все на свете. Иногда и мне перепадала чашка из этого самоварчика. Она ненавидела почему-то баранину, и считала, что ее готовят иногда к обеду специально ей назло. Причем это было всякий раз, когда к обеду подавали телятину. Она плевалась и ругалась и отказывалась от обеда. Зато когда действительно подавали баранину, она ее ела с большим аппетитом и говорила «Отце добра телятина!» Каждый год на крещение она ходила к Днепру на водосвятие и приносила оттуда большую винную бутылку свеченой воды. Мы все, конечно, выпивали по глотку, но много ведь воды не выпьешь, а выливать нельзя, грех, и она ее прятала куда-то. Я имел счастье быть с ней в приличных отношениях. Мне она жаловалась на свои невзгоды притеснений Марьи Степан и, главное, я разговаривал с ней, тогда как другие не любили кричать ей на ухо, и поэтому она ничего не знала и жила бы в вечной тишине, если бы не я. Меня же она еще жалела как сироту и даже плакала, когда меня лупили. Однако к сундуку меня не допускала. «Умру, все тебе останется», говорила она. Умерла она нескоро. Я уже давно уехал и жил за границей, когда до меня дошло известие о ее смерти. Ей было около восьмидесяти лет. В сундуке ее, который она согласно обещанию завещала мне, нашли сорок бутылок свеченой воды. Все же раз в жизни я получил наследство. Кроме родных теток, сестер матери, имелись у меня еще и двоюродные, их было довольно много. Я запомнил хорошо только двух, тетю Маню и тетю Саню. Обе были помещицы, одна побогаче, другая победнее. Та, что победнее тетя Маня, была худая и нервная старая дева. Жила она на хуторе Озерище в небольшом именнице, где был деревянный довольно старый дом, в котором скрипели половицы и небольшой флигелек. Вокруг росли яблони и вишни, тоже старые. Был широкий двор с амбарами, клунями, как их называют на Украине, отгороженный тыном, со скрипучими воротами. И дальше влево скотный двор, всегда грязный от навоза, где находилась большая изба доработников. Там же была и конюшня. На конюшне стояло пять-шесть лошадей. Одна, которая звалась мужик, была настолько доброй, спокойной и благодушной, что на ней позволяли кататься детям чуть ли не с пяти лет. Ее седлали, и я мог целыми днями кататься по двору или по лесу. Правда, при всей своей терпеливости она иногда возмущалась столь неопытным и требовательным седоком и вдруг отказывалась идти дальше. Тогда она останавливалась посреди двора, и никаким кнутом уже нельзя было ее сдвинуть с места. Оставалось только одно — слезть, что я и делал. Тогда она весело убегала в конюшне. Семью тети Мани составляли отец ее Михаил Петрович, отставной армейский полковник, больной, старый и раздражительный, с резким крикливым голосом. Он был ревматик. У него тряслись руки и ноги, так что его надо было водить и кормить с ложки, потому что попасть ложкой в рот он не мог. Он был довольно добродушный человек, хотя и орал целый день на девок красивых, глазастых, языкастых и лукавых, с чудными, певучими, переливчатыми украинскими голосами. Девчата его нисколько не боялись, но красота и молодость их, по-видимому, его раздражали. Бабушка, обыкновенная кругленькая старушка, которая, как и все украинские хозяйки, была большой искусницей в приготовлении всякого рода наливок, мишневок, черносмородиновок, малиновок и настоек. То на зверобое, то на почках березы или смородины, то на шалфеи или мяти. Настойки предназначались для лечения всех болезней, вплоть до коликов и прострелов в пояснице. Докторов тогда было очень мало, и жили они далеко в уездных городах, а до любого города скачи не доскачешь. Поэтому вся медицина и фармакопея были домашними. Гордостью ее продукции были два напитка варенуха и спотыкач. Варенуха готовилась так. Сначала варились травы. Какие, это знала только одна она. Потом добавлялся мед, потом взвар из сухих фруктов. Все это смешивалось, в смесь добавлялась водка или спирт, потом процеживалось через кисию и разливалось по бутылкам. Вкус у этого напитка был небесный. Такая бутылка иногда вынималась вечером из чуланчика, к ней подавались печеные яблоки. И остальное вам ясно. А другим шедевром был спотыкач. Делался он просто. Когда из большой сулии сливали наливку и разливали ее по бутылкам, то оставшиеся в ней ягоды заливались тепленькой водой. Ягоды отходили в воде и выпускали из себя весь спирт, который они в себя впитали. Спотыкач был крепче всех настоек на водке и буквально валил с ног. Бабушка еще отлично варила, пекла и жарила всякие вкусные вещи. Поленицы, кныши, оладьи, пироги, постные и скоромные блины, кулебяки и прочее. Коптила гусей, мариновала грибы, делала летом изумительную окрошку из раков. А вареники с вишнями и сметаной, а цыплята, фаршированные пшеном. А зимой к Рождеству, когда кололи кабана, бабушка готовила украинскую колбасу крупной резки, которую держали слегка обжаренную предварительно на сковородке в растопленном сале. И она сохранялась долго всю зиму. И по мере надобности от ее колец отрезали кусок и жарили с луком и салом. Из крови делали кровяную колбасу. Кишки, начиненные гречневой крупой или пшеном, подавались к борщу горячими прямо со сковороды. Потом шли всякого рода заливные и студни. А в кладовках зимой целыми огромными пластами висело сало розовое с коричневыми прожилками, мягкое и вкусное, в особенности с черным хлебом и чесноком или луком. Иногда братья уезжали в ночное, чтобы развлечься, и всегда брали с собой это сало. Как вы понимаете, я увязывался с ними. А какую ветчину запекала в ржаном тесте бабушка, кладя под него лед? А медвежье окорока? А седло дикой козы? Да разве перечислить все, что умела готовить эта чудная старушка? Большая была хозяйка. Теперь уж нет таких. Время не то. Некому этим заниматься, да и не у кого учиться. Вспоминая, только расстраиваешься, и еще, не дай бог, накличешь такой аппетит, что и насытить нечем. То ли дело теперь. Купишь двести граммов ветчины, простояв за ней часа два, и наслушавшись всяких ядовитых словичек от баб. Куда и лезешь, моя очередь. Позвольте, гражданка, я уже час тут стою, все видели. А я, может, тут и ночевала, у меня, может, инвалидность первой степени, а он лезет, тоже хам какой-то. Позвольте, но зачем же оскорбление, ведь я же вас ничем не оскорблял. Но она не слушает. Надел желтые ботинки и думает, что он у себя в Лондоне тоже барон. И так далее. Затолканный, оскорбленный, измученный, зажмешь наконец эту ветчину, принесешь домой, она уже в рот не лезет и думаешь, нет, лучше чаю попить с хлебом. Бог с ними этими гастрономическими изысками. Век такой, все торопятся, все спешат, наступают на ноги, бабы злые, как оводы. А раньше жили не спеша. Выходили замуж, рожали детей в более или менее спокойной обстановке, болели обстоятельно, лежа в постели по целым месяцам, не спеша выздоравливали и почти ничем, кроме хозяйства, не занимались. Без докторов, без нудных анализов, без анкет. Наша нянька, заболев, на вопрос, что с тобой, отвечала всегда одно, что с меня у грудях пече. А болезни-то были разные. Умирали тоже спокойно. Бывало, дед какой-нибудь лет в девяносто пять. Решал вдруг, что умирает. И пора уже давно. Дети взрослые, внуки уже большие, пора землю делить. А он живет. Вот съедутся родственники, кто откуда. Стоят, вздыхают, ждут. Дед лежит на лавке под образами в чистой рубахе. День, два, три, не умирает. Позовут батюшку, причастят его, соборуют, не умирает. На четвертый день напекут блинов, оладий, холодца наварят, чтобы справлять поминки по нем. Горилки привезут, ведра два, не умирает. На шестой день воткнут ему в руки страстную свечу. Все уже с ног валятся, томятся, не умирает. На седьмой день зажгут свечу. Дед долго и строго смотрит на них, потом, задув свечу, встает со смертного одра и говорит «Не, не будет дела» и идет на двор колоть дрова. А теперь не успеешь с человеком познакомиться, смотришь, уже надо идти на его панихиду. Люди кокаются, как тухлые яйца, у всех склерозы, давления, инфаркты. И неудивительно, век такой сумасшедший. От одного радио можно с ума сойти, а телефоны, а телевизор, а всякие магнитофоны, ужас, кошмар. И все это орет, как зарезанное, требует, приказывает, уговаривает, поучает, вставляет вам в уши клинья. И везде, в собственном доме, на улице, в магазинах, в учреждениях, у соседей, где хотите. И заметьте, что это просто садизм какой-то. Люди иногда даже не слушают, например, радио, а выключить не позволяют. Пусть говорит. Зачем? Так. Они точно боятся, что если оно замолчит, то будет хуже. Не дай бог еще что-нибудь случится. Сплошное засорение мозгов какое-то. Не почитать, не подумать, не сосредоточиться невозможно. А вечером дети садятся за телевизор, выгнав главу семьи из кабинета. И сладкие приветливые, очень миленько причёсанные теле тёти начинают рассеропливать какую-нибудь копеечную историю с музычкой и танцами или показывать захудалый фильм 25-летней давности, где играют молодые актрисы, которые уже, слава богу, старухи, которых уже побросали четвёртые мужья, которые никак не могут бросить сцену. И вы думаете, да чего же эта корова закатайская была когда-то худенькой и хорошенькой. И прямо дивы даётесь. Я ненавижу телевизор. Из-за него приходится выкидываться из кабинета уже в семь часов вечера. Приходят подружки дочерей. Я собираю свои несчастные листки и черновики и иду покорно в столовую работать. Если там не гладят и не краят. Пристроившись где-нибудь на уголке, я с трудом выковыриваю из головы какие-то воспоминания, крепко закрыв три пары дверей, чтобы не слышать, как уважаемые товарищи по искусству орут благим матом, изображая волевых людей и героев. За что мне сие? Даже разложить свой материал на столе нельзя как следует. Стол завален учебниками, трогать их нельзя. Дочки вернутся после телевизора доделывать уроки и так далее. А меня сейчас уговаривает купить магнитофон. Нет. Дудки через мой труп. Так вот раньше ничего этого не было и в помине. Помню, был у тети Мани на хуторе музыкальный ящичек, который играл две-три песенки, да и тот был сломан. Вторая моя тетка, тетя Саня, жила побогаче. У нее было именница хутор Мацаковка около Золотоноши. Фруктовый сад занимал пятьдесят десятин и был ее гордостью. Там росли яблони всех сортов Ранета, Антоновка, Золотой Пармен, Кальвиль и другие сорта. Груши Бера, Дюшес, Принц Мадам, Лимонные Бергамоты, была Клубника Виктория, Ананасная, Лесная и прочее, Смородина, Крыжовник, Малина белая и Красная, Розовая и белая черешня, Шпанка, Бледно-красная вишня с косточкой, которая была видна насквозь, Вишни черная, крупная, сладкая и кислая, Абрикосы, Морели, Персики. Перед домом были разбиты клумбы. Каких цветов только там не было. И резида, и флоксы, и маргаритки, и астры, и бегонии, и гладиолусы, и низко стелющиеся по земле разноцветным ковром декоративные растения, и герань, и сирень, и хризантемы, и георгины, и мальвы, и жасмин, и крученные панычи, лиловые, как колокольчики, которые велись вокруг окон и беседок и закрывали весь фасад дома, и гиацинты, и розы. Всех сортов розы, огромные величиной с чашку, и мелкие, вьющиеся, чайные, бледно-желтые, разливающие к вечеру свой аромат. И белые, почти голубые, без запаха, чистые, прекрасные, как католические девственницы монахини, гордые и холодные, в недоступной красоте своей. На конюшне стояли кони, их было штук десять, одни для верховой езды, другие для упряжки. Были фаэтон, коляска на рессорах, шарабан и линейка. Все это прельщало и восхищало мой детский ум. Я мог целыми днями торчать на конюшне, наблюдая, как чистят, кормят и прогуливают лошадей. А обеды у тетки был повар Леонтий. На первое, например, он подавал украинский борщ из свежей капусты, затолченной салом и чесноком, с молодыми голубями, фаршированными пшеном с укропом. Голубей вынимали из борща и подавали на блюде. Потом были караси в сметане из собственного ставочка. Потом какая-нибудь тетерка или дрофа, которых подстрелили кузены. Потом мечта всей моей жизни вафельный пирог с малиновым вареньем и сбитыми сливками. Я отъедался вовсю, ведь в городе у тетки я вечно был голоден. Часто едва вставал из-за стола, а через два-три часа снова хотелось есть. Тетка Саня была добрейшая и милейшая тетушка. Полная, рыхлая и добродушная она уютно сидела на том месте, на которое посадила ее судьба. В июле в Мацоковку к концу полевых работ, когда весь урожай уже бывал снят и тетка ждала покупателей, приезжал старый еврей Шевель, худой, длинный, с кнутовищем в руке и в долгополом пыльнике. Он подолгу сидел с теткой в гостиной, торгуясь с ней мягким, теплым и ласково убедительным голосом. Бил на чувство, разжалобливая ее описанием своих бед и несчастья, и покупал весь урожай за полцены, за какой-нибудь тысячу две рублей. Тетка, давно не видевшая денег, была весьма им довольна и отказывала из-за него другим покупателям. Шевель был тонкий сердцевед, и тетка к нему благоволила. Кроме того, у него всегда можно было одолжить пару сот рублей в счет будущего урожая. Много милых сердцу воспоминаний связано у меня с мацоковкой. Помню, однажды я приехал туда перед Пасхой. Была звонкая голубая стеклянная весна. Пасха была в апреле, уже прилетели журавли, и на крыше старой каморы появился первый одинокий аист, озабоченно заготовлявший гнездо для своей семьи. Целыми днями он таскал в клюве сухие ветки и прошлогодние листья, как заботливый муж, которому жена поручила заранее приготовить квартиру к переезду. Уже степенно ходили за плугом по борозде в поле солидные серьезные грачи и поедали червей. Уже в солнечные дни где-то очень высоко в небе кувыркался невидимый жаворонок. Набухали почки сирени в саду, распускалась верба над прудом. Старые общипанные галки и вороны, намерзшиеся за зиму, чистили свои мокрые перья, сидя на плетнях и хрипло кашляли, как ночные сторожа, греясь на солнце и оживленно болтая на своем птичьем языке. А в небе тоже шла предпраздничная уборка. Там передвигали, выбивали и выколачивали огромные белые перины облаков, на которых, вероятно, всю зиму спали ангелы. К заутренне ездили в песчаные за двадцать верст в маленькую деревянную церковь к отцу Ионе. Служба была длинная и торжественная. Сочно гудел чудесный украинский хор, состоявший из девчат и парубков. В двенадцать часов ночи пели Христос воскрес и обходили крестным ходом вокруг церкви. Потом отстаивали раннюю обедню и ехали большой компанией со священником к нам в Мацоковку разговляться. В гостиной уже ждал огромный стол, накрытый скатертью и украшенный гирляндами зелени. Чего-чего на нем только не было и поросята, и индейки, и гуси, и куры, и медвежий копченый окорок, и ветчина, запеченная в тесте, и вазы с яйцами всех цветов, от красных и синих до цвета майского жука, серебряных и золотых. И целый холодный осетр на блюде с куском салата во рту. И сырные пасхи, шоколадное, сливочное, лимонное, запеченное ванильное, и кренделя, и торты, и вазы с фруктами, и конфеты, и пирожные. Между всеми этими яствами трогательно поднимали свои головки нежные ранние гиацинты, синие, голубые, розовые, желтые. Было шумно и весело, было много молодежи. Барышни, дочери окрестных помещиков и земской интеллигенции, разодеты в кисейные белые платья, долго вертелись перед зеркалами, охорашиваясь и поправляя прически и бантики, наконец, рассаживались по порядку. По соображениям ей одной известным, тетя рассаживала будущих женихов и невест рядом, на одном конце стола, а стариков отдельно на другом. Кузены выбирали себе, конечно, самых интересных девиц. Насколько мила и добра была тетя Саня, настолько сыновья ее, мои кузены, были типичными помещичьими сынками. Старший Володя учился в Киеве в аристократическом закрытом заведении коллегии имени Павла Галагана. Принимали туда только юношей дворянского происхождения и жили они на полном пансионе в прекрасном особняке с садом на Фундуклеевской улице. Это учебное заведение было предметом моих детских мечтаний. Почему? Во-первых, потому, что кормили там чудесно, а во-вторых, потому, что формой был штатский черный костюм с белой рубашкой и галстучком и штатское черное платье. И только на черной же мягкой фуражке был золотом вышед герб заведения КПГ. Нас гимназистов не пускали ни в оперету, ни в шантан, ни в ресторан, а они ходили куда им угодно в своем штатском платье и только фуражку прятали в карман пальто. Без фуражек это были вполне штатские молодые люди. Денег у них было много и они кутили по ночам, шляясь по всем кабакам Киева. И хотя в двенадцать ночи им полагалось находиться в постели, они входили в стачку со сторожами и педелями и возвращались в свой дортуар под утро через окно. В этом даже были своего рода пикантность и молодечество. И они об этом рассказывали не без гордости. Учились там, конечно, плохо. Отношение к этим жеребчикам было сверхгуманное и они свободно переходили из класса в класс. В нашей гимназической демократической среде они были предметом зависти и восхищения. Володю и Сережу тетя Саня, конечно, определила туда, ибо ни в одну гимназию они не смогли бы попасть при своих скудных знаниях. Сережа скоро из коллегии выгнали, это был настоящий недорсль, ненавидевший учения вроде меня, а Володя кончил коллегию и поступил в университет, продвигаясь неуклонно вперед при помощи товарищей, бедных студентов, которые за деньги держали за него экзамен. В конце концов, Володя стал прокурором, а Сережа женился на дочери псаломщика и остался в имении разводить овечек. Через год-два женился и Володя на дочери жандармского генерала Захирьяшевича. Расставшись с ними задолго до революции, я уже больше никогда их не видел. Рано или поздно лето кончалось и надо было возвращаться в Киев. В городе жилось мне в общем плохо. Из гимназии меня то и дело выгоняли, ботинки мои, да и гимназическая форма изнашивались довольно быстро. Я носил фуражку с гербом гимназии, где цифра 4, четвертая, была уже выломана и оставались одни дубовые листики. Обыватели смотрели на меня с презрением, в Киеве на Подоле на Александровской улице был целый ряд магазинов готового и поддержанного платья и обуви. Приказчики были стопроцентные жулики и жучки. Они стояли перед дверями своих магазинов прямо на улице и ловили покупателей. «Панич, купите диагоналевые бруки!» кричали они и хватали за фалды прохожих, таща их в свои магазины. Сопротивляться было невозможно. «Мне не нужны брюки?» пробовали защищаться. «Тогда купите дров!» «Но зачем мне дрова?» «Тогда купите гроб!» издевались они. «Смотри на него! Что он хочет?» Удивленно пожимая плечами, спрашивали они друг друга. «Псих какой-то! Не знает, что ему надо!» «А мне ничего не было надо, вот и все. У меня не было денег ни на брюки, ни на дрова. А если уж удавалось скопить рубля-полтора, и я шел к ним, чтобы купить подержанные ботинки, ибо мои совсем уже расползались, то, будьте уверены, они всучивали мне абсолютную дрянь, кое-как подклеенную картоном и замазанную чернилами. Ботинки эти распадались через полчаса. Ох, жулики, жулики, царство вам небесное! Прощаю вас ото всей души. Спасибо вам за детство, за то, что мне есть, что вспомнить. Киев, Киев, дорогой мой и любимый Киев! Раз в году в феврале была так называемая контрактовая ярмарка, на которой съезжались купцы и фабриканты для заключения сделок и договоров на поставки товаров. Территория под эту ярмарку отводилась на том же Подоле. Чего-чего туда только не навозили. Ковры, сукна, материи, шелка, посуду, меха, полотно, белье, кисию, бархат, обувь, золото, серебряно-ювелирные изделия, драгоценные камни, духи и мыло, яичное, сосновое, земляничное, дегтярное, туалетное, издававшее резкий, бьющий в нос запахи на всю площадь. Продавали его казанские татары в тюбетейках. Продавцы ковров из Армении, любезные и ласковые, бойко, зазывали женщин, играя красивыми черными глазами с длинными почти женскими ресницами. Какие-то восточного вида торговцы, пальцы сплошь унизаны кольцами, ловко раскладывали шелка перед восхищенными дамами, щедро разбрасывая свой товар на прилавке. Старые сивые украинцы с чубами времен Запорожской Сечи торговали глиняной посудой, макитрами, кувшинами, мисками, горшками, расписными кониками. Приезжие персы продавали халву всех сортов, рахат лукум, заливные орехи, миндаль и фрукты в сахаре. Духи, одеколоны, пудру, помады всех цветов, восхваляя их качество, продавали какие-то одесситы. Оренбургские пуховые платки, косынки, ситец, кумач, полотно иступленно кричали приказчики. В балаганах зазывалы показывали женщину с бородой и сросшихся близнецов. Все это гудело, орало, свистело, требовало, звало, уговаривало. Тульские пряники, казанское мыло, астраханские сельди, саратовские сорпинки. А надо всем этим стоном, ором и звоном отчаянными воплями захлебывались умирающие черти. И высоко в голубое небо улетали неожиданно оторвавшиеся разноцветные воздушные шары. Мы бродили по ярмарке целыми днями и вместо того, чтобы идти в гимназию, весело проводили время, радостно впитывая в себя весь этот весенний шум и гамп и разглядывая яркую, залитую солнцем толпу. Там же на подоле несколько в стороне стоял каменный двухэтажный дом. Это был знаменитый контрактовый зал. Днем в нем кипела торговая жизнь, заключались и оформлялись разного рода сделки, а вечерами зал этот сдавали под любительские спектакли за 10 рублей в вечер. Контрактовый зал стал моей актерской колыбелью, если так можно выразиться. Среди киевской молодежи было много молодых людей и девиц, которым безумно хотелось играть, то есть главным образом показывать себя на сцене. Мы шли на все ради этого, складывались по грошам, снимали зал, брали на прокат костюмы в долг, сами выклеивали на всех заборах худосочные маленькие жидкие афишки и играли, играли, играли. Чего мы только не играли? За что не брались? И Казань Григория Гея, и волки и овцы Островского, и фарсы вроде в чужой постели, и даже горе от ума. Билеты распространяли сами, распределяя их среди родственников и знакомых, ибо кто же еще из так называемой широкой публики решился бы посещать наше представление, прелестившись этими афишками. Кого могли заинтересовать звонкие псевдонимы неопытных и отчаянных юнцов, очертя голову, бросающихся в этот таинственный и манящий ом. Мы докладывали до каждого спектакля. То есть, что значит мы? Нам докладывать было не ищего, и выручали нас, конечно, все те же многотерпеливые родители и родственники некоторых из актеров и актрис, со вздохами вынимавшие последний засаленный рубль, который у них долго и упорно выклянчивали и который безжалостно слизывало языком ненасытное корово искусство. Многие из широко известных ныне актеров обязаны этому дому своей карьеры. В нем начинали, например, Светловидов, Владиславский из малого театра. Были, конечно, в нашем кружке и молодые люди вовсе не одаренные, но, тем не менее, они играли. Я помню, например, двух братьев Шиманских, которые играли часто, ибо у них были богатые родители. Они снимали театр и ставили спектакли, играли главные роли, приглашая нас на подмогу. Это тоже было нам на руку. Главное было играть. А что и какие роли это не имело значения? Братья смело кидались на разбойников Шиллера, на Ипсоновского Бранда, на Ревизора, доходили чуть ли не до Гамлета. Причем говорили шиманские с ужасающим польским акцентом. Были талантливый актер Перисон и бездарный Сашка Муратов. И еще многие другие, имена которых я позабыл. Женщин я что-то не помню. По-видимому, особых талантов среди них не было. А может и были. Но не пошли потом дальше по этой дороге, повыходили замуж и не попали на сцену. Было и еще одно место, где мы могли разворачиваться. Это все на том же Подоле. Клуб фармацевтов Статистикой уже доказано, вероятно, что наибольшее количество любителей всякого рода искусств, от поэзии до театра, живописи и музыки, в прежнее время всегда выходило из среды людей, принадлежавших к почтенной профессии фармацевтов. Почему? Не знаю. Может быть, потому что профессия очень уж скучная, и выписывать латинские рецепты микстуры порошков, конечно, менее интересно, чем декламировать стихи Бальмонта или Санетта Петрарки. А дальше, потом, торчать дни и ночи за прилавком аптеки и отпускать клиентам слабительные клизмы и различные резиновые изделия, не такое уж это завидное дело, да еще надо принять во внимание то тяжелое время. Проблема провожительства для евреев, в особенности для молодежи, была очень важной. От ее решения зависела возможность получить образование. Но куда мог пойти учиться еврейский мальчик в царское время? В гимназиях был установлен для еврейских детей строго ограниченный процент. В университетах и технических училищах тоже. В больших городах и столицах евреи без высшего образования или высокого имущественного ценза могли жить только в определенных районах. Учившимся же в зубоврачебных школах и на курсах фармакологии жить в Киеве разрешалось. Вот почему почти все еврейские юноши были фармацевтами, а все эти красивые девушки, в которых мы влюблялись и за которыми ухаживали, были ученицами зубоврачебных школ. Все эти молодые люди смотрели на свою учебу как на вынужденный компромисс. Возможность посвятить себя искусству давала надежду избавиться от перспективы стать дантистом или фармацевтом. Вот почему они носили широкополые испанские шляпы и черные прорезиненные плащи-накидки с золотыми львами в виде застежек, в коих имели весьма поэтичный и артистический вид. Впечатление усугубляли еще художественные бархатные куртки с пышными небрежно повязанными бантами. Они поступали в драматические и оперные школы, параллельно учась, так сказать, на артистов. Иным из них мешал, правда, акцент и чрезмерный темперамент, но в конце концов все это было поправимо. Важно было как-то причаститься к искусству. Мы, киевляне, над ними, по правде сказать, немножко посмеивались, но в общем жили с ними дружно. Киевская еврейская публика была очень отзывчивой на всякие виды искусства. Это, собственно, была главная театральная публика, потому что мои дорогие сородичи хохлы были ленивы и не очень-то посещали театр. Так вот, на Подоле был клуб фармацевтов, где по субботам устраивались семейные жуфиксы. Тут выступали все киевские молодые таланты. Сцена была открыта для любых выступлений. Это было нечто вроде теперешней нашей самодеятельности, с той только разницей, что нас никто не субсидировал и никто нами не руководил. Но зато каждый мог продемонстрировать на эстраде клуба свои способности, если окончательно не проваливался у публики, мог выступать там время от времени. Помню, как я, благополучно распевавший дома цыганские романсы под гитару, вылез в первый раз в жизни на сцену в этом клубе. Должен был я петь романс жалобно стонет. За пианино села весьма популярная в нашем кругу акушерка Полина Яковлевна, прекрасно аккомпанировавшая по слуху. Я вышел, поклонился, открыл рот, и спазма волнения перехватила мне дыхание. Я заэкал, замэкал и ушел при деликатном, но гробовом молчании зала. Так неудачно закончилось мое первое сольное выступление. Вы думаете, это остановило меня? Ничуть. В следующую же субботу я появился на той же эстраде в качестве рассказчика еврейских анекдотов и сценок, мною самим сочиненных, в итоге пристальных уличных наблюдений на подоле возле магазинов готового платья. На этот раз я имел большой успех. Такого рода выступления, однако, не удовлетворяли меня. Я мечтал о театре настоящем, драматическом театре, в котором предполагаемый мой талант мог бы развернуться во всю мощь. Но у меня, к сожалению, был один большой недостаток. Я не выговаривал буквы «Р». Это обстоятельство дважды чуть не погубило всю мою театральную карьеру. А началась она с того, что на моем горизонте возник вдруг гимназист восьмого класса нашей гимназии Жорж Зенченко. Убежденный второгодник, просидевший в гимназии немало лет. На вид ему можно было дать лет двадцать. Высокий, статный и смазливый парень. Над верхней губой Зенченко пробивались пикантные черные усики. И все горничные и мадиски Лукьяновки, на которой он жил тогда, были к нему неравнодушны. Предприимчивый, ловкий, большой комбинатор, он всегда был при деньгах. В гимназии мы, мальчишки, долго являлись жертвами его коммерции. Он продавал нам все, что угодно. От финских ножей, которые, конечно же, должен был иметь в кармане каждый уважающий себя гимназист, до конспектов папироса. На переменках в клозете он широко играл в орлянку, причем почему-то всегда выигрывал. И вообще ему везло невероятно. Его боялись даже учителя. Так вот этот Джордж, каким-то образом попавший в Соловцовский театр, оказался там старостой статистов. Ему принадлежало и право набора статистов. Условия, которые он предлагал, были короткие и предельно ясны. Я тебя возьму в статисты, но деньги за тебя буду получать сам. Так говорил он каждому желавшему поступить в театр. А статисту в то время платили 50 копеек за спектакль. А нас было человек 50-60. А иногда и больше, если нужна была большая толпа. Все эти деньги шли в карман Зенченко, ибо мы готовы были на любые жертвы, чтобы только находиться в этом храме возле волшебных лицедеев, которые потрясали нас своей игрой, дышать этим непередаваемым воздухом кулис, греться хоть издали у великого костра святого искусства. Так что Зенченко мог жить припеваючи. Но и этого ему было мало. Когда он замечал, что у кого-нибудь из статистов появлялись какие-нибудь деньги, Зенченко вдруг подзывал его и снисходительно говорил, на будущей неделе я, может быть, дам тебе одну рольку. Там целых два или даже кажется три слова. А пока сбегай в лавочку и принеси мне полбутылки водки, франзолю, четверть фонда ветчины и десяток папирос. Денег на эти закупки он, конечно, не давал. А труппа Соловцовского театра, который держал тогда Дуван Торцов, была очень сильной. Каких только актеров в ней не было. И Дмитрий Смирнов, и Булатов, и великолепный Неделин, и хрупкий утонченный любовник неврастенник Горелов, сын Владимира Николаевича Давыдова, потрясавший нас в роли Освальда в привидениях Ипсена. И красавец Орлов Чужбинин с музыкальным певучим голосом. И Двинский, и Вася Болховский, прекрасно игравший старого студента в модной тогда пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни». И Саша Крамов, и Багров, и Степан Кузнецов, блестящий и разнообразный актер и довольно трудный человек. Среди актрис были в этой замечательной труппе и вдохновенная Вера Юренева, неповторимая психея в пьесе Жулавского «Эрот и психея», или Ипсоновская нора, или Бронка в пьесе «Пшебышевского снег», и старуха Токарева, и синеглазая красавица Елизавета Чарусская, и Пасхалова, и Карелина Рич. А обаятельные молодые актрисы, такие как Ольга Волконская, Алексеева Месхиева, Лидия Лесная, которая к тому же была и поэтессой, да разве упомнишь все имена? Одно могу сказать, это была блестящая плеяда актеров. С двух часов дня, когда заканчивались уроки в гимназии, мы уже дежурили на Николаевской улице возле театра. Это было время, когда актеры возвращались с репетицией домой. Мы простаивали часами, чтобы только взглянуть на них. Для нас это были полубоги. Мы не видели и не знали их в быту, домашней обстановке, в личной жизни. Мы видели и знали их только в спектаклях, в тех ролях, где они подымались порой до вершин своего мастерства. А как счастливы и горды были мы, если актер, которому мы подобострастно кланились на улице, любезно и вежливо кивал нам головой, узнавая знакомых статистов. А ведь кроме Соловцовского были еще и другие театры с другими актерами. В театре Бергуанье, например, играла великолепная комедийная труппа. Там нередко гастролировали такие актрисы и актеры, как Грановская, Баскакова, Астрова, Мурский, Поль, Вронский, Вовка, Блюменталь, у которого был какой-то необыкновенный талант играть все, что угодно, и все играл чудесно. Он был невыносим порой в частной жизни. Уверенный в своей неотразимости и обаянии в силе своего имени, он позволял себе черт знает что. Но покоренные киевляне все прощали ему за его редчайшее свойство самовоспламенения на сцене, в любой момент и в любой роли. Был в Киеве театр оперетты, который играл зимой в том же театре Бергонье, а летом в саду Шато-де-Флер. Звездами оперетты были красавица Легар Лейнгард, сброжек Пашковская и Виктория Ковецкая. В мужском составе славились Греков, Августов, старик Блюменталь Тамарин, комик, которому не было равных в стране. Помню, когда он выходил в оперете Вольф Фефферкорн на сцену в халате, весь обложенный газетами, которые торчали из всех его карманов, и только успевал дойти до авансцены, весь зрительный зал уже задыхался от хохота. Великим постом на гастроли приезжали Вавич, Монахов, Неверовская, Щевинский и многие другие прославленные в Киеве артисты. Всеми правдами и неправдами мы, молодежь, пробирались на их спектакли, подкупая недорогих капельдинеров, на галерку и умирали от восторга. Актеры премьеры пели, танцевали и одевались с ног сшибательно, шикарно. И, уходя с этих спектаклей, мы, молодые любители сцены, острее чувствовали свое ничтожество, понимая, что нам никогда не дотянуться до этих вершин. А так и надо. Сравнение великое движущая сила, которое побуждает нас к соревнованию и самосовершенствованию. Летом в Купеческом саду, который существует и до сих пор, внизу в маленьком деревянном театрике играла украинская труппа «Саксаганский», «Садовский», «Садовский», «Карпенко», «Кары», «Заньковецкая», «Украинская», «Комиссаржевская», как ее называли, «Манько», «Сагайдачный» и многие другие чудесные самобытные актеры составляли ядро этой труппы. Как играла наймечку «Заньковецкая»?» Четыре акта театр заливался слезами. Как смешил Саксаганский в роли парикмахера, авантюриста и жулика Голохвастова в пьесе «Крути, да не перекручивай». Из-за одной его фразы «Папаша, это свинство», произносимой совершенно непередаваемым юмором, стоило смотреть эту комедию. И даже в кафе шантанах Киева, которых было три, Олимп, Шато-де-Флер и Аполло, были такие таланты, что приходилось только удивляться и восхищаться. Кто из старых киевлян не помнит Убейка, Сергея Сокольского, Бернардова, Плинера, Молдавцев, этих смешных и остроумных куплетистов? Выступая то в традиционных отрепьях босиков, то во фраках, они приводили публику в восторг своим виртуозным мастерством, своим беспощадным юмором, своей тонкой наблюдательностью. Они вышучивали все. Неудачные пьесы, плохие книги, бытовые несуразности издевались зло и умно над тогдашними модами, над увлечением цыганскими романцами, над декаденщиной. Только одного из них я терпеть не мог, вульгарного и сального Сарматова. А женщины? До сих пор в памяти звучат их громкие имена. Любовь Мирова, Регина Добергони, Каринская, Кольчевская, Раисова, Тамара, не говоря уже о Вяльцевой, которая была выше всех. Как пели они, с какой душой, с каким чувством. Чувствительные киевские купцы плакали под утро пьяными слезами над их песнями, пропевая тысячи за одну ночь. И обожали их, поднося им веера из сторублевых, бриллианты и жемчуга, заставляя всю сцену корзинами цветов. Да, Киев был театральным городом. Боюсь все-таки, что вы, дорогой читатель, заподозрите меня в излишнем пристрастии к ушедшим временам. Люди моего возраста обычно брюзжат, все порицая и живут воспоминаниями, повернувшись спиной к сегодняшнему дню. Но я не из их числа. Я не живу, уткнувшись в прошлое носом и мыслями. За прошлое в ломбарде ничего не дают, гласит старая немецкая пословица. Алексей Максимович Горький, как вам известно, выразился еще точнее. В карете прошлого далеко не уедешь. Альфред Демюссе писал «Прошлое это старуха, которая наряжается в розовое платье. Какое же резюме из всего этого? Какой вывод? А вот какой. Проводить эту огорченную неудачей старуху из ломбарда до кареты, посадить ее туда осторожно, стараясь не измять ее розового платья и пусть катится куда хочет. Таково мое личное мнение. Ибо сегодняшний день и особенно завтрашний для меня гораздо важнее, интереснее и дороже. Искусство всегда в движении. В общем, я считаю, что в нашей бурной, торопливой, занятой жизни самое главное это добежать до кладбища в припрыжку. Вот почему меня ужасно раздражает люди, живущие прошлым. Во-первых, они немилосердно скучны в своей неподвижности. Во-вторых, они безбожно врут и путают даты. Все уже перемешалось у них в голове. Знакомясь со мной за кулисами во время концерта или где-нибудь в вагоне поезда, они начинают разговор приблизительно так. А вы знаете, дорогой, я ведь вас еще в девятьсот затертым году слушал в Крыжополе. Отродясь там не бывал. Я не даю ему кончить. Ну, еще бы, говорю я. Я ведь начинал еще при Екатерине. Или представьте себе даму лет шестидесяти пяти, которая, познакомившись со мной, с места в карьер начинает щебетать. Вы не представляете себе, маэстро, какая страстная ваша поклонница. Ведь я была ребенком, когда вы уже были знаменитостью. Я помню, мама била меня за то, что я бегала на ваши концерты. Тогда, собрав все остатки хорошего воспитания, дрожащим от ярости голосом я отвечаю, мне очень трудно, конечно, мадам, представить себе вас ребенком. Боюсь все же, что мама била вас за другие провинности. Так что, имейте в виду, я не люблю людей своего возраста. А мемуаров я просто терпеть не могу и никогда ничьих не читаю. Они старят нас, актеров. И еще я заметил, что когда человек напишет их, так обязательно в скором времени кокнется, то есть отдаст концы. И если я решился написать эти воспоминания, то только под настойчивым давлением молодежи, которая уже 14 лет, как я вернулся, уговаривает меня написать книгу. А молодых я люблю. Мне приятно и весело с ними. Во всех своих поездках я окружаю себя молодыми людьми. И они как галчата разевают рты, слушая мои нескончаемые рассказы о моей долгой и, по правде сказать, небезынтересной жизни. Впрочем, это лишь небольшое шутливое отступление. Так или иначе, но сейчас я должен снова вместе с вами, читатель, вернуться в прошлое. Как-то великим постом, когда Соловцовский театр закрывался и актеры разъезжались на гастроли, в народном доме на Большой Васильковской улице были объявлены выступления Бориса Путяты. Ставили мадам Сан-Жен. Путяты играл Наполеон. Нужны были статисты. Зенченко, между прочим, взяла меня. Когда начались репетиции, потребовались два мамелюка для личной охраны императора, которые должны были неподвижно стоять, скрестив руки у дверей его кабинета. Перед появлением Наполеона они возглашают по очереди только одно слово император. Одним из этих мамелюков твердо решил стать я. Ведь это уже была роль. В ней можно было выдвинуться, думал я. Важно ведь только начать. Сказать наконец живое слово со сцены. А то статистам так и промолчишь всю жизнь. Я обратился к Зинченко. За три рубля эту роль он дал мне. Деньги были немедленно украдены мной из комода тетушки. Три дня и три ночи я не ел, не пил и на все лады повторял император. И вот первая репетиция. Путята приехал на нее красивый, крепкий, стройный в какой-то голубой венгерке и рейтузах, но с опозданием и не в духе. Четвертый акт. Кабинет Наполеона. Мамилюки стоят, скрестив руки у дверей. Наполеон приближается. Сейчас он войдет. Император возглашает первый мамилюк. Импиата, повторяю я вслед за ним. Что-что? скривив лицо, переспросил путята. Это что еще за косноязычный? Накинулся он на помреже. Кого тут наставили убрать немедленно? И меня убрали. Так сломалась моя театральная карьера. Потом, много лет спустя, когда я уже был известен, а Путята был на склоне своей театральной жизни, мы с ним встретились в Харькове и очень подружились. Но я все же не мог простить ему этот инцидент. А дома у тетушки дела мои стали совсем плохи. К тому времени меня уже окончательно выгнали из гимназии. Наступил 1905 год. Надвигалась первая революция. Молодежь была начинена динамитом. Мы собирались в кружки на квартирах товарищей, читали нелегальную литературу, разносили по рабочим районам листовки, прокламации, слушали зажигательные речи ораторов. В Киеве взбунтовались саперы. Мы ходили с кружками по городу, собирая для них деньги. Возле еврейского базара в толпу стреляли войска. Было много раненых и убитых. Время было такое, что если гимназист пятого класса умирал, например, от скарлатины, то вся гимназия шла за его гробом и пела «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Взрослые покачивали головами и растерянно уговаривали нас подумать, не спешить, беречь себя и прочее. Ну, в общем, что с нами делать? Тетка моя приходила в ярость. «Мало того, что ты, босяк, выгнанный изо всех гимназий», говорила она, «Так ты еще хочешь, чтобы нас всех арестовали из-за тебя». А ко всему я еще и возвращался домой поздно. Спектакль кончался в двенадцать часов, и я стучал в дверь кухни уже во втором часу ночи, пока дойдешь с Николаевской на вокзал. Добросердечные кухарки сперва открывали мне по ночам, и я полузамерзший и голодный входил в теплую кухню, доедал остатки ужина и пробирался на деревянный сундук в передний, укрывался старым гимназическим пальто и сладко засыпал непробудным сном молодости. Но тетка сказала однажды, «Где ты шляешься, там и ночуй», и строго настрого запретила кухаркам впускать меня в дом по ночам. Тщетно я стучался в окно кухни. Что было делать, куда пойти, где ночевать? Бросить театр я не мог. Это было выше моих сил. А друзей, у которых я мог бы переночевать, у меня не было. В саду стояла беседка, на зиму она запиралась на замок, в ней лежали грубые солдатские ковры. Выломав две штакетины в беседке, я влезал в нее и, закутавшись в эти ковры, засыпал на морозе. И мне было тепло. А утром я приходил на кухню и пил чай, умывался и приводил себя в порядок, как ни в чем не бывало. В конце концов, тетка все же выгнала меня из дому. И я стал ночевать в чужих подъездах, просиживая ночи на ступеньках холодных лестниц. А потом, потом у меня завелись другие знакомые и друзья, молодые поэты, художники, литераторы. Я попал в среду богема. Тут мне стало немного легче, потому что почти всем нам было одинаково плохо. Мы делились друг с другом всем, что у нас было, и жили как-то сообща. Юность в Киеве. В 1912 году в журнале «Киевская неделя» был напечатан мой первый рассказ «Моя невеста». Рассказ был написан в модной тогда декадентской манере и оказался довольно заметным на фоне киевской билетристики. Потом появился второй «Папиросы весна» в том же стиле. Потом одна из киевских газет «Отклики» взяла у меня рассказ «Лялька». Обо мне уже стали поговаривать как о подающем надежде молодом литераторе. Тут я попал в один хороший литературный дом, в котором на всю жизнь сохранил самые теплые воспоминания. Это был дом Софьи Николаевны Зелинской, преподавательницы женской гимназии, очень образованной и умной женщины. У нее собирался весь цвет интеллигенции Киева. Мужем ее был Луначарский, брат Анатолия Васильевича Луначарского. Софья Николаевна приняла во мне дружеское участие. Меня подкармливали в этом доме, а впоследствии на даче оставляли даже жить. Многому я научился там. Зелинская была женщина с большим литературным вкусом. Ее влияние удержало меня от чрезмерного упоения собственными дешевыми успехами. Во мне развивалось настоящее серьезное отношение к литературе. Вырабатывался вкус к настоящей поэзии. Вырабатывалось чувство меры, в частности очень важное чувство. Неизвестно, что бы вышло из меня, если бы не этот уютный милый дом, где всегда было тепло, где вечерами на столе уютно копил самовар и подавались к чаю бутерброды с холодными котлетами и колбасой. В ее доме бывало много интересных людей. Поэты Кузьмин, Владимир Эльснер и Бенедикт Лившиц, художники Александр Осмеркин, Казимир Малевич, Марк Шагал, Натан Альтман, Золотаревский и другие, имена которых я уже забыл, и главное, много талантливой молодежи. В доме у Софьи Николаевны я встретил молодого киевского доцента Александра Брониславовича Салихановича, добрейшего и благороднейшего человека, прекрасно образованного, умного и начитанного, который, сразу оценив мои способности и видя безвыходность моего положения, взял меня к себе в свою, правда, холодную, нетопленную комнату на Печерске, где он жил с братом. У него я и ночевал. И это все же было теплее, чем в беседке. У него была большая библиотека, из которой, должен сознаться, я потаскал немало книг. Книги эти я продавал на толкучке. Есть-то ведь надо было. Возможно, он догадывался о хищениях, но со свойственной ему деликатностью душевной и виду не подавал. Через много лет, вернувшись на родину, я встретился с ним в Пятигорске. Он профессор и преподает в одном из институтов, а мне до сих пор стыдно смотреть ему в глаза. Я все время был в кругу поэтов, художников, актеров, журналистов. Может быть, у меня глаза разбегались, но все никак не мог решить, кем хочу стать, то ли поэтом, то ли актером, то ли писателем. Купив на подоле на толкучке подержанный фрак, я с утра до ночи ходил в нем к изумлению окружающих. Вел себя я, в общем, довольно странно, выработав какую-то наигранную манеру скептика и циника, я иногда довольно удачно отбивался и отшучивался от серьезных вопросов, которые задавали мне друзья и ставило передо мною жизнь. Не имея перед собой никакой определенной цели, я прикрывал свою беспомощность афоризмами, прибавляя еще и свои собственные, которые долго и тщательно придумывал и в скором времени прослыл оригиналом. Но пока я играл роль молодого гения и непонятной натуры, ум мой неустанный машинальный искал выхода. Мы, богема, собирались в подвале в маленьком кабачке под городской думой, где торговали дешевым вином и сыром и горячо спорили по целым дням, ничего фактически не делая и ничем не занимаясь. Я просиживал там дни и ночи, долговязый, презрительный и надменный, во фраке, всегда с живым цветком в петлице, снабирующий все и вся. Я эпатировал буржуа. Киев был полон молодых красивых девушек, и я влюблялся то в одну, то в другую. Познакомившись со мной, эти девушки до какой-то степени подпадали под мое дурное влияние. Тогда перепуганные родители, до которых доходили тревожные слухи, приезжали за ними в Киев и, вырвав своих дочерей из-под моего гемонического воздействия, увозили домой в какой-нибудь Могилев или Бердичев. Когда у тетушки Марьи Степановны родились дети, Сережа, потом Алеша, она стала мягче и добрее. Дети, а главное собственные, как-то переменили ее характер. И ко мне она стала относиться лучше. Я уже не жил у нее, как прежде, но иногда все-таки, когда было трудно, поселялся у нее в доме на время. Мое место заняла Кинка, дочь Леди Степановны, которая умерла к тому времени. Кинка училась в Киевском институте благородных девиц, закрытом дворянском учреждении, где воспитывали в полном неведении жизни стопроцентных дур, которых готовили в жены каким-нибудь лоботрясом и недорослем, сыновьям богатых родителей. Их учили языкам, музыке и хорошим манерам. И, выйдя из института, они ни к чему не были приспособлены. Кинке отец оставил немного денег и кое-какие вещи. И она была, конечно, в доме Марьи Степановны на лучшем положении, чем я. Кроме того, она была благонравна, скромна и своим поведением не настраивала против себя весь дом. Я таскал из ее комода всякие безделушки, продавал их на толкучке. С ней, бедняга, я совсем не церемонился. И когда мне хотелось сделать подарок какой-нибудь очередной своей пассии, я выцыганивал у Киньки какие-нибудь сережки или браслетик, причем резоны приводил такие. «Ты же Рожа, ну зачем тебе эти серьги? Посмотри на себя в зеркало, а Роза или какая-нибудь Сонечка, в зависимости от того, как ее звали, красавица». Бедная Кинька, потрясенная убедительностью этих аргументов, кротко отдавала мне свои скромные драгоценности. Действительно, я был бандит. Мы влюблялись, писали девушкам стихи, ломались перед ними, играя то Дорианов Греев, то лейтенантов Гланов по кнуту Гамсону, острили, снобировали, гениальничали и кружили их юные провинциальные головки. Помню, я был влюблен в одну девушку-медичку, звали ее Кэт. Она была стройная, зеленоглазая и брови у нее были похожи на крылья ласточки. Помню, что жила на Ирининской улице, где-то на шестом этаже большого дома. Долго продолжался наш поэтический платонический роман. Потом как-то оборвался сам собой. Через тридцать лет, когда я, объехав весь свет, отвернулся на родину, однажды в одном городке ко мне за кулисы перед концертом зашла крупная суровая черная женщина с усами. «Вы не помните меня?» спросила она. «Нет», чистосердечно признался «Меня меня зовут Кэт помните я Кэт». «Какая Кэт?» спросил я. Вместо продолжения разговора эта дама вынула из сумочки мою маленькую уличную моментальную фотографию тех времен в широкополой испанской шляпе, где было написано «Черной ласточки зеленоглазой Кэт от ее вечного раба» и так далее. Я вспомнил и мне стало бесконечно грустно. «Я старший хирург местного госпиталя», с достоинством сказала она. И я представил себе, как безжалостно она кромсает человеческое тело. «Зачем вы пришли сюда?» спросил я. «Вы бы навеки остались у меня в сердце черной ласточкой. А теперь вы убили черную ласточку моей юности навсегда». Да, у женщин не всегда хватает ума и такта в таких вещах. На мотных тогда литературных судах и диспутах мы оттачивали свои мысли и свои языки. Эти общения дали мне новых друзей. Все это были более или менее благополучные юноши. Жили они безбедно за счет родителей. Они не нуждались, как мы, богема, и охотно делились с нами своими достатками. А были и другие. Например, некий Сашка Войтиченко. Отец его жил в Нежине и солил огурцы. У него были две сестры, в одну из которых Манечку я даже кратковременно влюбился, пока не узнал, что она вышла замуж за околоточного надзирателя. Сашка был красивый украинец с огромными черными глазами и пышными кудрями. Больше всего ему хотелось, как и мне, славы, успеха, признания. Играл он на своих цимбалах по слуху, неплохо, довольно задушевно, но, конечно, не имел музыкального образования и заменял его большой самоуверенностью и наскоком. Он уезжал на курорты в Крым и на Кавказ, где выступал. О нем что-то писали. Все это он подклеивал в альбом, вырезал из газетных статей только то, что ему нравилось, остальное выкидывал. Мы дико завидовали его мнимым успехам. Цимбалы, купленные на толкучке, он выдавал за редчайший инструмент 17 века запорожский кимвал. Для большей достоверности он сделал этому кимвалу шикарную подставку резонатор и обклеил его старинными медальонами, тоже купленными на толкучке. В конце концов, и он сам, и даже мы, скептики, поверили в эту явную аферу. Я вскоре потерял его из виду и встретил много лет спустя в Ницце. Он разбогател благодаря Женитби на состоятельной итальянке. На цимбалах уже не играл. Был еще Эдя Бурковский, неудачный баритон с вечным катаром горла, с какими-то полипами на связках, мешавшими ему сделать мировую карьеру. Он только лечился, но не пел. Иногда мы голодали все вместе, иногда жили получше, когда кто-нибудь получал деньги. Бродили по Киеву, спорили до Одаря, писали, читали, пели, говорили, декламировали, но ничего не могли сделать, чтобы пробиться в люди. Был еще чудный маленький человечек Александр Поляцкий, затевавший время от времени какие-то журналы, которые за отсутствием денег не шли дальше третьего номера. В этих журналах мы печатались всей коммунной. Потом появился другой нищий издатель и редактор некий Аполлон Карпов, выпускавший театральную газетку-программку в три страницы с репертуаром всех киевских театров. В ней я начал писать маленькие рецензии о спектакле. Но газетка эта шла плохо и вскоре зачахла. С большой нежностью вспоминаю я этого Карпова, его тихую бедную больную жену и то время, когда все мы спали в единственной крошечной комнатке редакции, он с женой на диване, а я на полу на газетах, которыми и укрывался. Каждый вечер они с женой покупали на наши скудные прибыли четверть фунта копченого сала и несколько булок и делились со мной по-братски. Потом я был корректором в типографии Борщеговского на Крещатике. Потом в поисках работы я нанимался в помощники бухгалтера в европейскую гостиницу, откуда меня скоро выгнали за неспособность, продавал открытки с тещинами языками у фотографа Маркова, грузил арбузы на барках на Днепре и много еще профессий перепробовал я в то время. С гимназическими товарищами я все же не терял связи. Иные из них снабжали меня то бельем, то деньгами, конечно, тайком от родителей. В эту пору я жестоко влюбился в тонкую, стройную и красивую двадцатилетнюю разводку Марусю Емельянову. И даже специально подружился с ее братом Павликом. И даже снимал с ним пополам комнату за пять рублей в надежде, что Маруся иногда будет заходить к брату и я ее смогу видеть. Но, увы, так она и не зашла ни разу за все время. Она сошлась с противным толстым похожим Наборова жандармским полковником Ивановым и жила в маленькой гостинице у Золотых ворот. Я ходил влюбленный, замученный и несчастный вокруг этой гостиницы в надежде ее встретить и, увы, не встречал. А когда я справлялся о ней у Швейцара, он всегда отвечал «Нет, дома». Очевидно, такой был ему дан приказ. Однажды утром я прорвался через эту блокаду. Швейцара не было, я постучался в дверь номера и вошел. Дверь была не заперта. Маруся лежала в кровати с жандармским полковником, который так рассверепел при виде меня, что погнался за мной в коридор в одних подштанниках. После этого моя любовь тут же скончалась в страшных мучениях. Все это как будто обыденно просто и даже может быть неинтересно. Но каких мук мне это стоило, каких страданий, каких слез, каких бессонных ночей. Да, если есть на свете любовь, в чем я очень сомневаюсь, то она бывает только в юности. А теперь, перебирая в памяти все свои многочисленные любви, которые заполняли когда-то мою жизнь, когда я вспоминаю, из-за каких женщин я страдал и переживал и мучился, я изумленно думаю, какой же я был дурак, как я мог так страдать из-за таких обыкновенных, злых, расчетливых и ограниченных женщин. Наваждение какое-то. Да повторись все это еще раз, теперь я бы и глазом не моргнув, отвернулся бы от таких чувств. А вот поди ж ты, сколько все это мне стоило здоровья и нервов. И что же? Только вот об этих влюбленностях и бедной юности моей я и вспоминаю нежно и светло. А жизнь шла своим чередом. Приезжали в Киев в оперу итальянские знаменитости Джузеппе Ансельми, Титто Руфа, Батистини. Кое-кого мне удавалось порой послушать, проскочив мимо всевидящего Капельдинера. Но в конце концов меня обычно ловили и выгоняли из зала. Зайцам трудно было проникнуть в театр, тем более, что Капельдинеры нас знали в лицо. Но иногда удавалось попасть в статисты на этот или иной спектакль, и тогда уж я слушал всю оперу с начала до конца. Оперу держали антрепренеры Бородай и Брыкин. У них пели лучшие артисты России Давыдов изумительный Герман в пиковой даме, Тартаков выступавший в демоне, Бакланов в реголетто, Собинов в Онегине и даже сам Шаляпин. Что тогда делалось с киевлянами? Они дежурили дни и ночи у КАС, платили барышникам бешеные деньги за билеты. Впрочем, увлекались в Киеве не только оперой. Было, например, множество любителей французской борьбы. В цирк Крутикова на Николаевской улице, немного ниже Соловцовского театра, ходили все и стар и млад. Борцы были первоклассные, Поддубный, Иван Заикин Вахтуров, Красавец Лурих, Негр Бамбула, Матрос Сокол, Японец Кацукума Саракики, маленький, увертливый, как обезьянка, который имел железные пальцы и, поймав противника за кисти рук, сдавливал их как железными клещами с такой силой, что заставлял от невыносимой боли ложиться в партер на обе лопатки. Впрочем, может быть, это был трюк для публики. Роли вообще были распределены между борцами, как в театре между актерами. Один изображал из себя зверя, рычал и кидался как тигр на своего противника. Другой хамил, пользовался запрещенными методами. Третий вел себя как джентльмен, лурих, например. Четвертого якобы затирали и не давали ходу, и он жаловался публике. И каждый борец знал свое амплуа и строго придерживался его. Поэтому одних любили, других ненавидели. Перед началом представления выходил на арену известный всему Киеву дядя Ваня Лебедев, арбитр и тренер, и хорошо поставленным голосом объявлял публике фамилии выступавших борцов. Он же следил за борьбой и время от времени бросал в публику колючие реплики, чтобы не скучали. Иногда борцы кидались на него, изображая ярость по поводу его лаконичных показаний и категорических суждений. Но, конечно, все это был розыгрыш, заранее подготовленный и прорепетированный. А мы шли на эту борьбу как в церковь. И не было большего огорчения, чем пропустить ту или иную встречу. Слава Богу, билеты были дешевые. Помню, как в бытность мою статистом у Соловцова группа наших маленьких актеров пришла в цирк просить контрамарки. Администратор необычайно важный и зазнавшийся тип холодно пожал плечами и отказал. Почему я должен давать вам контрамарки? спросил он. Ведь наши лошади к вам в театр не ходят. Мы ушли с носом. Через несколько дней группа циркачей пришла к нам в театр за тем же. Наш администратор Бунин, которому стал известен этот инцидент, также холодно пожал плечами и сказал. Ведь ваш администратор обещал, что его лошади не будут ходить к нам в театр. В купеческом саду летом играл оркестр оперного театра, которым дирижировали известные в то время дирижеры Сафонов, Шнеев Фокт, Палецен, Эмиль Купер, Коутс и другие, приезжавшие из-за границы. Гастролировали и знаменитые скрипачи Ян Крайза, Антон Берглер, Ян Кубелик. Вход в сад стоил всего двадцать копеек. Но и этих денег у нас не было. И мы для того, чтобы попасть на концерт, пробирались со стороны царского сада через забор или со стороны Александровской улицы, где нужно было взобраться на глазах у полицейских на огромный вал, обсаженный зеленым дерном, и потом пролезть через ряды колючей проволоки, разрывая одежду, и только тогда мы попадали в нижнюю часть сада, где стоял деревянный театрик Саксаганского. И мы лезли, и пролезали, и попадали в сад, и наслаждались музыкой. Да, искусство требовало жертв, и мы их приносили, эти жертвы, одних штанов сколько порвали. Однажды Жорж Зенченко повел меня на Ямскую улицу, где были расположены дома терпимости. Не знаю, чем я заслужил такую высокую честь с его стороны, вероятнее всего ему было просто скучно идти одному, поэтому он решил прихватить и меня. Открыла нам дверь хозяйка, старая, жирная и рыхлая, с огромным животом, с глубокими бороздами на лице, наштукатуренная до того, что с лица ее сыпалась пудра, накрашенная с подведенными синим карандашом глазами, вся в рыжих с проседью буклях, с цыганскими серьгами в ушах и дутыми толстыми браслетами. Все пороки и грехи мира отражались на ее лице. Было часов семь вечера. В маленьком вонючем зальце было полутемно. Горяла только керосиновая лампа с розовым стеклянным абажуром. У стены стоял широкий грязный диван с засаленными подушками, у окон скучные чахлые фикусы с мертвыми картонными листьями, давно уже не знавшие воды, засиженные мухами. Тусклое трюмо, кисейные занавески на окнах, изнутри закрытых ставнями, и старое фортепьянишко с оторванной крышкой. За фортепьяно сидел топер, слепой старик, со ступленным лицом и мертвыми костяшками пальцев, скрюченных под агрой. Играл какой-то макабр. А на диване вокруг него сидели девицы. У них были неподвижные лица маски, точно все на свете уже перестало их интересовать. Они распространяли вокруг едкий запах земляничного мыла и дешевой пудры лебяжий пух. Хозяйка, по-видимому, благоволила к Жоржу, потому что начала суетиться, сюсюкать и кокетничать, напоминая старую няньку, прыгающую козлом для развлечений капризного ребенка, который не хочет есть. Меня передернуло от отвращения. Топер, между тем, заиграл блатную песню клавиши и завопил диким голосом. Ну так поете же клавиши, поете, а вы звуки летите быстрей, и вы богу страничку откройте этой жизни проклятой моей. Мне все это совсем не понравилось. Я весь дрожал от омерзения и жалости к этим людям. Я стал умолять Джорджа. Уйдем отсюда, ради бога, мне дурно. Хозяйка гневно нахмурила брови. По-видимому, она боялась, что я уведу гостя. Эх, господин гимназист, укоризненно сказала она, как вам не стыдно, вы же не мужчина, вы какая-то сопля на заборе. Джордж расхохотался, а я растерянно вышел на улицу и поплелся домой. И вдогонку мне неслась уже другая, совершенно безграмотная, но тоже задушевная песня. Я запомнил ее навсегда. Потом я, бедняжка, в больницу пошла, меня доктора осмотрели, но все-таки с голоду я померла, скончалась на прошлой неделе. Заканчивалась моя жизнь в Киеве. Делать мне в этом городе было нечего. Слишком хорошо здесь знали меня и всю мою подноготную. Как вам известно, нет пророков в своем отечестве. Мне надо было куда-нибудь уехать, чтобы сделать карьеру. Но куда же? В Москву, конечно, в столицу, в центр. Я решил ехать. Накопив 25 рублей, я подыскал себе компаньона, маленького актерика Сашку Муратова. Этот Сашка был категорической бездарностью. Но у него был гардеробчик, то есть несколько костюмов для сцены. В то время нанимали маленьких актеров только по одному признаку – по наличию гардероба. Великим постом антрепренеры приезжали в Москву и там в театральном бюро Рассохиной, если не ошибаюсь, в газетном переулке, где, кстати, была знаменитая Рассохинская театральная библиотека, заключали сделки с актерами и, набрав главных, брали потом мелочь на выхода по 25 рублей в месяц со своим гардеробом. Сашка этот был маленького роста, нагловатый и сообразительный жучок. Он загоди завел роман с толстой колбасницей Гейнце, которая исправила ему необходимые костюмчики. Мы сговорились ехать в Москву вместе, купили билеты третьего класса. Объявив тетушке, что уезжаю в Москву за славой, я, очевидно, как-то тронул ее сердце. Во всяком случае, она наварила и напекла мне на дорогу всего, чего только можно. Поезд уходил утром. Я пошел на вокзал пораньше, а корзинку должна была принести к поезду девчонка Дунька, новая теткина горничная. Какие-то котлеты еще не были готовы, не дожарились, поэтому я не взял корзинку с провизией. Первый звонок, я уже сижу в вагоне, и мучительно вглядываюсь туда, откуда должна появиться Дунька, но Дуньки нет. Второй звонок нет, третий звонок ее нет. Поезд двигается, он набирает скорость, мелькают стрелки, фонари, семафоры. Вот она, вот наконец эта проклятая Дунька, она бежит, размахивая корзинкой, и силится догнать поезд. Куда там? Конец всему. Я остался без еды. А сколько вкусных вещей было в этой корзинке, боже мой, за что ты так жестоко наказываешь меня? Все, все пропало. Через два часа актерик Муратов вынул из свертка бутерброда с колбасой, ветчиной и сыром и скромно сказал, простите, что не предлагаю вам у меня так немного. Я проглотил слюну и отвернулся к окошку. Юность в Москве. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, а для моего особенно. Я ведь столько мечтал о ней. Это был город моих надежд. Здесь и только здесь я мечтал прославиться на всю планету, покорить весь мир. Заставить умолкнуть все разговоры, кроме разговора обо мне, повернуть все взоры людей в мою сторону, чтобы вся Вселенная восхищалась только мной одним и ни на кого больше не обращала ни малейшего внимания. А я я буду стоять высокий, гордый и прекрасный в совершенно новом фраке, не с толкучки, конечно, от лучшего портного, и надменно улыбаться, скрестив руки. Почему скрестив руки, не знаю. Так полагалось вождям индийцев у Фенемора Купера. Увы, этим скромным мечтам было еще очень далеко до осуществления. А пока, собрав свои вещички, погрузившись на извозчика, мы неспеша тронулись в путь с вокзала, наказав Кучеру ехать на Тверскую, единственную улицу, название которой было нам известно. Протрусив неторопливой рысцой через весь город, мы остановились в газетном или Долгоруковском переулке, в грязных номерах какой-то гостиницы, где внизу был постоялый двор для извозчиков с трактиром и неизбежной машиной, гудевшей с утра до ночи. Из окон нашего намеришка был виден двор, заставленный извозчичьими пролетками, а посреди двора стоял железный рельс, на котором укреплена огромная вывеска. Просят господ извозчиков матерными словами не выражаться. Это была уже явная забота администрации о постояце гостиницы. В номере стояли одна кровать, стол, стул, комод, умывальник, да еще зеркало, засиженное мухами. Актерик немедленно узурпировал кровать, а мне предоставил ложе на полу, к чему я, собственно говоря, привык, и чему особенного значения не придавал. Прямо напротив входа в гостиницу была водогрейная Карамышева, где чайник кипятку стоил одну копейку, а ситный хлеб три копейки. Правда, на керосинке в амалированном корыце с утра до ночи кипела в сале чудесная беловская колбаса, которые давали на пятачок довольно много, еще с горчицей и хлебом. Но эта роскошь была уже не по моим средствам. Актерик не вынимал своих денег, предпочитая, очевидно, тратить их на себя лично. Дело в том, что еще в начале поездки я совершил одну непростительную ошибку. Я имел глупость отдать свои 25 рублей на хранение. Этими деньгами он уплатил за номер за месяц вперед, как полагалось, и преспокойно жил, тратя собственные деньги где-то на стороне, а мне предоставляя подыхать с голоду. Вероятно, киевская колбасница снабдила его какими-то средствами, потому что он всегда был в весьма хорошем настроении. Я подозреваю, что он даже обедал каждый день. Эдакая свинья. Мое же питание состояло только из кипятка без заварки и без сахара и ломтия ситного два раза в день утром и вечером. Каждое утро актерик надевал один из своих костюмчиков то абрикосового цвета, то вишневого, то серого с тщательно отглаженными брючками, которые он клал под матрас на всю ночь и уходил в театральное бюро кидаться в глаза антрепренерам в надежде получить ангажемент. Прожив спокойный месяц в оплаченном мною номере, он скоро устроился куда-то в Елабугу на летний сезон за 25 рублей в месяц, откуда, впрочем, его быстро выгнали, как я узнал позже. Он уехал даже не попрощавшись со мной, и я остался один. Правда, я получил возможность спать на кровати, но месяц скончался, а других 25 рублей у меня не было. Пришлось расстаться с гостиницей. Продав на Трубной площади свой киевский фрак, я снял у какой-то дворничихи за 3 рубля угол, оклеил стены открытками и начал новую жизнь. Надвигалось трудное время. Профессии у меня никакой, а найти работу в Москве было почти невозможно. Вот теперь, когда я вспоминаю то время, я сам не могу понять, как же и на что я жил тогда. Денег у меня не было, друзей тоже, а вот жил же как-то. Очевидно, на одном энтузиазме. В дальнейшем все же постепенно появлялись знакомые, и хотя никто из них и не думал принимать какое-либо участие в моей судьбе, тем не менее я все-таки как-то существовал в куче московских квартирантов из Киева. Они существовали и я существовал, они дышали и я дышал, они обедали и я не обедал, а все-таки жил всем назло. А Москва была чудесная, румяная, вальяжная, сытая до отвала, дородная, настоящая русская красавица. Поскрипывала на морозе полозями, покрикивала на зазевавшихся прохожих, притоптывала каблучками. По горбатой тверской весело летели тройки, пары, лихачи-кудрявчики. Пойди, берегись! В узеньких легких саночках, тесно прижавшись друг к другу, по вечерам мчались парочки, накрытые медвежьей полостью. В охотном ряду брезгливые и холенные бары иногда лично выбирали дичь к обеду. Там торговали клюквой, капустой, моченой мороженой грибами. Огромные оседры щерили зубы, тускло глядя на покупателей бельмами глаз. Груды дикой битой птицы заполняли рундуки. Длинными белыми палками висела на крючках визига для пирогов. И рано утром какой-нибудь загулявший молодец в голове шумел вчерашний перепой, подходил к продавцу, стоявшему у больших бочек с квашеной капустой, низко кланялся ему в ноги и говорил «Яви божескую милость, Христа ради». И продавец, понимая его душевное и физическое состояние, наливал целый ковшик огуречного рассола, чтобы молодец опохмелился и ничего за это не брал. По ярко белому снегу на площади возле Китайгородской стены важно ходили лотошники, неся на голове целые корыта с оранжевыми апельсинами. Сорокоградусные морозы горели на перекрестках костры, собирая вокруг бродяг, пьяниц, непотребных девок, извозчиков и городовых. Все это хрипло, ругалось отборнейшим российским матом, притоптывало валенками, хлопало рукавицами по бедрам и выпускало облака пара. А вокруг, по сторонам, куда ни кинь взор, трактиры с синими вывесками. В трактирах бойко подавали разбитные ярославцы половые, расчесанные на пробор посередке, с большими портмонетами из черной клеенки, заткнутыми за красные кушаки. Они низко кланились гостю и говорили ваше степенство всем и каждому, даже мне, например, и летали, как пули, из зала на кухню и обратно. Сейчас даются, только и можно было от них услышать на любой вопрос. Сейчас даются, а это сейчас продолжалось сейчас, не меньше. Были трактиры и попроще, где можно было подойти к стойке, выпить шкалик водки и бесплатно закусить кислой капустой или огурцами, или мелко нарезанной воблой. Были другие, чуть почище, с дворянской половиной, с зеркалами в золоченых рамах и тяжелыми грязными портьерами. Там всегда играла машина «Вдали тебя я обездолен, Москва, Москва, родимая земля». У входа с улицы стоял огромного роста швейцар в треуголке, как у Егорова, например, в охотном ряду. Были чайные, где любители чаепитий могли получить по вкусу десятки сортов разных чаев, китайских, индийских, цейлонских, цветочных, зеленых, черных и прочих. Целый печатный приз курант подавался вам при заказе. А были особые чайные на трубе с хозяевами, любителями певчих птиц. Туда ходила особая публика. Эти чайные были увешаны клетками с соловьями, дроздами, щеглами, малиновками, канарейками. Щебет оглушал вас, как только вы входили. И степенные окладистые бородатые купцы задумчиво слушали курских, воронежских, сибирских и таежных, украинских и подмосковных соловьев и спорили о красоте и чистоте голоса, о виртуозности их трели и прочим, восхваляя или порицая качество тех или иных певцов и доходя в этом до особой тонкости оценок, как истые знатоки и искусствоведы. Были трактиры, где собирались книжники-букинисты, где с рук можно было купить редчайшую, чуть ли не первопечатную книгу или такую искусную подделку, что сам черт не мог бы отличить ее от подлинной. Москва была пестрая, цветастая, шумная, не похожая ни на один город в мире. Не любить ее было невозможно. У нее было свое, неповторимо прекрасное, необычайно душевное бытовое лицо. Теперь этого лица у нее уже нет. Быть ушел вместе с веком. Религиозным центром Москвы была Иверская. В маленькой часовне у Красной площади стояла ее икона, озаряемая сотнями свечей, которые ставили верующие. Икона сверкала бриллиантами, изумрудами и рубинами, которые жертвовали исцеленные от тех или иных недугов и горести, невзгод и страданий. С нее начиналось все. Ни один приезжий купец не начинал дело, не поклонившись Иверской. Там всегда было жарко и душно. Мы тоже иногда несли свои скромные дары икони. Я помню, как перед большими событиями, экзаменами, например, или в ожидании денег от родителей, я и мои друзья шли к Иверской и ставили свечи или покупали белые розы на длинных стеблях и вставляли их в подсвечники. Кого-кого только у нее не перебывало. И старые генералы, недовольные пенсии, и толстые москворецкие купчихи, не любившие своих мужей, влюбленные в молодцов приказчиков, и модистки, отравленные романами Вербицкой, и пожилые актеры, не получившие ангажемента на сезон, и дельцы, и комбинаторы, и жулики. Все несли Иверской свои горести и мечтания. Все верили, что она поможет, услышит их мольбу. Такова была сила веры. Посреди Тверской, где сейчас Моссовет, против Красного дома генерал-губернатора, дома, который чуть не продал какому-то иностранцу знаменитый авантюрист Корнет Савин, примерно там, где теперь ресторан Арагви, был магазин цветов Ноев и Крутов. В витринах его в самые жестокие морозы беззаботно цвели ландыши в длинных ящиках, гиацинты, сирень в горшках и фиалки. Пармские бледно-лиловые фиалки, которые привозили экспрессом прямо из Ниццы. Я простаивал часами у этих витрин, любуясь праздником цветов среди московской суровой зимы. Подъезжали роскошные экипажи, заказывались великолепные корзины актрисам, именинницам, любовницам. А на простой тарелке в воде плавали опавшие бутоны камелии. Вот эти опавшие бутоны я и покупал иногда, когда заводился двугривенный в кармане по три копейки за штуку, втыкал их или прикалывал их к своей бархатной блузе и щеголял по городу утонченный, изысканный и голодный. Ибо лучше было купить такую камелию за три копейки, чем съесть тарелку борща в студенческой столовой, которая стоила тоже три копейки. Но зато можно было появиться в этой столовой и произвести неотразимое впечатление на курсисток своим артистическим видом. Весной на Масленице и Великим Постом был в Замоскворечье вербный базар. Это было непередаваемое зрелище. Полная колода гадательных карт девицы Ле Норман, предсказавшей судьбу Наполеону, орал продавец, суяв всем в нос обыкновенные карты. Вместо рубля пять копеек, а карты эти никогда больше пятака и не стоили. Сочинение графа Льва Николаевича Толстого «Вместо рубля пять копеек», хриплым голосом скрипел другой торгаш. «А вот зять тещу повел в Марьину рощу, а вот на Воробьевых горах два монаха сидять и горох едять». Дальше под одобрительный гогот публики шли совершенно нецензурные подробности похождения тещи и монаха. Иногда из-за угла откуда-то выскакивала подозрительная личность, делала необычайно конспиративное лицо, оглядываясь по сторонам, быстро совала вам в руки пачку открыток и говорила «десять копеек, платите скорей, а то околоточный увидит». И схватив гривенек, быстро исчезала. Вынесли открытки за угол, разворачивали пакет. Там оказывались самые невинные картинки, вроде «Детки и репки» или «Вани и Маши». А надо всей этой толкотней и сутолкой, так же, как и в Киеве, летали воздушные шары, орали умирающие черти. Но реял над нами какой-то таинственный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет». Георгий Иванов Москва влекла к себе всю провинциальную молодежь. Постепенно и некоторые из моих киевских друзей стали появляться. Первым приехал мой гимназический товарищ Коля Бернер. Он был сыном богатых родителей, и ему не составило особого труда уговорить папашу на лишние расходы. Первым делом Коля влюбился в молоденькую красивую вдовушку, которая от скуки занималась искусством. Вдова жила где-то на разгуляе, и Коля дни и ночи проводил в ее обществе. Он был мягкий, лирически настроенный юноша, совершенно не приспособленный к жизни. Особых талантов у него не замечалось, стихи, которые он писал, были расплывчатые, бессодержательные и часто даже внешне бесформенные. Строки неслись по бумаге, как клочья облаков, гонимые ветром. Тем не менее, он все же был настоящим поэтом, в этом никто не сомневался, и производил приятные впечатления своей мягкостью и приличными манерами. Коля поступил в Московский университет и одновременно на драматические курсы, хотя никаких особых способностей в этой области он прежде не обнаруживал. Потом в Москве появился Саша Осмеркин, как говорится, мой корешок. Мы дружили с ним в Киеве с юных лет и всю мою художественную, в смысле познание живописи, зарядку я получил главным образом от него. В противовес Коле Бернеру он был очень талантлив, но совершенно не от мира сего. Он носил буйную шевелюру и свободные блузы в очередь со мной. Денег ему отец высылал немного и жили мы с ним как птицы небесные. Бывало, раздобудешь где-нибудь полтинник и придешь домой, а дома уже народ собрался разный и все, разумеется, голодные. Я торжественно вынимаю полтинник из кармана и говорю Сашка, пойди купи чего-нибудь поесть. Хорошо, соглашается он. Он уходит. На полтинник можно много чего купить и колбасы, и сыру, и хлеба. Через полчаса он является сияющей и довольной. Купил? Купил. Ну, давай. Он разворачивает сверток и в нем оказывается огромная репа. Несколько кроваво-красных помидоров, зеленые кабачки, букет желтых листьев и пустой жестяной бидон из-под керосина. Сашка, что это? В ужасе спрашивает товарищ. Это? Это для натюрморта. Смотри, как здорово будет. И он торжествующе ставит на стол бидон и окружает его помидорами и репой. Вот, помнишь, у Сезанна в натюрморте салфетка стоит крахмальная, а ведь как стоит, никуда от нее не уйдешь. Я этот бидон так раздраконил, вот увидишь. И он уже начинает ставить натюрморт. Осел, кретин, дегенерат, в бешенстве кричу я, а жрать мы что будем? Смешно. Нет, совсем не смешно, потому что все остались голодными. Ничего ему нельзя было поручить, но зато писал он хорошо. Затем приехал еще киевлянин Исаак Рабинович с муглой, черноглазой, курчавой, с лицом библейского отрока, молчаливой, застенчивой и сосредоточенной, часами замиравшей перед картинами больших мастеров, то в Третьяковке, то у Щукина, и писавшей оригинально и талантливо своим почерком. Много прибивало к нашему берегу художников, которых никто не знал, молодых людей, мечтавших стать актерами, непризнанных поэтов с удручающими стихами, мелких репортеров из газет, студентов, курсисток, учеников и учениц все тех же знаменитых зубоврачебных школ, где все были главным образом артистами и лучше разбирались в душевной боли, чем в зубной. Жить стало уже легче, жили, как говорится, компании, ходили в дешевые студенческие столовки, проникали зайцами на вечера всяких землячеств, ухаживали за курсистками, декламировали, пели, читали, спорили, гуляли. Когда же из поездки в Москву вернулась моя сестра актриса Надя, мне стало совсем хорошо. Поселились мы с ней в Казицком переулке в доме Бахрушина. Как ни странно, но через столько лет вернувшись на родину, я получил квартиру в том же доме, только в другом подъезде. С сестрой мы зажили дружно. Она очень любила меня и верила в то, что я еще буду человеком. Мы снимали очень скромную квартирку и даже держали кухарку за одну прислугу, как тогда говорили, то есть она и комнаты убирала, и обед готовила. Это были лучшие дни моей московской жизни. Тем не менее, я все еще ничего не делал, не зная, куда себя думать со всеми своими способностями. Ходил по театрам, бегал на лекции, бродил по Третьяковке и Щукинской галереи, торчал то в кафе у Филипова, то в других кафе. У меня завелись два новых друга, студенты Володя Лазаревич и Женя Хазин. Они были хорошо воспитаны, живо интересовались всем, что было нового в науке, литературе, искусстве, и, как ни странно, тоже верили в меня. Мы вместе посещали Московский университет, где я был вольнослушателем, ходили на лекции, совершали экскурсии по Москве, знакомясь с ее стариной, бегали на лыжах по Москве-реке, по воскресеньям ходили на Воробьевы горы, кататься на бобслеях. И если были деньги, даже завтракали иногда там, в ресторане у Крынкина. Кроме этого, мы выступали в разных кружках, то литературных, то драматических. Я помню, даже ставили какую-то блоковскую пьесу. Появились в нашей компании две красивые девушки, Лиза и Машенька, дочери доктора Воронова. Володя ухаживал за старшей Лизой, на которой впоследствии женился, а я крутил голову младшей Машеньке. К сожалению, сестра моя Надя не могла подолгу жить в Москве. Ей приходилось уезжать с труппой в длительные поездки. Тогда я переселялся к Жене и Володе. Они снимали вдвоем довольно большую комнату, и я спал у них на диване. Их общество во многом оказало на меня благотворное влияние. Я меньше стал воображать о себе, больше учиться, проводил целые дни в университете или в румянцевской библиотеке. От моей надменности и непонятности вскоре не осталось и следа. Все же пробиться, обратить на себя внимание общества мне мне никак не удавалось. Все мои достижения ограничивались успехами у курсисток, молодых студенток, да еще у купеческих девиц, которые томились в своих замоскворецких теремах и жаждали просвещения. На Масленицу, на Пасху и по большим праздникам нас молодежь обязательно приглашали в такие купеческие дома, где закармливали блинами и кулебяками. Одной такой девице, совершенной психопатке, над которой дрожали любящие родители, я даже давал уроки сценического искусства за 10 рублей в месяц. Продолжалось это довольно долго, около года, и девице стало было уже делать кое-какие успехи, но, к сожалению, окончательно свихнулась, и ее пришлось отвезти в лечебницу. Знакомства у нас были самые разнообразные. Каким-то непонятным образом мы познакомились с Борисом Филипповым, сыном известного всей Москве булочника. Это был неисправимый кутило, стоивший своему отцу немало денег, но весьма неглупый, веселый и приятный человек. Учился он за границей и говорил на трех языках. Языки эти ему сильно пригодились впоследствии. После революции он попал в эмиграцию, я встретил его в Нью-Йорке. Он служил портье в отеле Ансония, где мы, русские артисты-гастролеры, любили останавливаться из патриотизма. Портье был наш, русский. Как-то на масляной Борис пригласил нас к себе на блины. Жил он на Тверском бульваре в особнячке с балконом на улицу. К часу дня мы собрались у него в гостиной. Он рассказывал нам про маленького медвежонка, которого ему недавно подарили, который вертелся тут же под ногами. А рядом в столовой был накрыт великолепный стол, уставленный балыками, винами, водками, хрустальными вазами с икрой и прочим. Один вид этого стола вызывал аппетит необычайный. Разговор шел о том, что медвежонок иногда выходит на балкон и начинает там делать всякие выкрутасы, собирая огромную толпу зрителей. Причем Борис заметил, что у медвежонка все недостатки актера. Он любит успех и тщеславен до предела. Поэтому он целый день на балконе. Пока мы смеялись над этой характеристикой, тщеславный медвежонок, соскучившись, ушел в столовую, взял за конец скатерть, которой был накрыт стол, и пошел с ней на балкон показывать свое искусство зрителям. Можете себе представить эту картину? С ней можно сравнить только гибель Помпеи Брюлова. Все погибло, все. Но Филиппов отвез нас всех к Тестову, где и накормил по-московски. Среди знакомцев наших были два журналиста, Коля Вершбицкий и Женя Хохлов. Много дней и главным образом ночей провел я в их обществе. Но где они работали и на что они жили, так до сих пор и не знают. Парни они были задушевные и главные большие мастера по части раздобывания денег. Коля толстый, бритый наголо, носил какую-то тибетейку и был похож на татарина. А Женя был худой, длинный, как жерть, носил рыжую бороду, которую все время задумчиво навевал на палец. Кроме них было еще много других людей, выскользнувших уже из моей памяти, которые вертелись вместе с нами на карусели тогдашней московской жизни. Это были 1910-1912 годы. В нашем мире богемы, а я пишу только о нем, каждый что-то таил в себе, какие-то надежды, чисто любивые замыслы, невыполнимые желания. Каждый был резок в своих суждениях, щеголял надуманной оригинальностью взглядов и непримиримостью критических оценок. Все мечтали обратить на себя внимание любой ценой, дулись и пыжились, как лягушки из крыловской басни. А надо всем этим гулял хмельной ветер поэзии Блока, отравивший не одно сердце мечтами о прекрасной даме о незнакомке. И горький будто нам угрожая писал, а вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Стихи эти читались на всех концертах и действовали сокрушающе. Все вдруг испугались этой перспективы. Как будто о каждом обязательно надо было писать песню или рассказывать сказку. Помощники присяжных поверенных в безукоризненных визитках от Делоса стали писать стихи и почитывать их томным голосом на именинах за кулебяками. Зубные врачи вешали у себя в приемные портреты артистов с цитатами из Ипсоновских пьес. Доктора рассеянно выслушивали больных, но могли часами спорить о постановке Андреевской жизни человека. Московские купцы скупали всякую живописную дрянь, выставленную у Донцира или Аванса на Кузнецком. В кружке на Дмитровке ежедневно устраивались лекции литературной суды над героями романов, вечера поэзии и прочее. Белотелые купеческие дочки, налитые жиром, надев скромные черные юбки с белыми блузками, тихо сидели на всех лекциях с тетрадками в руках и что-то записывали. Курсистки, приглашавшие к себе товарищей и подруг на чашку чая, укутывали электрические лампочки красной кисеей, создавая интим, и читали стихи, да одури, надушившись пронзительным лориганом коти или ландышем иллюзион дролля. Принимали гостей полулежа на кушетках, курили папиросы из длинных мунштуков, стриглись под мужчин и кутались в пестрые шали. Стиль этот назывался софо. Молодые актрисы пускали себе в глаза атропин, чтобы шире были зрачки, говорили унывными голосами, звенящими и далекими, точно из другой комнаты. «Я люблю лесные травы ароматные, поцелуи и забавы невозвратные, все, что манит и обманет нас загадкою, и навеки сердце ранит тайной сладкою». Читая стихи, концы строчка не проглатывали для большего впечатлений. Молодые актеры из глубокой провинции держали экзамен на статистов при Московском художественном театре, и по страшнейшему отбору из 500 человек допускались в количестве приблизительно пяти конкурсов. Из них брали двух-трех. В театре они годами изображали толпу. И это считалось за счастье и называлось попасть в художественный театр. Пакгаузы этого театра были битком набиты талантами. Запас был лет на десять. В трех сестрах какой-нибудь счастливец выносил в третьем акте шарманку. Он благоговейно играл на ней, крутя рукоятку и переживая. Потом уходил, взвалив шарманку на спину. Утром на репетиции Станиславский говорил ему «Вот что, вчера уходя, вы неискренне встряхнули шарманку». И все. Роль эта уже отдавалась другому. В какой-то пьесе, не помню, должно было быть море. Для этого на сцене было разложено огромное размалеванное полотно, по краям которого сидели статисты. Сидели они на корточках и задыхаясь изображали волнение этого моря. Утром на репетиции большие актеры, явно издеваясь, говорили им «Вы вчера очень талантливо сыграли. Это море то». На приемных экзаменах темпераментные молодые люди, приехавшие из глуши, поставив стул перед собой, буйно декламировали. «Без отдыха пирует с дружиной удалой Иван тфу Васильич тфу грозный тфу под матушкой Москвой». «А зачем вы плюетесь?» спрашивали его. «Это лучшее средство для смазки горла», отвечал молодой лицедей. Нежные худосочные девицы после отрывка из Достоевского или пяти строк прочитанного стихотворения уже бились в настоящей истерике к удовольствию экзаменаторов, требовавших подлинности чувств. Так же было и в других театрах. Молодые актеры и актрисы томились годами на выходах и увидали. Одни, разочаровавшись, бросали сцену и выходили замуж, иные кончали жизнь самоубийством. Надо было иметь меценатов-покровителей или богатых любовников или влиятельных мужей и родителей, а иначе. В поэзии и литературе господствовали докаданские влияния, в стихах воспевались неестественные красоты. «О, закрой свои бледные ноги!» восклицал Брюсов. И сатирик Саши Черный добавлял «бледно-русые ноги свои!» Появился журнал «Перевал», в котором на дорогой ватманской бумаге печатались парфюмерно изысканные опусы Ауслендера из жизни Маркиса и Принцессы. Продраться сквозь этот лес благополучно устроившихся бездарностей было невозможно. Все это рождало протест. Мы, богемы того времени, были напичканы до краев динамитом искусства. Мы могли сказать новое, но нас никуда не пускали и не давали высказаться. Вот тут-то и появился кокаин. Кто первый начал его употреблять? Откуда занесли его в нашу среду, не знаю. Но зла он наделал много. Продавался он сперва открыто в аптеках в запечатанных коричневых баночках по одному грамму. Самый лучший немецкой фирмы Марк стоил полтинник грамм. Потом его запретили продавать без рецепта и доставать его становилось все труднее и труднее. Его уже продавали с рук, нечистый, пополам с зубным порошком и стоил он в 10 раз дороже. На гусиное перышко зубочистки набирали щепотку его и засовывали глубоко в ноздрю, втягивая весь порошок как нюхательный табак. После первой понюшки на короткое время ваши мозги как бы прояснялись, почувствовали необычайный подъем, ясность мысли, бодрость, смелость, дерзание. Вы говорили остроумно и ярко, тысячи оригинальных мыслей роились у вас в голове. Перед вами как бы открывался какой-то новый мир высоких и прекрасных чувств. Точно огромные крылья вырастали у вашей души. Все было светло, ясно, глубоко, понятно. Жизнь со своей прозой, мелочами, неудачами как бы отодвигалась куда-то, исчезала и уже больше не интересовала вас. Вы улыбались самому себе, своим мыслям, новым и неожиданным, глубочайшим по содержанию. Продолжалось это десять минут. Через четверть часа кокаин ослабевал, переставал действовать. Вы бросались бумаги, пробовали записать эти мысли. Утром, прочитав написанные, вы убеждались, что все это бред. Передать свои ощущения вам не удалось. Вы брали вторую понюшку, она опять подбадривала вас на несколько минут, но уже меньше. Стиснув зубы, вы сидели точно завинченный котел с паром, из которого его уже невозможно выпустить так крепко завинчены гайки. Дальше все учащая понюшки, вы доходили до степени полного отупения. Тогда вы умолкали. И так и сидели, белый как смерть, с кроваво-красными губами, кусая их до боли. Острое желание причинить себе самому физическую боль едва не доводило до сумасшествия. Но зато вы чувствовали себя гением. Все это был, конечно, жестокий обман наркоза. Говорили вы чепуху, и нормальные люди буквально шарахались от вас. Постепенно яд все меньше и меньше возбуждал вас, и под конец совсем переставал действовать, превращая вас в какого-то кретина. Вы ничего не могли есть, и организм истощался до предела. Пить кое-что вы могли, коньяк, водку, только очень крепкие напитки. Они как бы отрезвляли вас, останавливали действие кокаина на некоторое время, то есть действовали как противоядие. Тут нужно было ловить момент, чтобы бросить нюхать и лечь спать. Не всегда это удавалось. Потом, приблизительно через год, появлялись тяжелые последствия в виде мании преследования, боязни пространства и прочего. Короче говоря, кокаин был проклятием нашей молодости. Ем увлекались многие. Актеры носили в жилетном кармане пузырьки и заряжались перед каждым выходом на сцену. Актрисы носили кокаин в пудреницах. Поэты, художники перебивались случайными понюшками, одолженными у других, ибо на свой кокаин чаще всего не было денег. Не помню уже, кто дал мне первый раз понюхать кокаин. Но пристрастился я к нему довольно быстро. Сперва нюхал понемножку, потом все больше и чаще. «Одолжайтесь», по-старинному говорили обычно угощавшие. И я угощался. Сперва чужим, а потом своим. Надо было где-то добывать. Обегав всю Москву в поисках работы и ничего не найдя, я как-то сидел в маленьком садике при театре миниатюр, который держала Марья Александровна Арцебушева с мужем Юрием Константиновичем в Мамоновском переулке по Тверской, где сейчас помещается театр юного зрителя. Марья Александровна была женщина энергичная и волевая, довольно резкая и нерешенная остроумия. Собрав кое-какую труппу, она держала театр, хотя сборы были плохие. Актеров приличных не было, костюмов тоже, а о декорациях и думать нечего. В оркестре сидел меланхолический пианист Попов и аккомпанировал кому угодно по слуху. Он не выпускал трубки изо рта и ничему не удивлялся. Кроме того, Марья Александровна еще давала уроки балетного искусства. Ученицами ее были молодые довольно талантливые балерины, не попавшие в Большой театр. Маруся Дарто, Лидия Бони, Катя Лорен, Мария Юрьева, Татьяна Бах и другие. Группа эта называлась «Частный балет». Занимаясь у Марьи Александровны, молодые балерины выступали также и в ее театре для практики. Марья Александровна была грозная женщина, за словом в карман не лезла, и я лично боялся ее как огня. В театр я ходил к знакомым актерам и часто сидел с ними днем в садике после репетиции. Многие из них жили там же, при театре наверху в уборных. Марья Александровна не любила людей, слоняющихся без дела вроде меня, и потому, когда она замечала такого человека, то всегда думала, как его использовать, приспособив к своему театру. Завидев меня среди своих актеров, она как-то вскользь заметила, что вы шляетесь без дела, молодой человек, шли бы лучше в актеры ко мне в театр. Да, но я же не актер, возразил я, я ничего собственно не умею. Не умеете, так научитесь. Я призадумался, а сколько я буду получать за это, деловито спросил я. Она расхохоталась. Получать? Вы что, в своем уме? Спросите лучше, сколько я с вас буду брать за то, что сделаю вас человеком. Я моментально скис. Заметив это, Марья Александровна чуть подобрела. Ни о каком жаловании не может быть и речи, но в три часа дня мы садимся обедать. Борщ и котлеты у нас всегда найдутся. Вы можете обедать с нами. Сказав это, она повернулась и пошла на репетицию. Что же мне оставалось делать? Я согласился. Таким образом, моим первым жалованием в театре были борщ и котлеты. Делать мне в ее театре было нечего. Шли маленькие одноактные пьески и старинные водевили, вроде Льва Гурча Синичкина. Или вдруг Марья Александровна ставила однактную оперку пергамента княжна Азвяковна и энергично решала, что главного героя, какого-то доброго молодца, должен пить я. Но я же не умею петь. Я никогда не учился этому, пробовал я возражать. Неважно, научитесь, разучивайте роль. И я пел. Как? Не будем говорить об этом. В это время на танцевальном горизонте появилась новинка. Последний крик моды танго. Марья Александровна, учтя интерес публики к этому танцу, немедленно вызвала из Большого театра балетмейстера Домашова и сговорилась, что за какую-то сумму он поставит танго для ее девочек. Томашов выбрал хорошо сложенную и довольно красивую Эльзу Крюгер, а в партнеры к ней взял молодого студента ее поклонника Валентина, фамилию я позабыл, тоже очень интересного и стройного юношу. Эльзе сшили апельсиново-оранжевое платье, а Вали, так значился он в афише, взяли на прокат фраг из костюмерной Талдыкина. Домашов поставил танец интересный, главное по-новому, с большой дозой секса. Публика пришла в восторг. Дела в театре стали поправляться, а к этой экзотической паре Марья Александровна еще добавила красавицу Валентину Кашубу, хорошенькую Дарто, талантливую Юрьеву, довольно сильную балерину, и иногда даже брала потихоньку балерин из Большого театра, Лидию Маклецову и других. Театр ожил, появились собственные балетоманы, молодые безусы лицеисты и правоведы, покупавшие первый ряд и приезжавшие к балетному отделению. Сборы поднялись. Мне совершенно нечего было делать в этой программе, и я серьезно задумался над своим положением в театре. Вспомнив о своих поэтических способностях, я решил написать острые пародии на злобу дня. Главной заботой дня было, конечно, танго. Я написал первую пародию «Танго. Танец для богов». Потом еще пародию «Фурлана». Это было название нового танца, появившегося вслед за танго. Потом третью, в которой вышучивалась любовная история светской дамы, изменившей мужу с богатым поклонником, из-за каракулевого сака, который ей очень хотелось иметь, и который был очень моден в этом сезоне в Москве. Прошли годы, и из этого каракуля она теперь шьет зимние шапки своим детям. Пародия называлась «Теплый грех». Потребовав себе фраг на прокат, я выходил немедленно после танго Крюгер и Вали и довольно бесцеремонно вышучивал их. Публика снова была в восторге. Однажды в театр пришел журналист кажется Сергей Яблановский из русского слова, самый большой газета того времени, и написал рецензию о нашем театре. Нельзя сказать, чтобы она была хвалебной, критик всех поругивал, только обо мне выразился так остроумный и жеманный Александр Вертинский. Этого было достаточно, чтобы я задрал нос и чтобы все наши актеры меня возненавидели моментально. Но уже было поздно. Успех мой шагал сам по себе. Меня приглашали на вечера, а иногда даже писали обо мне. Однако кокаин я не бросил. Марии Александровне пришлось дать мне наконец жалование, 25 рублей в месяц. Что при борщей и котлетах уже являлось каким-то базисом, на котором можно было разворачиваться. Но увы, деньги эти шли главным образом на покупку кокаина. Вернулась из поездки моя сестра. Мы поселились вместе, сняв большую комнату где-то на кисловке. К моему великому огорчению она тоже не избежала ужасного поветрия и тоже кокаинилась. Часто целыми ночами напролет мы сидели с ней на диване и нюхали этот проклятый белый порошок и плакали, вспоминая свое горькое детство. Нас подобралась небольшая компания. Мы вместе ходили по ресторанам и вместе нюхали до утра. Куда только мы не попадали. В три часа ночи, когда кабаки закрывались, мы шли в комаровку, извозчичую ночную чайную петровских ворот, где в сыром подвале пили водку с проститутками, извозчиками и всякими подозрительными личностями и нюхали, нюхали это дьявольское зелье. Конечно, ни к чему хорошему это привести не могло. Во-первых, кокаин разъедал слизистую оболочку носа, и у многих таких, как мы, носы уже обмякли и выглядели мы ужасно. А во-вторых, наркоз уже почти не действовал и не давал ничего, кроме удручающего, безнадежного отчаяния. Я где-то таскался по целым дням и ночам и даже сестру Надю стал видеть редко. А ведь мы очень любили друг друга. Надя была единственным близким мне человеком в этом огромном шумном городе. И я не сберег ее. Что это, кокаин? Анестезия. Полное омертвение всех чувств. Равнодушие ко всему окружающему. Психическое заболевание. Помню, однажды я выглянул из окна мансарды, где мы жили, окно выходило на крышу, и увидел, что весь скат крыши под моим окном усеян коричневыми пустыми баночками из-под марковского кокаина. Сколько их было! я начал в ужасе считать, сколько же я вынюхал за этот год! И в первый раз в жизни я испугался, мне стало страшно. Что же будет дальше? Сумасшедший дом? Смерть? Паралич сердца? А тут еще галлюцинации. Я уже жил в мире призраков. В одну минуту я понял все. Я встал, я вспомнил, что среди моих знакомых есть знаменитый психиатр, профессор Баженов. Я вышел на Тверскую и решил ехать к нему. Баженов жил на Арбате. Подходя к остановке, я увидел совершенно ясно, как Пушкин сошел со своего пьедестала и тяжело шагая по потрясенной мостовой, крутилась у меня в голове, тоже направился к остановке трамвая. А на пьедестале остался след его ног, как в грязи остается след от колош человека. Опять галлюцинация, спокойно подумал я, ведь этого же быть не может. Тем не менее, Пушкин стал на заднюю площадку трамвая, и воздух вокруг него наполнился запахом резины, исходившим от его плаща. Я ждал, улыбаясь, зная, что этого быть не может, а между тем это было. Пушкин вынул большой медный старинный пятак, которого уже не было в обращении. Александр Сергеевич, тихо сказал я, кондуктор не возьмет у вас этих денег, они старинные. Пушкин улыбнулся, ничего у меня возьмет. Тогда я понял, что просто сошел с ума. Я сошел с трамвая на Арбате. Пушкин поехал дальше. Профессор Бажанов тотчас принял меня. Ну, в чем дело, юноша, спросил он. Я сошел с ума, профессор, твердо выговорил я. Вы думаете, как-то равнодушно и спокойно спросил он. Да, я уверен в этом. Ну, тогда посидите пока. Я занят, и мне сейчас некогда. И он начал что-то писать. Через полчаса он так же спокойно вернулся к нашему разговору. Из чего же вы, собственно, заключаете это? спросил он просто, как будто даже не интересуясь моим ответом. Я объяснил ему все, рассказав также о том, как ехал с Пушкиным в трамвае. Обычные зрительные галлюцинации, устало заметил он. Минуту он помолчал, потом взглянул на меня и строго сказал. Вот что, молодой человек, или я вас посажу сейчас же в психиатрическую больницу, где вас через год-два вылечат, или вы немедленно бросите кокаин сейчас же. Он засунул руку в карман моего пиджака и, найдя баночку, швырнул ее в окно. До свидания, сказал он, протягивая мне руку. Больше ко мне не приходите. Я вышел, все было ясно. Был сентябрь 1913 года. В театрах начинался зимний сезон. В московском художественном были объявлены конкурсные испытания, прием статистов или сотрудников, как это называлось. Я пошел на конкурс. Народу было видимо-невидимо. Из самых дальних медвежьих углов России понаехали в Москву алчущие и жаждущие юные лицедеи. Многие были настолько бедны, что не имели даже средств, чтобы снять комнату и спали на вокзалах и на скамейках парков. Все волновались, заглядывали в какие-то тетрадки и книжечки стихов, что-то повторяли, что-то заучивали наизусть, разговаривали сами с собой вслух и, никого не замечая, бродили по коридорам и фоя театра, бормоча и жестикулируя. Мужчины, подражая провинциальным актерам, носили буйные шевелюры и бархатные блузы с небрежно повязанными бантами. Женщины, гладко зализанные, с локонами сосисками, свисавшими с боков, одеты в черные пышные платья из тофты или бархата, затянутые в талии широкие к низу. Шуршащие и мягкие, стилизованные под героинь тургеневских пьес, с белыми стругими камеями в виде брошек, они сжимали в мокрых руках маленькие бархатные книжечки стихов, изданные в виде католических молитвенников. Почти никто не читал классиков на этом конкурсе. Читали новых поэтов Блока, Брюсова, Ахматову, экзаменаторы дивились. Никто из экзаменаторов не знал ни Цветаевой, не даже сильно нашумевшего, скандально объявившего себя гением Игоря Северянина с его громкокипящим кубком и ананасами в шампанском. А молодежь читала именно этих, новых. Отбирали нас артисты художественного театра, сидевшие в разных комнатах и по очереди допрашивали. Я попал к МЧДелову, он очень подробно и внимательно гонял меня по установленному курсу и держал довольно долго. В конце концов я был допущен к конкурсу. Это уже была большая победа. Из 500-600 человек к конкурсу было допущено всего 5. Я помню из них Церетели, Смышляева, Веру, Орлову. Экзамен начался в торжественной обстановке. За длинным столом накрытым сукном сидел весь цвет театра. Москвин, Качалов, Лужский, Артем, Книпер, Леонидов и, конечно, Станиславский с Немировичем Данченко. Первые три актера прошли благополучно. Церетели изысканно манерничал. Смышляев закатил истерику из Достоевского. Верочка Орлова плакала настоящими вот такими крупными слезами, видными издалека. Я был последним. Читал я много. Чем больше я читал, тем больше удивлялись экзаменаторы. Чьи-то стихи спрашивали меня. Я называл никому неизвестные имена молодых поэтов моего круга. Артисты художественного театра пожимали плечами и переглядывались. А Пушкина вы читаете? Нет. Почему? Не любите его, что ли? Люблю, конечно. Как можно не любить Пушкина? Так как же так? Любите и не читаете? Тут я осмелился выразиться весьма необдуманно, что, по-видимому, и погубило меня. Оскар Уальд говорит, заявил я, что классики это писатели, которых надо внимательно проштудировать и немедленно забыть. Это была неслыханная дерзость. Тем не менее, меня еще долго гоняли по программе и улыбались, как будто весьма дружелюбно и сочувственно. В конце допроса Станиславский, переглянувшись с Немировичем, повертев в руках карандаш, неожиданно спросил меня. Вот вы плохо произносите букву «Р». Что вы думаете делать с этим дефектом? «Я буду учиться исправлять его», отвечал я дрожащим голосом. «Довольно, спасибо». На мне экзамен закончился. Товарищи поздравляли меня, все были уверены, что я принят. На другой день, я, придя в театр, бросился к доске, где были вывешены имена принятых сотрудников. Моего имени не было. Началась война. Госпитали Москвы были забиты ранеными. Госпитали эти были не только казенные. Многие богатые люди широко откликались на патриотические призывы земства и открывали на свои средства больницы для раненых. Однажды вечером я шел по Арбату. Около особняка купеческой дочери Марии Савишны Морозовой стояла толпа. Привезли с вокзала раненых. В этом особняке был госпиталь ее имени. Раненых вынимали из кареты и на носилках вносили в дом. Я стал помогать. Когда последний раненый был внесен, я вместе с другими тоже вошел в дом. В перевязочной доктора спешно делали перевязки, разматывая грязные бинты и промывая раны. Я стал помогать. За этой горячей работой незаметно прошла ночь, потом другая, потом третья. Постепенно я втягивался в эту новую для меня лихорадочную и интересную работу. Мне нравилось стоять до упаду в перевязочной, не спать ночи напролет. В этом была конечно какая-то доза позерства необходимого мне в то время. Я уже всю свою энергию отдавал госпиталю. Я читал раненым, писал им письма домой, присутствовал на операциях, которые делал знаменитый московский хирург Холин, и уже был вовлечен с головой в это дело. Появились сестры барышни из общества Верочка Дюкомен, Надя Лопатина, Наташа Третьякова и другие. Все работали на совесть, горячо и самозабвенно. И о кокаине я как-то стал забывать. Мне некогда было о нем думать. Дома я почти не бывал, ночевал в госпитале. Потом Морозова решила организовать свой собственный санитарный поезд. Подчинялся он союзу городов и имел номер 68. Начальником его был назначен граф Никита Толстой. 25 серых вагонов третьего класса, плюс вагон для перевязок, плюс вагоны для персонала, кухня, аптека, склады. Таков был состав поезда. Все это было грязно и запущено до предела. Мы все горячо взялись за уборку. Мыли вагоны, красили их, раскладывали тюфяки и подушки по лавкам, устраивали перевязочную, возили из города медикаменты и инструменты. Через две недели поезд был готов. На каждом вагоне стояла надпись «68-й санитарный поезд Всероссийского союза городов имени Марии Савишны Морозовой». Я был уже в его составе и записался почему-то под именем брата Пьеро. И тут не обошлось без актерства. Поезд ходил от фронта до Москвы и обратно. Мы набирали раненых и сдавали их в Москве, а потом ехали порыжняком за новыми. Работали самоотверженно, не спали ночей, обходили вагоны, прислушивались каждому желанию, каждому стону раненого. У каждого был свой вагон. Мой один из самых чистых и образцовых. Мне была придана сестра Наташа Третьякова, очень красивая и довольно капризная девушка, в которую я для начала немедленно влюбился. Очень скоро с черной работы меня перевели на перевязки. Я быстро набил руку, освоил перевязочную технику и поражал даже врачей ловкостью и чистотой работы. Назывался я по-прежнему брат Пьеро или попросту Пьероша. О фамилии моей почти никто и не знал. Выносливость у меня была огромная, я мог ночами стоять в перевязочной. Этим я, конечно, бравировал. В свободные часы, когда не было раненых и поезд шел пустым, мы собирались в вагоне столовой, и я развлекал товарищей шуточными стихами, написанными на злобу дня. И даже иногда пел их на какой-нибудь знакомый всем мотив под гитару такого же брата милосердия Златоустовского или Кости Денисова. Несколько первых рейсов с нами ездила в качестве старшей сестры графиня Толстая Татьяна Константиновна, родственница графа Никиты. Это была очаровательнейшая, седая уже, добрая и благородная барыня. Она очень любила цыган и цыганские песни и пляски, крестила у них детей, женила их и вообще была цыганской матерью. Ее скромная квартирка в Настасинском переулке всегда была полна цыган. Кроме того, она сама писала неплохие по тому времени романсы. А ее знаменитую «Спи, моя печальная», на слова Бальмонта, пела вся Москва. Меня она заметила сразу, и вскоре я сделался ее любимцем. «Пьероша, спой что-нибудь», просила она в часы досуга. И я пел или цыганский романс, или какую-нибудь довольно беззастенчивую нагловатую пародию на наше житье-бытье, никого не щадя и все подмечаю. Это имело успех, можно похвастаться. Тем все и ограничивалось. Я писал, правда, и лирические стихи, но никому их не показывал. Работы было много, мы часто не имели даже времени поесть. Людей тогда не щадили на войне, целые полки гибли где-то в Мазурских болотах от блестящих гвардейских, гусарских и драгунских полков иногда оставались одни ошметки. Бездарное командование бросало целые дивизии в безнадежно гиблые места. Скоро почти весь цвет русской императорской гвардии был истреблен. У нас в поезде солдаты молчали, покорно подставляли обрубки ног и рук для перевязок и только тяжело вздыхали, не смея роптать и жаловаться. Я делал все, что в моих силах, чтобы облегчить их страдания, но все это, конечно, было каплей в море. Помню, где-то в Польше, в местечке, я перевязывал раненых в оранжереи какого-то польского пана. Шли тяжелые бои и раненые поступали непрерывным потоком. Двое суток я не смыкал глаз. Немцы стреляли разрывными пулями и ранения почти все были тяжелыми, а на перевязках тяжело раненых я был один. Я делал самую главную работу, обмывал раны и вынимал пули и осколки шрапнели. Мои руки были, так сказать, священны, и я не имел право дотрагиваться ими до каких-либо посторонних вещей и предметов. Каждые пять часов менялись сестры и помощники, а я оставался. Наконец, приток раненых иссяк. Простояв на ногах почти двое суток, я был без сил. Когда мыл руки, вспомнил, что давно ничего не ел, и отправился внутрь оранжереи, где было помещение для персонала. Раненые лежали, как попало, на носилках и без, стонали, плакали, бредили. В глазах у меня бешено вертились какие-то сине-красные круги. Я шатался, как пьяный, мало что соображая. Вдруг я почувствовал, как кто-то схватил меня за ногу. «Спойте мне что-нибудь», попросил голос. Я наклонился, присел на корточке. «Петь почему? Бредит он, что ли?» «Спойте, я скоро умру», попросил раненый. Словно во сне я опустился на край носилок и стал петь. По-моему, это была колыбельная на слова Бальмонта. «В жизни кто оглянется, тот во всем обманется. Лучше безрассудную жить мечтою чудную, жизнь проспать свою, баюшки бою». Закончил я песню, не помню. Утром мои товарищи с трудом разыскали меня в груди человеческих тел. Я спал, положив голову на грудь мертвого солдата. Да, мы отдавали раненым все, и силы свои, и сердца. Расставаясь с нами, они со слезами на глазах благодарили нас за уход, за ласку, за внимание к их несчастной судьбе, за то, что спасли им жизнь. И в самом деле, случалось, что делали невозможное. Однажды ко мне в купе, вагоны были уже забиты до отказа, положили раненого полковника. Старший военный врач, командовавший погрузкой, сказал мне, возьмите его, я не хочу, чтобы он умер у меня на пункте, а вам все равно, дальше Пскова он не дотянет. Сбросьте его по дороге, а что у него? Пуля около сердца. Не смогли вынуть, инструментов нет, ясно? Он так или иначе умрет, возьмите, а там сбросите. Не понравилось мне все это, как так сбросить? Почему умрет? Как же так? Это же человеческая жизнь. И вот, едва поезд тронулся, я положил полковника на перевязочный стол. Наш единственный поездной врач Зайдис покрутил головой, ранение было замысловатое. Пуля, по-видимому, была на излете, вошла в верхнюю часть живота и, проделав вход к сердцу и, не дойдя до него, остановилась. Входное отверстие не больше замочной скважины, крови почти нет. Зайдис пощупал пульс, послушал дыхание, смазал запекшуюся ранку йодом и, еще раз, покачав головой, велел наложить бинты. Как это вскинулся я? А так вынуть пулю мы не сумеем. Операции в поезде запрещены. И потом, я не хирург. Спасти полковника можно только в госпитале, но до ближайшего мы доедем только завтра к вечеру, а до завтра он не доживет. Зайдис вымыл руки и ушел из купе. А я смотрел на полковника и мучительно думал, что делать? И тут я вспомнил, что однажды меня посылали в Москву за инструментами. В магазине хирургических инструментов швабе я взял все, что мне поручили купить. И вдобавок приобрел длинные тонкие щипцы корнцанги. В списке их не было, но они мне понравились своим докадентским видом. Они были не только длинными, но и кривыми и заканчивались двумя поперечными иголочками. Помню, когда я выложил купленный инструмент перед начальником поезда Никитой Толстым, увидев корнцанги, он спросил, а это зачем? Вот запишу на твой личный счет, будешь платить, чтобы не своевольничал. И вот теперь я вспомнил об этих докадентских щипцах. Была не была. Разбудив санитара Гасова, он до войны был мороженщиком, велел ему зажечь автоклав. Нашел корнцанги, прокипятил, положил в спирт, вернулся в купе. Гасов помогал мне. Было часа три ночи. Полковник был без сознания. Я разрезал повязку и стал осторожно вводить щипцы в ранку. Через какое-то время почувствовал, что концы щипцов наткнулись на какое-то препятствие. Пуля. Вагон трясло, меня ошатало, но я уже научился работать одними кистями рук, ни на что не опираясь. Сердце колотилось как бешеное. Захватив препятствие, я стал медленно вытягивать щипцы из тела полковника. Наконец вынул пуля. Кто-то тронул меня за плечо, я обернулся. За моей спиной стоял зайдис. Он был белый как мел. За такие штучки отдают подвоенно-полевой суд, сказал он дрожащим голосом. Промыв рану, заложив в нее марлевую турунду и перебинтовав, я вспрыснул полковнику комфору. К утру он пришел в себя. В Пскове мы его не сдали, довезли до Москвы. Я был счастлив как никогда в жизни. В поезде была книга, в которой записывалась каждая перевязка. Я работал только на тяжелых, легкие делали сестры. Когда я закончил свою службу на поезде, на моем счету было 35 тысяч перевязок. «Как это брат Пиро?» спросил Господь Бог, когда ему докладывали о делах человеческих. «Да так, актер какой-то», ответил дежурный ангел. «Бывший кокаинист». Господь задумался. «А настоящая как фамилия?» Картинский. «Ну, раз он актер и 35 тысяч перевязок сделал, помножьте это все на миллион и верните ему в аплодисментах». С тех пор мне стали много аплодировать. И с тех пор я все боюсь, что уже исчерпал эти запасы аплодисментов или что они уже на исходе. Шутки шутками, но работал я в самом деле как зверь. Попав в санитарный поезд, я совсем потерял связь с сестрой Надей. И вспомнил о ней тогда, когда однажды одна из девушек медсестер, которая немножко ближе знала меня, сказала, «Ты знаешь, Пьероша?» Говорят, твоя сестра умерла. «Умерла?» «Где?» «В Москве, в гостинице». Легла в кровать, закрыла двери и приняла сразу несколько граммов кокаина. И все. Больше я ничего не узнал. Сколько я не искал потом эту гостиницу, сколько не наводил справок, так ничего до сих пор не знаю. Нигде она умерла, нигде ее похоронили. А события развивались своим чередом. Назревала революция, бездарное командование проигрывало войну, солдаты роптали, не верили начальству, некоторых особенно зарвавшихся командиров, издевавшихся над ними, иногда пристреливали в спину во время боя. У престола сидел хитрый мужик Распутин и вертел как угодно слабовольным государем. Всюду открыто говорили об измене и предательстве. Весь 1914 и 1915 я провел в поезде. Лишь в начале 1916 года он был расформирован. Мы разошлись кто куда. Я вернулся в Москву и опять завертелся в богеме. Еще до войны в России началось новое течение в искусстве, известное под названием футуризма. В переводе это означает искусство будущего. Прикрываясь столь растяжимым понятием, можно было в конце концов делать все что угодно. Для нас, молодых и непризнанных, футуризм был превосходным средством обратить на себя внимание. Мы, объявившие себя футуристами, носили желтые кофты с черными широкими полосками, на голове цилиндр, а в петлице деревянные ложки. Мы размалевывали себе лица как индейцы и гуляли по кузнецкому, собирая вокруг себя толпы. Мы появлялись в ресторанах, кафе и кабаре и читали там свои заумные стихи, сокрушая и ломая все веками сложившиеся вкусы и понятия. Футурист жизни, как он себя называл тогда, атлет и красавец, некий Владимир Гольдшмидт, ходивший полуголым лето и зиму, поставил сам себе памятник в скверике напротив Большого театра. Правда, этот памятник через полчаса разбили уличные мальчишки, но скандал был на всю Москву, а мы этого только и желали. Помню, как-то в кружке на Димитровке была лекция академика Овсяника Куликовского. После лекции были объявлены прения. Мы все во главе с Маяковским пришли. Когда прения уже начались, Маяковский взял слово. Наш уважаемый лектор, начал он, господин Лаппо Данилевский, председатель отчаянно зазвонил в колокольчик, не Лаппо Данилевский, а Овсяника Куликовский, строго поправил он. Простите, извинился Маяковский, но я не могу согласиться с мнением академика Семенова Тяньшанского. Он сказал, что поэзия... Снова яростно зазвонил колокольчик. Часть публики негодовала, многие смеялись. Маяковский перекрыл негодующие крики и смех. А поэзия, многоуважаемый господин Новиков Прибой, это... Зал буквально взорвался. Балаган, долой, вон их отсюда! Но Маяковский не успокоился. Академик был переиначен еще в Муравьева Апостола, Сухого Кобылина и, наконец, в Кулика Овсяновского. Это было последней каплей. Трясущегося от возмущения Овсяника Куликовского унесли в кресле за кулисы. Диспут был сорван, что и требовалось доказать. Конечно, Маяковский был самой яркой и крупной фигурой среди футуристов. Еще не сняв военную форму, я однажды попал на какой-то поэтический вечер. Там был Маяковский. Он поразил силой своих последних стихов. Они были беспощадны. Они яростно хлистали по лицу, били по голове, оглушали. Я лучше в баре буду подавать ананасную воду. Мизерабельные тщедушные поэтишки всей своей сворой злобно вцеплялись в его широкие бархатные штаны. Малокровные нервические девицы визжа затыкали уши. Я отыскал его в углу гостиной, где он сидел с бурлюком и, пожав ему руку, сказал, «Вы здорово выросли, Володя!» «Правда?» — радостно улыбнулся он, и глаза его заблестели. А Давид Бурлюк, наставив моноколь, через который разглядывал мое боевое обмундирование, сказал, «Вот вы благородное дело делали, а мы тут варимся, как пельмени в бульоне». В жизни Маяковский, мне кажется, был нелегкий человек. Замкнут суров, надменен до предела, и выражение его лица с брезгливо выпеченной нижней губой было всегда презрительным. При этом он читал свои стихи каким-то особенным, нарочито фатовским голосом, подчеркнуто растягивая слова и снисходительно их бросая. Не знаю, как он читал впоследствии, когда я уже уехал за границу, но в мое время он читал их так. Во всей его манере держаться в фигуре, осанке и жестах чувствовались непередаваемое презрение к окружающим и явный вызов обществу. Он был непримирим и беспощаден в своих суждениях и оценках. Прирожденные революционер после Октябрьской революции он сразу же стал на сторону большевиков. За словом в карман Маяковский, как говорится, не лез. Помню, как-то довольно серенький, но очень самолюбивый поэт Мешков, у которого уже был напечатан тощий сборничек «Снежные будни», осмелился критиковать какое-то стихотворение Маяковского в его присутствии. Маяковский, презрительно усмехнувшись, скривил рот и процедил сквозь зубы. «Ну, конечно, вам оно не нравится. Да ведь вы, небось, привыкли? Сучка Божия не знает ни заботы, ни труда». Взрыв хохота присутствующих окончательно сразил Мешкова. Он встал и вышел. Первые успехи Вечерами летом мы часто собирались на Тверском бульваре, где было кафе Грека. Стакан чаю с куском кулебяки стоил 15 копеек. Но и эти деньги были не у каждого из нас. Поэтому одно время было решено, что каждый вечер за все эти чаи и кулебяки будет платить кто-нибудь один из присутствующих. зато потом целую неделю ему уже не надо ничего платить, ибо это сделают другие товарищи по очереди. Очередь дошла и до меня. В моем кармане в этот вечер было копеек 30, а счет был рубля на полтора. Где достать еще рубль? Я уже, конечно, не ел и не пил ничего, а побежал в конец бульвара к Страстному, чтобы подкараулить там кого-нибудь, у кого можно было перехватить рубль. Как назло, никто из знакомых не проходил. Я начал нервничать, шутка сказать, в залоге у грека сидела вся наша братва и не могла двинуться. Грек не понимал шуток и в долг не давал. Я уже стал приходить в отчаяние, как вдруг, о, небо, в глубине бульвара замаячила грузная фигура одного знакомого и солидного журналиста, с которым меня когда-то познакомила за кулисами театра сестра Надя. Это был один из редакторов весьма распространенной бульварной газеты «Раннее утро» Александр Осипович Волк. Я бросился к нему. «Здравствуйте, Александр Осипович!» радостно вскричал я, чуть не кидаясь ему на шею. Волк шел, по-видимому, после сытного ужина и перекладывал зубочистку из одного угла рта в другой. «А, здравствуйте, милейший!» равнодушно сказал он, не особенно, по-видимому, обрадовавшись встрече. И тут же начал меня журить. «Послушайте, дорогой, ну как вам несовестно? На кого вы похожи? ходите, размалеванный, как клоун какой-то, занюханный, несчастный, смешной. Ведь вы же молодой человек. Подаете кое-какие надежды, так сказать, я вот слушал вас в театре у Арцебушевой, даже написать хотел, ведь из вас может еще выйти прекрасный куплетист, например, и прочее, одумайтесь». Я дал ему высказаться, потом, набрав воздуху и сделав покорное лицо, сразу выпалил. «Александр Осипович, одолжите мне рубль». Волк поморщился, пауза. «Я, конечно, дам вам этот рубль, но это ведь вас не исправит, голубчик», задумчиво сказал он. «Нате, возьмите». И он полез в жилетный карман и вытащил оттуда серебряный рубль. «Ура!» Больше он мне был не нужен. Запрятав рубль в карман, я моментально обнаглел. «А чего вы, собственно, хотите от меня?» спросил я, глядя ему в глаза. «У меня ведь жизнь еще только начинается. А так как вы, к тому же, не мой папаша, меня не содержите и обо мне не заботитесь, не правда ли?» «Я пока еще...» «Тут я на минутку задумался. Я волк, только не такой жирный, как вы. Я голодный волк-одиночка. Меня не кормят кроликами в зоологическом саду, как вас. Я сам добываю себе пищу. А вот «Если я захочу...» Это уже было совсем по-мальчишески. «Если я захочу, я через три года буду знаменитостью. Хотите пари на три рубля?» Волк улыбнулся. «Ну что ж, я только порадуюсь за вас», снисходительно сказал он, принимая пари. Зажав рубль в кулаке, я помчался в кафе, где уже складывались скатерти перед закрытием и заплатил по счету, выкупив всю нашу уже потерявшую надежду компанию. Знаменитостью уже я стал не через три года, а через год. Однажды, проснувшись утром, я выяснил, что я уже несомненная знаменитость. Действительно, билеты в Петровском театре на мои выступления были раскуплены на всю неделю вперед. Получал я уже сто рублей в месяц. Нотные магазины на Петровке были завалены моими нотами «Креольчик, Жаме, Минуточка». В витринах «Аванца» на Кузнецком и в кафе «Усиу» стояли мои портреты в костюме Пьеро. На сцену ежевечерне мне подавали корзины цветов, а у входа в театр меня ждала толпа поклонниц и поклонников. Газеты меня изощренно крыли, а публика частью аплодировала, частью свистала. Но шла на мои гастроли лавой. Студенты рекурсистки переписывали мои стихи, раскупали ноты и развозили их по всей Руси великой. Куда же дальше? Я выиграл, это было ясно. А волка этого самого, увы, нигде не встречал. И вот еще через год или два, когда я уже уехал за границу и прибыл в Константинополь, поставил свои чемоданы в холле гостиницы Терра Палас, навстречу мне с одного из огромных кресел поднялась грузная фигура. — Вы не узнаете меня? — спросил он меня. — Нет. — Я волк, Александр Осипович волк. Помните, я проиграл вам три рубля. Вот уже три года, как я ношу их в бумажнике, чтобы вручить вам. И он подал мне новенькую зеленую трешку. Санта Мадонна, подумал я, и это он отдает долг мне теперь, когда, во-первых, деньги эти мне не нужны, а, во-вторых, уже целая тысяча русских рублей ничего не стоит на турецкие деньги. Я только покачал головой. О, если бы он дал мне зелененькую тогда на бульваре. Впрочем, вернемся в Москву военных лет. С фронта везли-везли новые эшелоны коллег, безногих, безруких, слепых, изуродованных шрапнелью и немецкими разрывными пулями. Все школы, частные дома, где были большие залы, институты, гимназии, пустующие магазины, все было приспособлено под госпитали. Трон шатался, поддерживать ему было некому. По стране ходили чудовищные слухи о похождениях Распутина, об измене генералов, занимавших командные должности, о гибели безоружных полуголых солдат, о поставках гнилого товара армии, о взятках интенданта. Страна дрожала как отозноба, сжигаемая внутренним огнем. Россию лихорадило. Но богемы это пока не касалось. Все продолжали жить своими интересами, издавали сборники стихов, грызлись между собой, эпатировали буржуа, писали заумные стихи, выставляли на выставках явно издевательские полотна и притворялись гениями. И сквозь весь этот вороний грай, крик, писк и вой, покрывая его своей мощью, грозно гремел голос Маяковского. Вам, проживающим за оргию оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет. Ему свистели, в кабаре и кафе в него летели бутылки. Помню, как я ловил их и швырял обратно в публику, когда мы выступали как-то в Петрограде в бродячей собаке, и как Борис Пронин, директор кабаре, вывел нас через черный ход на улицу, спасая от разъяренной толпы гостей. О войне никто не хотел думать. В зале Политехнического музея в Москве самозабвенно пел свои поэзы изысканно галантерейный Игорь Северянин. Вспотевшие от волнения Курсиске яростно аплодировали ему, единогласно избрав его королем поэзии. Тиана как больно как больно Тиана вложить вам билеты в лиловый конверт и звать на помпезный поэзо концерт Тиана мне грустно мне больно Тиана. Браво! задыхаясь кричали Курсиски Браво! А он стоял гордый и надменный в черном глухом сюртуке с длинным лицом немецкого пастора и милостиво кивал головой даже не улыбаясь. Каретка куртизанки в коричневую лошадь по хвойному откосу спускается на пляж распевал он раскачивая стихотворным ритмом. Чтоб ножки не промокли их надо околошить блюстителем здоровья назначен юный паш цилиндры солнцевеют причёсанные лоска и дамьи туалеты пригодны для витрин. А вы были когда-нибудь на пляже, Игорь? спрашивал я его. А что? Да так, кто же ходит на пляж в цилиндрах и туалетах? Туда приходят в купальных костюмах, а куртизанок в калошах вы когда-нибудь видели? Он даже не удостоил меня ответа. К концу вечера, отдавая дань тяжёлому положению на фронте, он читал какие-то беспомощно патриотические стихи. Не помня их содержания, в голове засели лишь две заключительные строки. «Тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин». И тем не менее, успех у него был потрясающий. Северянин был человек бедный, но тянулся он изо всех сил, изображая присыщенного эстета и аристократа. Это очень вредило ему. Несомненно, он был талантлив, в его стихах много подлинного чувства, выдумки, темперамента, молодого напора и искренности, но ему не хватало хорошего вкуса и чувства меры. А кроме того, его неудержимо влекло в тот замкнутый и пустой мир, который назывался высшим светом. Сидя же на чердаке, где-то на Васильевском острове, на шестом этаже, ход у него, как и у меня, через хозяйку, в дешевой комнате, было довольно трудно казаться утонченным Дэнди. В Москве на Тверской на супротив гостиницы Люкс, теперь гостиница центральная, клоун Станевский Бом открыл кафе. Глубокой осенью, когда кафе Грек уже закрыли на зиму, мы перекочевали в Бом. Кафе очень уютное, теплое и нарядное. подавали там хорошенькие официантки в белых чистых передничках и на крахмаленных головных наколках. Под стеклом столиков и на стенах рисунки художников, посещавших кафе, стихи поэтов и автографы литераторов. Кроме того, еще книга, в которой мы писали хозяину на память, рифмованные комплименты. Там можно было встретить кого угодно. Иногда в Боме сидел Алексей Толстой, бывали Эренбург, Сургучев, Анатолий Каменский, Лев Никулин, Владимир Лидин, Дон Аминадо. Из художников скульптор Меркулов, Сарьян, Кончаловский, Ларионов, Гончаров, футуристская молодежь. С неугасающей трубкой с утра до вечера сидел в углу художник Александр Кайранский. Наезжали из Петрограда Судейкин Бенуа. Часто можно было увидеть там Динку сумасшедшую, графиню Роттермунд, в больших желтых бриллиантах, которые оттягивали ей уши, еще очень красивую, но уже увядающую от курения опиума и употребления кокаина. Бывали знаменитые Настя натурщица, Шурка Зверек Монахова, хорошо известные Москве звезды кафе Шантанов, и много еще молодых и красивых женщин. Словом, кафе процветало, и мы привыкли к нему. Как-то мы с Маяковским шли по Тверскому бульвару от Никитских ворот к Страстному. Мы направлялись в это кафе. Была пронзительная злющая осень. Мелкий колючий дождик залезал нам в нос, в уши за воротник. Было очень холодно. Мы ежились и мерзли. Маяковский читал стихи Ахматовой о Пушкине. Смуглый отрок бродил по аллеям у озерных глухих берегов и столетия мы лелеем еле слышный шелест шагов. Стихи ему, по-видимому, очень нравились. Читал он их задушевно в полголоса. Придя к Бому, мы сели за столик в углу на бархатный розовый диванчик. В кафе было полно народу. Через минуту к нам подошла чистенькая накрахмаленная подавальщица и спросила «Вам что?» Маяковский задумался, потом, глядя ей в глаза, спокойно сказал «Стакан очень горячего чаю и драповое пальто». Февральская революция многих обрадовала, многих огорчила, но поразила всех, а иных как-то выбила из колеи. Спешно прикрепляя к груди красной банты, перепуганные буржуа, крупные мелкие чиновники встретили ее с растерянной улыбкой на дрожащих губах, уверяя друг друга, что она и великая, и бескровная. Везде, где только можно было, произносились успокоительные речи. «Все будет хорошо, вот увидите, только не надо волноваться, а главное, надо продолжать войну до победного конца, иначе что же подумают о нас наши союзники?» На именинах, за кулебяками, на блинах, на банкетах, в кружках и собраниях все те же энергичные помощники присяжных, поверенных, в форме всевозможных санитарных учреждений, земгусары, как их называли, стучали ножами по тарелкам, требуя внимания и раскупорив застоявшиеся фонтаны еще не использованного красноречия, рвали и метали в припадках революционного патриотизма. Они были всюду. Куда бы вы ни ткнулись, вы везде натыкались на них. Они ездили на фронт уговаривать солдат продолжать войну, соловьями заливались на митингах, грозно брецали оружием, которого никогда и в руках не держали, и срывали голоса. На вакантном после отречения Николая при столе сидел Александр Четвертый, рыжий присяжный поверенный в защитном френче и крагах с прической бобриком, как у Фельдфебеля. Это был актер, и плохой актер. К нему скоро приклеилась этикетка «Печальный пьеро российской революции». Собственно говоря, это был мой титул, ибо на нотах и в афишах всегда писали «Песенки печального пьеро». И вообще на пьеро у меня была, так сказать, монополия, но я не возражал. По улицам водили разоруженных городовых, прятавшихся кто у кумы, а кто в подвалах, раскамуфлированных приставов и околоточных с перекошенными от страха лицами. А в милиции в уголовном розыске сидела в качестве главного комиссара тоненькая, тщедушная и анемичная юридического факультета девица Сонечка Вайль и испуганно косилась на блестящий наган прикрытой сумочкой. Наган лежал на столе перед ней. Он полагался ей по чину, а она его смертельно боялась. Я был знаком с Сонечкой. Это была приличная, хорошенькая и несколько арахитичная девственница барышня, тщательно охраняемая своими родителями. Мы, по их просьбе, по очереди провожали ее обычно домой после разных диспутов и лекций, ибо она очень боялась возвращаться одна по темным улицам. на площадях у памятника Скобелеву на Страстном, у Манежа с утра до вечера шли митинги. Но все оставалось пока на своих местах. Магазины торговали, кафе тоже, театры работали, спешно перестраивая репертуар. В маленьком Петровском театре, где я выступал, режиссер Давид Гутман, большой шутник и выдумщик, ставил наспех сколоченную пьеску «Чашка чая у Вырубовой». Предпринчивые кинодельцы Дранков, Перский и другие уже анонсировали фильмы с сенсационными названиями, вроде «Тайна германского посольства» и прочее. Появились новые деньги, сразу же названные керенками в честь их создателя. Они были маленькие, имели жалкий вид и походили на этикетки от лекарств. Спекулянты стали сразу зарабатывать их целыми простынями. Все чего-то ждали. Не может быть, чтобы все так спокойно кончилось, ведь это же революция. И не страшно это было подозрительно. «Ничего, еще увидите, подождите», говорили скептики. «Это ведь только цветочки, а ягодки-то впереди». Но на нас, богему, эта революция не повлияла никак. Как будто ее и не было. Пооткрывались новые кафе «Питерск» на Кузнецком и «Кафе поэтов» в Настасинском. Желтых кофт мы уже не носили, но чудили, как всегда. Впрочем, это уже не производило особого впечатления. К нам уже привыкли и слушали нас спокойно со снисходительными улыбочками. Скандал не может длиться бесконечно. Футуризм сделал свое дело, обратив на нас внимание общество, и больше он уже не был нужен ни нам, ни публике. Приезжал из Италии отец футуризма Моринетти, но большого успеха уже не имел. Постепенно мы стали отходить от футуризма. Каждый уже шел своим путем. В итоге футуризм ничего и никого не создал. Маяковский был велик сам по себе, независимо ни от чего. Его цели и устремления были иными и совсем других масштабов. А я в это время, как уже вам докладывал, стал знаменитостью на московском горизонте и жалобно мурлыкал свои аретки в костюме и гриме Пьеро. От страха перед публикой, боясь своего лица, я сделал сильно условный грим. Свинцовое белило, тушь, ярко-красный рот. Чтобы спрятать свое смущение и робость, я пел в таинственном лунном полумраке. Но дальше пятого ряда меня, увы, не было слышно. И заметьте, это в театрике, где всего было триста мест. Впечатлительные падки на романтику женский пол принимал меня чрезвычайно восторженно, забрасывая цветами. Мне уже приходилось уходить из театра через черный ход. Мужчины хмурились и презрительно ворчали. Кокаинист! Сумасшедший какой-то! И что вы в нем нашли? Недоуменно спрашивали они женщин. Я и сам не знал. Петь я не умел. Поэт я был довольно скромный. Композитор тем более наивный. Даже нот не знал. И мне всегда кто-нибудь должен был записывать мои мелодии. Вместо лица у меня была маска, что их так трогало во мне? Прежде всего наличие в каждой песенке того или иного сюжета. Помню, я сидел на концерте Собиного и думал. Вот поет соловей русской оперной сцены. А о чем он поет? Розы грезы опять розы. Соловей аллей до каких пор? Ведь это уже стертые слова. Они уже ничего не говорят ни уму, ни сердцу. И я стал писать песенки новеллы, где был прежде всего сюжет, содержание, действие, которое развивается и приходит к естественному финалу. я рассказывал какую-нибудь историю, вроде безноженьки, девочки-калеки, которая спит на кладбище между лохматых могил и видит, как добрый и ласковый боженька, приклеил ей во сне ноги, большие и новые. Я пел о кокаинетке одинокой заброшенной девочке с мокрых бульваров Москвы, о женщине в пыльном маленьком городе, где балов не бывало, которая всю жизнь мечтала о Версале, о мертвом принце, о балах, о пожах, вереницах карет. И вот однажды она получила дивное платье из Парижа, которое, увы, некуда было надеть, и которое ей, наконец, надели, когда она умерла, и так далее. У меня были жаме, минуточка, бал господин, креольчик, лиловый негр, оловянное сердце. Одну за другой постепенно создавал я свои песни, а публика, не подозревавшая, что обо всем этом можно петь, слушала их с вниманием, интересом и сочувствием. Очевидно, я попал в точку. Как и все новое в искусстве, мои выступления вызывали не только восторги, но и целую бурю негодования. В чем только не упрекали меня, как только меня не поносили и не ругали. Страшно вспоминать. Уже позже в Киеве на концерте какой-то педагог вскочил на барьер ложи и закричал «Молодежь, не слушайте его, он зовет вас к самоубийству!» Молодежь с хохотом сточила его с барьера ложи. А все потому, что в своей песенке «Кокаинетка» я осмелился сказать «Так не плачьте, не стоит моя одинокая деточка кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Лучше синюю шейку свою затяните потуже горжеточкой и ступайте туда, где никто вас не спросит «Кто вы?» Конечно, это было жестоко и не весьма педагогично, но, увы, это было единственное, что можно было ей посоветовать. Сергей Городецкий в Тифлисе как-то написал рецензию на мое выступление. Там были слова «Я еще не знаю, что лучше Некрасовская позовем-ка ее да расспросим или его и ступайте туда, где никто вас не спросит «Кто вы?» Во время выступлений в Киеве я заметил мужчину и женщину, которые не пропускали ни одного моего концерта. Они сидели всегда в первом ряду. Она бешено аплодировала мне, а он как безумный наотмашь лупил ее по щекам. И так каждый раз. Я уходил за кулисы в слезах отчаяния, догадываясь, что эта женщина из тех самых распятых кокаиновой смерти. Да, не сладок был этот мой успех. В одно лето мы с нашим театриком, который держала добрейшая Марья Николаевна Нинина Петипа, бывшая актриса, происходившая из славной театральной династии Петипа, отправились на гастроли в Тифлис, в сад общественного собрания. В ее трупе было много разных актеров, Поль, Женя Скаван, Молодой Покрас, Аркадий, кажется, и другие. Гастролером был я. Однажды в театр пришел пианист Игумнов и сказал Маре Николаевне, что хочет послушать меня. Я перетрусил и отказался выступать. На другой день к ужасу своему я снова увидел его фигуру в театре. Я хотел было опять уклониться от выступления, но Марья Николаевна сказала, «Я так вы сорвете мне весь сезон». Пришлось петь. После спектакля Игумнов пришел ко мне за кулисы, мы познакомились. Потом ужинали в саду. Я был очень недоволен его посещением и сказал ему, «Зачем вы пришли? Ведь вы же только смутили меня своим визитом». «Почему?» удивленно спросил он. «Потому что я не понимаю, как вы, музыкант высокого класса, воспитанный на Бахе, Генделе и Шумане, можете слушать такую дилетанщину?» «Это же просто издевательство надо мной». Он улыбнулся. «Я должен вам заметить», сказал он, «что искусство двигают вперед почти всегда дилетанты, люди не связанные никакими канонами». Грузины принимали меня очень хорошо. Театр был всегда переполнен, а в день моего бенефиса на сцену вкатили автомобиль, сделанный из цветов и подарили большой, оправленный серебром рог. Вечером на куре был дан в честь меня банкет. Произносились тосты и речи, от которых таяло мое сердце. Все было хорошо до тех пор, пока не стали пить из моего бенефисного рога. Когда очередь дошла до меня, Тамада разрешил не пить его до конца, поскольку у меня нет соответствующей практики. Однако из самолюбия и молодечества я осушил содержимое рога до последней капельки. В результате полег костьми и обнаружил себя лишь утром в кустах над пенящейся курой. По приезде из Грузии, о которой у меня остались самые нежные воспоминания, я снова окунулся с головой в московскую жизнь. Я выступал в различных театрах миниатюр и, наконец, снова выдворился в моем милом театрике в Петровских линиях у Марии Николаевны под крылышком. Появился мсье Али Алексей Зарубаев, который в свое время жил в Париже, где и научился петь французские песенки. Ему еще дописали несколько бойких и забавных песенок на русском языке, с которыми он выступал с большим успехом, а его песенку «Я не такая, я иная» напевали все. Это был до некоторой степени мой соперник, но меня это не волновало. Появилась Анна Степовая с цыганскими романсами, гастролировал Хенкин, был неплохой балет Бонни Кирсанова Мария Юрьева, дирижировал Владимир Бокалейников. Театр прочно завоевал московскую публику, и попасть на спектакль, хотя они шли двумя сеансами ежедневно, было трудно. Назывался он теперь Театр сольных выступлений. Я выезжал время от времени на гастроли, был в Одессе, пел в Петрограде, в театре Павильон де Пари, но в общей программе пел по три-четыре песенки, не больше. Потом возвращался в Москву и пел сезон на своем обычном месте. У меня был издатель, очень ловкий и предприимчивый, некий Андрожаевский, в свое время купивший мою первую песню «Минуточка» за 25 рублей. Он скупал у меня все мои песни на корню, по дешевке, и издавал их большими тиражами, украшая ими витрины всех нотных магазинов и в Москве, и в провинции. Все это вместе взятое плюс яростная травля прессы делали мне большую рекламу. Все же меня эти выступления в миниатюрах, в общей программе не удовлетворяли, хотя я и был главным гастролером. Мне хотелось чего-то большего. Однажды ко мне за кулисы пришел антрепренер Леонидов. Это была довольно крупная фигура в театральном мире. Он возил по провинции больших гастролеров, художественный театр, Собинова, Гельцер, Нежданову и даже, кажется, Шаляпина. Приходил он в театр несколько раз, очевидно, приглядываясь ко мне, и однажды спросил меня, «Ну и что же? Вас удовлетворяет ваше теперешнее положение?» «Нет», откровенно осознался я. Он задумался, но ничего больше не сказал. Я продолжал петь. В сущности, это был мой первый серьезный театральный сезон. Был октябрь семнадцатого года. Дирекция решила дать мне бенефис. Я написал несколько новых песен, заказал себе новый костюм Пьеро, черный вместо белого, и Москва разукрасилась огромными афишами «Бенефис Вертинского». Билеты были распроданы за один час. И хотя в этот день было три сеанса вместо двух, все же публика могла бы наполнить еще пять таких театров. Начался вечер. Москва буквально задарила меня. Все фойе было уставлено цветами и подарками. Большие настольные лампы с фарфоровыми фигурами Пьеро, бронзовые письменные приборы, серебряные лавровые венки, духи, кольца, перстни с опалами и сапфирами, вышитые диванные подушки, гравюры, картины, шелковые пижамы, кашне, серебряные портсигары и прочее, и прочее. Подарки сдавались в контору театра, а цветы ставили в фойе прямо на пол, так что уже и публике даже стоять было негде. По старому календарю это было 25 октября, день, как вам известно, начало Великой Октябрьской революции. После бенефиса в первом часу ночи, захватив с собой только те цветы, которые были посажены в ящиках, ландыши, гиацинты, розы, сирень в горшках. Я на трех извозчиках поехал домой в грузины. Подарки я оставил в театре, в конторе. Доехав до Страстнова, я вдруг отчетливо услыхал звуки выстрелов. Начиналась революция, на этот раз настоящая. Ее ждали. В метрополисе дели юнкера, охраняя спекулянтские чемоданы. У Никитских ворот засели белогвардейцы. Извозчики остановились, потом переглянулись, пошептались и сказали, слезай, барин, дальше не поедем, стреляют. Что было делать? Куда девать цветы? Я подумал, велел извозчикам снести ящики и вазоны к памятнику Пушкина и пешком пошел в грузины. Если хотите проверить мои слова, пойдите в Ленинскую библиотеку и посмотрите газеты за этот день, 25 октября 1917 года. И вы увидите, что во всех газетах в этот день были большие объявления бенефис Вертинского. Увы, тогда я не понял, с каким великим событием совпал мой первый бенефис. Я бы сказал заведомую неправду, если бы стал уверять вас, мой дорогой читатель, что сразу уверовал в революцию. Нет, прошлое еще цепкое держало меня под своим влиянием. Я не был недостаточно мудр, недостаточно политически образован, недостаточно проницателен, чтобы ее принять и понять. На всех постах революции стояли новые, никому не известные люди, какие-то большевики, которых раньше никто не видел. Прямые, напористые, грубоватые и совсем простые, пришедшие из фабрик, заводов, шахт, крепко севшие на свои места и, по-видимому, не собиравшиеся их уступать никому. Сразу переменилось лицо Москвы, куда девались корректные, элегантные разговорщики, помощники присяжных, поверенных, бодрые, любезные, как приказчики из знаменитых молочных магазинов Чичкина, куда исчезли снисходительно либеральные московские бары, земцы, общественные деятели. Они исчезли, притаились и выжидали, переодетые во все старенькое. Москва примолкла. Я же пел в своем Петровском театрике у Марьи Николаевны, писал новые вещи. Однажды Леонидов сказал, я хочу вас попробовать, по-моему, вы и ваше искусство шире и больше тех рамок, в которых вы находитесь. Театр миниатюр мал для него. Насколько я понимаю, вас надо вывести на широкую дорогу. Хотите рискнуть? Что это значит, спросил я. Это значит, что я сниму несколько городов, выпущу ваши афиши, и попробую сделать из вас концертанта, солиста, настоящую артистическую величину. Я верю в вас и думаю, что не ошибусь. Хотите? Я согласился. Уж очень это было заманчиво. Взяв отпуск в театре, я уехал с ним. Первый город был Екатерина Слав, теперь Днепропетровск. Приехав в город, я прежде всего пошел посмотреть театр. В нем было 1200 мест. Мне стало ясно, что я не одолею этого театра. В моем Петровском театрике 300 мест, и то дальше пятого ряда меня уже не слышно, а тут 1200. Я испугался и стал умолять Леонидова отпустить меня домой. В отчаянии я предлагал ему даже уплатить неустойку. Я провалюсь, я не смогу, убеждал я его. Марья Николаевна, вам все заплатят. Леонидов был неумолим. Падать так с большого коня, сказал он и повел меня в кассу. Старенькая горбатая кассирша, 25 лет прослужившая в этом театре, сказала мне, «Сбор полный, но мало того, у меня в театре есть за колоннами 10 таких мест, с которых ничего не видно. За 25 лет, что я здесь, в этом театре они ни разу еще не продавались. На ваш концерт впервые даже эти 10 мест проданы». Ну, что было делать? Чтобы еще больше подбодрить меня, Леонидов показал мне две телеграммы. В одной было написано «Провал полный, Леонидов». В другой «Огромный успех, наша лошадка пришла». Вот, сказал он, «Я заготовил эти две телеграммы моему компаньону Варягину. От вас зависит, какую из них я пошлю сегодня ночью». И ушел. Я остался в театре. Разложив свой чемоданчик в уборной, я поставил икону Александра Невского, который всегда возил с собой, зажег лампадку, вызвал пианиста и сел за рояль репетировать. Начало было в 8 часов вечера. Кое-как я распелся, но сердце, нервы, мучительный страх перед публикой. Я чувствовал, что не могу владеть собой. Без четверти 8 я велел принести мне стопку коньяку. Перед открытием занавеса я выпил ее до дна. И сразу все стало просто. по телу разлился блаженный покой. Будь что будет, все равно, подумал я, падать так падать. Концерт я начал тихо, как всегда. Публика насторожилась. Тишина была особенная, выжидающая, но пока еще недоверчива. Да, я забыл еще сказать, что моему концерту был придан антураж. Сначала профессор Иотко играл на цитре, потом выходил чтец-рассказчик, маленький пожилой Володя Сладкопевцев, неподражаемый исполнитель рассказов Горбунова и Щедрина, скромный и талантливый. Эти выступления до меня все же как-то расположили публику. Атмосфера была хорошая. Первое отделение прошло благополучно. Леонидов не показывался. Во втором отделении, подкрепившись еще глотком коньяку, я уже пел увереннее. Бал Господен тронул наконец все сердца. Мне аплодировали довольно много. Последней была песня то, что я должен сказать. Я уже был в ударе, что называется, в полной боевой готовности. Подойдя к краю рампы, я бросал слова, как камни в публику, яростно, сильно и гневно. Уже ничего нельзя было удержать и остановить во мне. Зал задохнулся, потрясенный и испуганный. только так беспощадно, так зло и ненужно отпустили их в вечный покой. Я кончил. Я думал, что меня разорвут. Зал дрожал от иступленных аплодисментов. Крики, вой, свистки, слезы и истерики женщин все смешалось в один сплошной губ. Толпа ринулась за кулисы. Меня обнимали, целовали, жали мне руки, благодарили, что-то говорили. Я ничего не слышал и ничего не понимал. Я упал в кресло. Меня трясла нервная дрожь. Так вот он, этот страшный экзамен названия артиста. Я выдержал его и на этот раз. И вдруг сквозь всю эту толпу я увидел лицо Леонидова. Он шел ко мне. В глазах у него были слезы. «Молодец, мальчик», сказал он, обнимая меня. «Умница! Вот я рву обе телеграммы и посылаю эту». Он прочел мне ее. «Успех небывалый, Вертинский победил. Нас можно поздравить. Мы угадали будущего гения Леонида». С тех пор я стал концертантом. С этого дня я уже не пел в миниатюрах. Я пел концерты со своим хорошо подобранным антуражем. Билеты раскупались задолго до моего выступления. Я делал аншлаги, получал большие гонорары. А в Москве жить становилось все труднее. В магазинах все припрятали. Исчезли сахар, белый хлеб. Пить приходилось чуть ли не денатурат. Ничего нельзя было достать за все мои деньги. А тут я еще как назло влюбился в одну балерину. Балерина была талантлива, но злая, капризная и жадная невероятна. С большими усилиями, благодаря своему имени и гонорарам, я доставал ей все, что было возможно. Духи, одеколон, мыло, пудру, шоколад, конфеты, пирожные. По знакомству мне давали все. Я покупал ей золотые вещи, материалы для платьев, шелк и шифон, бархат и кисию. Все это она принимала как должное, но всего этого ей было мало. Танцует она, например, в Эрмитаже. Я захожу к ней за кулисы. Смотрю, она вытрющивается перед каким-то невзрачного вида посетителем. Что это за тип, спрашиваю я, и чего вы так перед ним выворачиваетесь? «Он не обещал принести одеколон», говорит она. «Ничтожество!» В бешенстве кричу я. «Я ведь только сегодня утром прислал вам ящик от роля, где этого одеколона пять флаконов, и духи, и пудра, и мыло». Она пожимает плечами. Ей мало этого. «Гуляем как-то мы с ней по Мясницкой», теперь улица Кирова. Правую сторону занимают магазины земледельческих орудий. В окнах выставлены шарикоподшипники. Подходим к витрине. «Муся», говорю я, «Вот шарикоподшипники. Купить вам?» «Купите». «А зачем?» «Да так, пусть лежат». «Есть же такие балерины, прости Господи». Театральный сезон кончился, театр закрылся. Марья Николаевна уступила меня Одесскому театру «Гротеск» на ряд гастролей. Я сильно побаивался за свой успех в этом своеобразном городе. Одесситы большие патриоты, у них свои особые вкусы, они имеют своих актеров, которых очень любят, и признают привозных очень осторожно и неохотно. Тем более, что у них была своя собственная звезда в песенном жанре Изо Кремер, довольно талантливая исполнительница французских и немецких песенок, переведенных на русский язык, а также еврейский. Разница между нами была та, что она пела чужие песни, а я свои собственные, ну и в различии жанров, конечно. Муж ее был главным редактором самой крупной газеты «Одесские новости». Я боялся, что эта газета мне не даст ходу. Однако этого не случилось. Изо, с которой я был знаком в Москве, пришла на мой концерт, много аплодировала мне, демонстрируя свою лояльность. Она привела с собой даже мужа, всесильного редактора Хейфица. Публика приняла меня тепло, и отзывы в газетах на другой день были прекрасны. У меня до сих пор сохранилась рецензия Эдуарда Багрицкого, тогда скромного одесского репортера. Рассказывая о своих театральных и концертных дебютах, я вовсе упустил из виду и позабыл еще одну сферу искусства, в которой тоже подвязался. Речь идет о кино. А забыл я об этом скорее всего потому, что кинематограф тогда искусством не считали. Это было, по общему мнению, низкое развлечение, что-то вроде балагана, оснащенного новейшей по тем временам техникой. Но заработать, снимаясь кино, можно было неплохо. И еще до того, как я начал выступать со своими песенками, мне довелось подрабатывать на первой русской кинофабрике Ханжанкова. Поначалу там работали на ощупь и наугад. Никто еще не имел опыта в этом деле. Но фабрика постепенно крепла и завоевывала положение на кинорынке, который до этого питался только привозными иностранными картинами. Первыми режиссерами, насколько я помню, были Чердынин и Старевич, потом Евгений Бауэр, потом некоторое время был Иванов Гай, потом уже появились Протазанов и другие. Была небольшая труппа. Из нее я помню Тамару Гидивановну, Нельскую и Триденскую. Из мужского персонала помню Ивана Мазжухина. Совсем юный актер Народного дома, он был необычайно фотогеничен, хотя тогда этого слова еще и не знали, оно появилось позже. Пробегая мысленно взором свою актерскую жизнь, я, вспоминая то один, то другой эпизод, который сам по себе настолько забавен, что его очень жалко не рассказать, пропустить. Но хронологически его место не здесь, его нужно было рассказать раньше. Но в свое время он выпал из памяти, что делать, волей-неволей приходится нарушать последовательность повествования. И вот эта сумбурность, что ли, моего письма очень огорчает моих милых редакторов. Вы уж простите. тем более, что я заранее предупредил, сознался со всей откровенностью, что хронология мое самое слабое место. Итак, я хочу рассказать об одном замечательном случае из времен моей кинодеятельности, рассказ, о котором в нужном месте я поведать забыл. Я тогда не пел еще своих песен, а только начал работать на фабрике у Ханжанкова. Если не ошибаюсь, в 1914 году на фабрике появился Илья Львович Толстой, сын Льва Толстого, как две капли воды, похожие на отца. Он искал актера на одну из ролей сценария, который написал по рассказу отца «Чем люди живы». Он сам и ставил этот фильм. Согласно сюжету фильма, один из ангелов захотел узнать, как и чем живут люди на земле, и спустившись с неба на землю, попал в семью сапожника. Все актеры у Толстого были уже подобраны, и ему нужен был только ангел. Вначале он предложил эту роль Мазжухину. Иван со смехом отказался. «Ну, какой же я ангел», сказал он. «Вот если б черта, я бы сыграл». Трудность заключалась еще в том, что этот ангел падает с неба зимой прямо в снег, совершенно голый, с одними только крыльями за спиной. Никто не соглашался на такое неприятное дело. Толстой обратился ко мне. Из молодечества и озорства я согласился. «Ты с ума сошел. Голым прыгать в снег. Ты же схватишь воспаление легких», изумлялись товарищи. «Ничего не схвачу. Я спортсмен», презрительно возражал я. «Сколько вы хотите за эту роль?» спросил Толстой. «Сто рублей», прошептал я. Все затаили дыхание. Это была огромная по тем временам сумма. Всеобщему изумлению Толстой немедленно согласился. Очевидно, ангелы были дефицитным товаром. Был подписан договор и выдан аванс 15 рублей. Я повел всех в кабак и был, разумеется, героем дня. Через несколько дней Толстой приехал за мной. Снимать натуру надо было в Ясной Поляне. С вечера мы сели в поезд и утром сошли на маленькой станции. Во дворе за вокзалом нас ждали сани розвольни с медвежьей полостью. В доме нас встретила Софья Андреевна, напоила чаем с баранками и мы уехали в поле на съемку. Ехали мы в закрытом воске вроде кареты. Для бодрости Илья Львович дал мне флягу с коньяком. Поставили аппарат. Я разделся в каретке до гола, прицепил на спину крылья, глотнул коньяку и полез на крышу. Оттуда я должен был спрыгнуть в снег, оглядеться и пойти по снегу вдаль, не оглядываясь, спиной к аппарату. Все это я проделал точно и аккуратно, как требовалось. Противнее всего было идти вдаль. Хорошо еще, что сцена снималась только один раз. Я остекленел и окоченел. После съемки меня схватили, укутали в тулупы, усадили в карету и вскач повезли в деревню. В крестьянской избе меня стали быстро растирать снегом, дали еще коньяку, и вскоре я блаженно заснул на печке под горой тулупов и шуб, которые на меня навалили. Все это произошло довольно быстро. Кроме того, я был пьян и почти ничего не замечал. Помню только, что какая-то древняя старуха, узревшая меня в таком виде, очевидно, решила, что меня ограбили и заголосила на взрыв. Что же они с тобой родименьким сделали? Ироды проклятые, голубчик ты мой чистенький, ограбили дитей и в снег бросили. И, конечно, нельзя было объяснить, что это кино, и на нее никто не обратил внимания. Так она и осталась при своем мнении. Я проспал на печи до вечера, потом меня посадили в поезд, и я уехал в Москву. В Москве, к моему удивлению, меня уже на вокзале встречали журналисты. Мне это очень польстило. Оказывается, все уже было известно. Для них это, конечно, была сенсация. Меня расспрашивали о доме Толстого, о Софье Андреевне, о моей работе. Я врал изо всех сил, описывая свой геройский подвиг. Сколько же вы получили за эту роль, спросил меня один из газетчиков. «Сто рублей», честно ответил я и добавил. Дурак был, мало взял. На другой день в газетах было напечатано интервью со мной, кончалось оно так. «Сколько же вы получили за эту роль?» спросили мы Вертинского. «Сто рублей, мало взял, дурак был», отвечал он. Мы не стали возражать талантливому артисту и откланились. Позор был на всю Москву. Иван Мазжухин полгода издевался надо мной после этого. С Мазжухином мы были друзьями. Он был у Ханжанкова на положении первого актера и сразу завоевал симпатии публики. Своим серым глазам красавец Мазжухин умел придавать любое выражение. Он хорошо чувствовал свет и аппарат, и был необычайно статуарен. Иван служил на договоре и получал 75 рублей в месяц, продолжая играть в театре. А я не пошел на договор. Я снимался на разовых 3 рубля за съемочный день. Но так как я снимался почти ежедневно, то мне выходило около 90 рублей в месяц. На 15 рублей больше, чем Ивану. Этого он не мог допустить и требовал, чтобы я пропивал с ним ту разницу в 15 рублей, что мы охотно и делали. Среди моих тогдашних знакомых была очень красивая молодая женщина, жена прапорщика Холодного, Вера Холодная. Как-то повстречав ее на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась, и я привез ее на кинофабрику и показал дирекции. Холодная понравилась, постепенно ее стали втягивать в работу. Не успел я, что называется, и глазом моргнуть, как она уже играла картину за картины, и успех ее у публики возрастал с каждой новой ролью. В то время большие актеры неохотно шли в кино. Это не искусство, говорили они. Конечно, это было не то искусство, которому они служили. Немое кино у актера отнимало самое главное – слово. А что можно было сыграть без слов, думали актеры. Это было действительно трудно. В конце концов аппарат – это судебный следователь, внимательный и безжалостный. Следя и поглядывая пристально и зорко за актером, он все до мельчайших деталей видит, замечает и фиксирует. Его обмануть нельзя. Поэтому даже лучшие актеры часто терялись перед этим всевидящим оком. К тому же нужно было играть молча, но приходилось все же что-то говорить, а текста не было. И только перед самой съемкой репетировали мизансцены и каждый говорил, что хотел. И все это было, конечно, в ущерб картине, потому что говорили иногда черт знает какую чушь, которая смешила и выбивала из настроения. Вообще настоящий ключ к этому новому искусству был подобран нескоро. И много картин покалечили актеры, прежде чем научились играть для кино. Постепенно все же большие актеры сменили гнев на милость. Стали сниматься Владимир Максимов из Малого театра, Петр Старковский, Петр Бокшеев и другие. На женском киногоризонте восходили новые звезды Вера Коралли, Наталья Кованько, Наталья Лисенко. Появились халтурные кинодельцы Талдыкин, Перский, Дранков, которые быстро снимали какой-нибудь сенсационный или просто бойкий сценарий со случайным режиссером и актерами и пускали в прокат, зарабатывая большие деньги. Все же Ханжанковское дело оставалось первым и наиболее серьезным. У Ханжанкова была своя кинофабрика с павильоном и лабораторией, свой кинотеатр на нынешней площади имени Маяковского. Да и актеры были уже опытнее и имена были покрупнее. Самыми яркими из них были Вера Холодная и Иван Мазжухин. Много всяческой ерунды играли мы в то время. Я уже не могу вспомнить название этих картин. Вот Мчится Тройка Почтовая У Камина Позабудь Про Камин и так далее. Одно время вообще сценарии писались на сюжет романцев. Отцвели уж давно хризантемы в саду и прочее. И даже на мой Бал Господин был написан сценарий и сыгран фильм с Наташей Кованько. Но из всего этого мусора мне запомнилась только одна серьезная поставленная Тургеневская песнь торжествующей любви с Полонским и Верой Холодной. Эта картина была вершиной ее успеха. Я был, конечно, неравнодушен к Вере Холодной, как и все тогда. Посвящая ей свою новую, только что написанную песенку «Маленький креольчик», я впервые придумал и написал на нотах «Королеве экрана». Титул утвердился за ней, с тех пор ее так называла «Вся Россия» и так писали в афишах. Я часто бывал у нее и был в хороших отношениях и с ней, и с ее сестрой, и с ее мужем. А с ее маленькой дочерью Женечкой я играл в детской, дарил ей куклы и был, в общем, свой человек у них. Вера всегда помнила, что я впервые подсказал ей путь в кино. Из никому неизвестной молодой женщины она сделалась кинозвездой. Многие свои песни я посвящал ей. Как-то помню, я принес ей показать свою последнюю вещь «Ваши пальцы пахнут ладаном». Я уже отдавал ее издателю в печать и снова посвящал холодной. Когда я прочел ей текст песни, она замахала на меня руками. «Что вы сделали? не надо, не хочу, чтобы я лежала в гробу ни за что. Снимите сейчас же посвящение». Помню, я немного даже обиделся. Вещь была довольно удачной, на мой взгляд, что и подтвердилась впоследствии. Все же я снял посвящение. Потом, через несколько лет, когда я пел в Ростове-на-Дону, в номер гостиницы мне подали телеграмму из Одессы. Умерла Вера Холодная. Оказалось, что она выступала на балу журналистов, много танцевала и разгоряченная вышла на приморскую террасу, где ее прохватило резким морским ветром. У нее началась испанка, так тогда называли грипп, и она сгорела, как свеча в два-три дня. Рукописи моих романсов лежали передо мной на столе. Издатель сидел напротив меня. Я вынул ваши пальцы из этой пачки, перечел текст и написал «Королеве экрана Вере Холодной». Сам я много еще снимался, сыграл кадета, в гончаровском обрыве. Сыграл в комедии «Суфражистки» с польским актером, комиком Антоном Фертнером, его секретаря. Играл Блаженненького в какой-то картине, переделанной из купеческого романа, не помню какого. Играл Парагу в фильме Вильяма Лока «Любимый бродяга», где наклеил себе почему-то такие брови треугольником, что вспомнить страшно и погубил картину. Играл в фильме «Король без венца» и во многих еще разных картинах, даже названий не помню теперь. Играл с Бегичевой, Кованько, Софией Лирской, с Верой Леонидовной Юриневой. Но после первых больших концертных успехов отказался от кинематографа очень надолго. Амазжухин рос с каждой картины. После «Пиковой дамы», где он играл Германа, и отца Сергия, он был уже признанным королем экрана и любимцем публики. В театре же он был малозаметным вторым актером. Затем появилась фирма Ермольев. Это было тоже весьма серьезное дело, с лучшими актерами, с хорошим выбором постановок, с хорошими режиссерами. Туда Мазжухин вскоре и перешел, уйдя от Ханжанкова. Снимать стали интереснее, появились хорошие операторы, из которых я помню только одного француза Фористье. Появился режиссер Волков, художник Лошаков, уже снимались Колин из художественного театра, Римский, Анна Ли и другие. Картины стали осмысленней, серьезней. Кино становилось на ноги, крепло и росло с каждым днем, завоевывая прочное положение и свое место в искусстве. Впоследствии Ермольев, человек очень практичный и неглупый, хороший организатор и знаток своего дела, увез из Ялты всю свою труппу вместе с Мазжухиным и Лисенко, Туржанским и молодым очень красивым актером Радченко-Стрижевским в Париж, где установил связи с фирмой Гомон и образовал новую труппу Альбатрос. Таким образом, Иван Мазжухин стал кинозвездой Европы и завоевал мировое признание. Редактор субтитров